ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это с творогом? Погоди жрать! Чего? Мужика, видишь у Тюремка? Ну, вижу. Не узнаешь? Нет. Это же Миша Семеновский. Какой еще Миша Семеновский? Дай-ка ориентировку. Вот же он. Ну, вроде похож. Здесь написано особый примет и шрам на лице. Есть шрам. Точно есть. Вызывай группу. Экипаж 28-16. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 О чем вы? Я о квартире и о доме Тарабанова. Скажи, пожалуйста, а кто уполномочил тебя отказаться от них, когда он предлагал их банку? Никто. Тарабанов не осужден и не приговорен к конфискации имущества. Здесь суд я, Андрей Захаров. А если у тебя не хватает смелости принять решение, ты должен был позвонить мне и посоветоваться. Дом и квартиру надо было брать. Без решения суда. Извините, но я соблюдаю законы государства. Ты работаешь на меня, а не на государство. Так что будь любезен выполнять мои приказания, если, конечно, не хочешь оказаться на улице. У вас ко мне все? Все. Жаль, что я не работаю на государство. Все чисто. Мужик, уйди! Ну что, вам? Второй бежев. Молодец, Юршик. Валим. Торич генерал, полковник Карпенко по вашему приказанию прибыл. Вольно, Юра, присаживайся. Благодарю. Прочитал твой отчет об операции. Толково. Спасибо. Главное, очевидно, что Данилов вместе со своими казаками всю малину тебе испортил. Впрочем, я не про Данилова, а про тебя. Слушаю вас. Хочу забрать тебя с района и назначить на должность ушедшего в отставку полковника Скороходова. Что скажешь? Да я согласен. Молодец. Здесь нужны такие, как ты. Толковые, свежие. Люди новой формации, которые чувствуют вызовы времени. Кстати, о времени, дочь генерал. Хотел бы с вами договориться на берегу. Я считаю, что служба наша нуждается в реорганизации. Понимаете, время такое, когда нужно больше работать головой, чем руками. Такие опера, как Данилов, анахронизм. Я считаю, что ставку нужно делать на аналитику. Добро, полковник. Проводи свою реорганизацию. А приказ я уже отнес в кадры. Спасибо. Разрешите идти? Идите. Здравствуйте, капитан Ленов. Скажите вам... Что у нас тут? Да, Глеб Сергеевич, у нас стройник. Женщина 34-х лет и бая охранника. Застрелены с особым изуверством. Это как? Как решито. Шесть, девять и семь попаданий соответствуют. Глеб Сергеевич, ну, как всегда, никто ничего не слышал и не видел. Вас ничего не напрягает? В смысле? Да жалом вокруг поводите. Ел какие-то табуретки? Чё такое? Ну, этих блинов ПБСники из-за секи Миши Семеновского. Вот именно. Значит, Миша взял очередной заказ на убийство и попытался найти удобное место для его осуществления. Что-то по контактам Семеновского. Домой информатор пытается выйти на одного из его старых подельников Николая Петровича Шурина. Погоняло? Калюня. Поторопи его. Работайте. Есть. Так все-таки, зачем я вам понадобился через столько лет? Мне предложили должность в главке. И первое, что я хочу сделать, создать при управлении аналитический отдел. И предлагаю вам его возглавить. Мне нужны профессионалы, как вы. Вот как? Угу. А как насчет того, что дважды в одну реку не входит? Сколько лет прошло, как вы ушли со службы? Шесть-семь. И река уже не та, да и мы другие. Не знаю. В банке как-то больше свободы. Суд здесь я, Андрей Захаров. А если у тебя не хватает смелости принять решение, то нужно позвонить мне и посоветоваться. Не устраивают построений, заслушиваний. Больше денег на оперрасходы, но и маразма меньше. И в банке как-то больше зарплаты. Согласен. Но за эти деньги вы деградируете, как профессионал. Начальник службы безопасности банка – болото. А у нас вам гарантирован профессиональный рост. Преступлений, к сожалению, меньше не становится. Так что еще докторскую напишите. Всю бюрократию по оформлению я беру на себя. Подумайте, Владимир Александрович. Надеюсь, на скорую встречу. Всего доброго. Не очкуй, ёршик. Пей. Сейчас этот козел бабки отдаст, я тебе новую печень куплю. Давай. Часики-то поставь. Это собственность банка. Я их на свои деньги покупал. Да, и чек предъявить можешь. Так что даже не пытайся, охрана все равно не выпустит. Досматривать будете? Назад приползешь. С тощих казенных харчей. Тощие – это неплохо. Я тут у вас начал жирком заплывать. В общем, вы правы. Прощаться, так прощаться. Мужик, иди отсюда. Иди отсюда. Давай-давай-давай. Ты любезнейший. Полтишочком не богатый. Чё? Не мельтеши. Ну чё, Андрюх, информация верная. Калюня Шурин там. Взял сто пятьдесят коньяку, как выйдет, будем брать. Так и будем Калюни на гоп-стоп брать. Слышь, Белов, ты это-то гривый тон оставь. У Калюни Шурина все статьи разбойные. Ты, кстати, оберег взял? Зачем? Калюня под градусом. Очень буйный. Так это же хорошо. Ну-ну. А вот, кстати, и Калюня. Давай, Калюня. Ты за ним, я в арку. Осман, держи краба полную вперед. Товарищ подполковник, а… Вера Андреевна, меня зовут Владимир Александрович. Так точно, Владимир Александрович. Вот есть новый кандидат на место в отделе. Романов Михаил Николаевич. Опер, бывший опер. Был ранен, но сейчас ищет новое место работы. Он здесь? Да. Пойдемте. Майор Романов для прохождения экзамена прибыл. Ну что вы, Михаил Николаевич, какой экзамен? Небольшой тест на профпригодность. Посмотрите, пожалуйста. Вот две фотографии с места преступления. Найдите пять отличий. Можно было сразу сказать, что я вам не подхожу и не ломать комедию, Владимир Александрович. Он что, обиделся? Я не поняла. Видите ли, Вера Андреевна, это две совершенно одинаковые фотографии. Но чем больше соискателей их изучают, тем больше они находят различий. А вот господин Романов все понял с первого взгляда. Так. Я тоже проходила этот тест. И нашла три различия. Но вы меня взяли в отдел. Почему? Вам можно, товарищ капитан. Вы женщина. Что засветился, Калюня? Черт! Руки! Руки! Все, Калюня! Пошли, пошли, Коля! Не бегался! Но мы не слышим ответа, Шорин. Не знаю я, где Миша. Не знаю. Клянусь. Да брось ты. Клясться женщина будешь в любви, когда освободишься. Тут ведь, Николай, расклад простой. Не сдашь нам Семеновского, намотаешь себе срок за применение насилия опасного для жизни и здоровья. Кстати, в отношении представителя власти. А это до десяти лет, Николай Петрович. Ну, а если сдам? Что, медаль получу? Да нет. Ну, медальку-то это навряд ли. Но ножичек в протоколе не будет. Мы тебе обещаем. Какого ножичка? Так… Начальник, вот эту же бескресенье… А это уже совсем другая статья. Ясен Пенин, другая. Кодекс читал. Ну… Решай. А Миша надолго уедет? Навсегда. Миша, Миша… Поехали на Троицкий. В общагу. Только я вам ничего не говорил. Конечно, не говорил. Само собой. До свидания. До свидания. Учтите, после одиннадцати не пущу. Ну… Здрасте. Так, а это что за делегация? Свои, свои. Свои? Свои. У нас гости. Что, Коля, дальше-то куда? Ну? Туда, в конец. Ну, если не туда, тебе конец. Эй, я с вами не пойду. Да, конечно, не пойдешь. Здесь постоишь. Стоп. Андрюха, туалет проверь. Так он ведь женский. Хм… Тихо! Ну, а там… Алло! Брат лихой. Эй, чё надо? Толчков, что ли, свободных мало? Мужик, чё здесь делаешь? Ой, извините. Давай, проваливай, давай-давай! Иди отсюда! Молодец, выручила. Живи. Алло, встал, говорю? Это же не он. Да вижу, что не он. Но афиша-то знакомая. Ой, Ленечка, ты что ли? Белов, это Ёршик. Дважды судимый человек. Земляк, кореш и подельник Миша Семеновский. Земляк, да. Подельник, да. Корешами мы в детстве не были. Ну, это я понял. Ленечка, а чё так сдал-то? Болеешь, что ли? А что, начальника по кадрам нет? Скоро будет. Все документы передал. Говорит, вроде всё в порядке. Рапорт. Прошу, прошу зачислить себя. В пресс-службу ГУВД. Я всегда думал, что в пресс-службу стремятся длинноногие девицы. А уж никак неопытные оперативники. В пресс-службе мне не будут устраивать глупых экзаменов. Секундочку. Да ты что? С ума сошел? Миш, тебе придется написать другой рапорт. С просьбой зачислить тебя главным специалистом в аналитический отдел. И этот рапорт я сразу подпишу. Присядь. Меня в опиранье берут после ранения. Пресс-служба для девиц, ты прав. Остается аналитический отдел. А как же медкомиссия? Врачей я беру на себя. Разрешите войти, товарищ полковник? Проходите, подполковник. Глеб Сергеевич, а как так получилось, что вы не смогли взять Семеновского в общежитие? Если ваши люди не могут работать профессионально, вызывайте специально обученных, СОБР. И впредь по всем операциям предварительно будете докладывать мне. И будете делать так, как я вам скажу. Это ясно? Я не знаю, как вы работали раньше, но я наведу здесь дисциплину и порядок. Это ясно? И второе. Потрудитесь, пожалуйста, приходить на службу в форме. Вы все-таки какой-никакой начальник отдела. Ясно, товарищ полковник. Разрешите идти? Нет, я вас не отпускал. Присядьте. Есть какая-то информация по Семеновскому? Уже двое суток прошло, как вы его упустили. Пока нет, но майор Саверев работает. Угу. Здравствуйте, Денис Юрьевич. Здрасте. А, доктор, и что поведали анализы? А ничего хорошего не поведали. У больного цирроз печени второй стадии. И что это значит? А это значит, что если вовремя не приступить к лечению, то… То прогноз самый неблагоприятный. Спасибо, доктор. Вот теперь все понятно. До Ершов? Да. Обращайтесь. Будьте здоровы. Угу. Ну что, Ершик, альтернатива ясна? Покажешь нам Мишу, пойдешь на лечение, а не покажешь. Падлы, не буду. Да, конечно, не будешь. Ну, тогда, Ершик, будешь, жмурик. Дело-то хозяйское. У тебя на все про все есть время. Одно яблоко. Леонид Петрович, будешь? А, тебе ж нельзя. А вот взгляните, любопытная статья. Называется «Табачок в Русь». Партнеры по бизнесу не поделили прибыль. Так это же Старчук, которого расстрелял Семеновский. А вот еще интересное фото, годичной давности. С презентацией модного салона. О, убиенные три дня госпожа Миронова вместе с предполагаемым заказчиком убийства Старчука. Предположу, что у них были близкие отношения. Однако. Разрешите? Проходите. Знакомьтесь. Подполковник Данилов, начальник оперов. Подполковник Старыгин, начальник аналитического отдела. Владимир Александрович. Глеб Сергеевич. Что-то не припомню такого отдела в структуре главка. Все меняется, Глеб Сергеевич. В наше время больше нужно работать головой, а не бряцать оружием. Вот я и попросил Владимира Александровича проанализировать то дело, которым вы занимаетесь, по Мише Семеновскому. Доложите, подполковник, что удалось выяснить? Шесть лет назад на той же самой улице, где была убита Миронова, произошло заказное убийство. Был застрелен коммерсант Старчук. В роли киллера выступал Миша Семеновский. Тогда, кстати, его удалось задержать. Но это всем известно. Глеб Сергеевич… В тот раз Миша Семеновский не назвал имени заказчика, поэтому получил максимальный срок. Вероятно, заказчик что-то ему обещал, но обещание свое не сдержал. Недавно Миша совершил побег и решил напомнить о себе. Поэтому Миша убил любовницу заказчика и ее охраны на том самом месте, где был застрелен Старчук. Интересно. Откуда же господин аналитик обо всем этом узнал? Уважаемый Глеб Сергеевич, информация находится в открытом доступе. Нужно просто присесть, почитать и подумать. Суммируя всю эту информацию и учитывая тот факт, что Михаил Семеновский после убийства Мироновой до сих пор остается в городе, я думаю, что он ждет денег за выполненную шесть лет назад работу. Запросил он, судя по всему, много, поэтому заказчик собирает наличные. Что конкретно вы предприняли? Я установил наблюдение за заказчиком, и я думаю, что в ближайшее время мы возьмем их при передаче денег. Извините. Слушаю, Серега. Это Савельев. Ага. Повтори. Ершов согласил сотрудничать и сдал нам номер Миши Семеновского. Да, номер этот личный. И Миша не знает, что Ершик его срисовал. Я поставил номер на прослушку, и теперь нам известны, что Весминовский будет встречаться с заказчиками. Ну что ж, похоже, вы оба вышли на преступников. Теперь главное их не упустить. На сигнализацию не поставил. Сам вижу. Значит, оставил кого-то в машине. Может, просто забыл? Слушай, не умничай, а? Я не умничаю. Я анализирую вслух. Может быть, он оставил в машине злую собаку. Я тебе говорю, не умничай. Если бы в машине осталась злая собака, она давно бы показала свою морду в окно. Внимание. В такси может находиться Михаил Семеновский. Приняли. Так, надо номера пробить. Мне не надо. Я и так знаю, чей-то джип. Знаешь, так говори. Сейчас сам все увидишь. Это же Захаров. Директор банка. Выходит, это он заказал Старчука. А сейчас приехал, чтобы расплатиться с Кирилловым. Кирилловым за заказ. Как вы быстро соображаете, подполковник? А ты что, знал и не сказал? Я знал и не сказал. Кому говорить-то? Тебе? Внимание. Готовность 30 секунд. Вас понял. Первое. Готовность 30 секунд. Ждем команду. Ну, на низкий старт будешь вставать? В казаков-развойников не наигрался в детстве. Пошли. Это второй. Перекрыть все выезды с парковки. Семеновского брать живым. Вышли из машины! Стоять! Черт! Данилов, бать бегать! Садись! Погнали! Не стреляй! Он нам нужен живым! Че ты делаешь? Выводи! А-а-а! Скажи спасибо, что там ребята были. А кто их туда поставил? Мне задержанные нужны живыми. А тебе пора перестать играть. Ты, Глеб, ну не Жеглов! И портрета с кабинета убери! Жалко смотреть на тебя! Да! Рассчитайте, товарищ генерал. Заходи, Юрий Юрьевич. Заходи. Значит, взяли Семеновского. Так точно. Молодец. Не ошибся я в тебе. Пес году неделю на должности и уже организовал службу и выдал результат. Благодарю за отличную работу. Служу России! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Привет. Спасибо, что ты меня пригласила. Я обязательно приду. До встречи. Проходи. Глеб Сергеевич, лейтенант Светков прибыл к нам на стажировку. Вчера звонил кадровик. Помните? Здравствуйте, Глеб Сергеевич. А, помню, помню. Илья. Да. Ну, здравствуй. Серега, постажируй парня. Ну, дай ему ручку, бумагу. Зачем? Да не знаю. А, ну, пусть автобиографию напишет. Или еще что-нибудь. Так, может, на компьютере? Покажи ему компьютер. Извините, у меня нет времени. До завтра. До завтра. До завтра? Ну? Вот так. Цветков. Компьютер там. Пользоваться умеешь, надеюсь. О, звонок. Алло. Да, Полина, конечно узнал. Сегодня? Сейчас. Хорошо. Так я всегда в форме. Давай. Ну, лейтенант Цветков, не забудь про автобиографию. Угу. Да, и подстригись. А я быстренько к информатору. Ну, давай. Остаешься за старшего. Интересная стажировка. Маргарита Витальевна, карточки с именами гостей разложены согласно вашей схеме. Прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки. Марго, дорогая, привет. Прекрасно выглядишь. Как поживаешь. Прекрасно. Прекрасно, девочки. Бриллианты настоящие, Марго. Имею такую слабость. Предпочитаю в этой жизни иметь все настоящее. Даже бриллианты. Кто там? О, понятно. Володя. Ну, здравствуй, Марго. Привет. Потрясающе выглядишь. Сколько лет мы не виделись? Ты просто умница. Только ты могла организовать такую встречу. Я очень рада тебя видеть. Проходи. Привет, Марго. Данилов. Данилов. Привет. Нет. Боже мой, какой ты стала. Какой матерый. Ну что, я постарела? Нет, ты стала еще красивей. Врешь. Врешь же. Ну, приятно. Нет, Марго, я не вру. Ладно. Давай, проходи. Потом об этом поговорим. Хорошо? Хорошо. Давай, пока. Пока. Господа, господа, проходим и садимся за столики согласно своим карточкам. Проходим. Хорошо. Ну, чего-то никто не пригласил. Я сейчас займусь. Так, девочки. Иван Александрович, я вас на последнем задержании не слишком задел? А уж… Да, устроили рассадочку. Как будто я с тобой в университете за пять лет за одной парты не насиделся. А уж я-то твою рожу вообще видеть не хочу. Видно, это у тех, кто рассаживал, такое чувство юмора. И у Карпенко тоже. При чем тут Карпенко? Не понимаю, почему именно тебя Карпенко назначил начальником аналитического отдела? Для того, чтобы мы с тобой в главке продолжали друг с другом и лбами сталкиваться. Наверное, у него такая игра. И запомни, Володя, я не играю ни в какие игры. Хватит, Глеб. Все мы выдры играем. И я, и ты. И Марго. Что? А что ты, старший? Панорамочка. Да ты что? Вообще, это как на самом деле? Так сложно. Они с нами… Привет. Привет, кого не видел. Ну, рассказывайте, как живем? Вы что, поссорились? А мы когда-нибудь мирились? Максим Николаевич, вы на ресепшене забыли. Для жены же говорили. Ой, спасибо большое. Совсем забыл. Спасибо большое. Максим Николаевич, у нас завтра встреча со студентами, победителями Олимпиад по программированию. Помните? Да, я помню. Спасибо, что напомнили. До свидания, Максим Николаевич. До свидания, до встречи. Алло. Привет, любимая. Все, я освободился. Я рада. А ты ждешь меня? Угу. Соскучилась? Угу. А я уже скоро. Ты сегодня раньше, чем обычно? Соскучился по тебе. Сейчас сажусь в машину и еду домой. У меня для тебя маленький сюрприз. Вот. Да нет, просто без повода. Потому что я тебя люблю. Все, давай, до встречи. Целую тебя. Извините, пожалуйста. Прошу прощения. Че там рано сегодня? Клевая, Натаська. Клевая, только недолго ему осталось ездить на ней. Глеб Сергеевич, ну, все-таки, что самое главное в работе оперативника? Ну, главное, терпение и тактичное отношение к потерпевшим. Вникай, Илья, вникай. Понял. Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ольга Злотникова. По заявлению. Проходите. Я подполковник Данилов. Мне поручено найти вашего мужа. Прошу. Согласно вашему заявлению, ваш муж, предприниматель Максим Злотников, 1983 года рождения, пропал три дня назад. Позвонил домой, сказал, что приедет, домой не приехал, телефон не отвечает. Так? Все так. Скажите, а на какой машине уехал ваш муж? Белый Лексус РХМ55АУ. А регион? 98-й. Продолжайте, Михаил Николаевич. Я вас слушаю. По видам преступлений то же самое, среднестатистические показания. То есть ничего нового в криминальном мире города не произошло. Нового? Ничего. Прошу прощения. Доброе утро. Доброе утро. Проходите, проходите, Вера Андреевна. У нас, правда, совещание было назначено ровно на десять часов. Вы опоздали на шесть минут. Прошу прощения, я просто… А мне не нужны ваши оправдания, я просто хочу вам заметить, что опоздание – это неуважение к коллегам. Такого больше не повторится, Владимир Александрович. Ольга, а ваш муж не жаловался? Может быть, у него были какие-нибудь проблемы? Ну, по бизнесу, например? Нет, дела шли хорошо. Фирма постоянно росла. А личная жизнь? Что личная жизнь? Ну, может быть, у Максима был роман на стороне? Ничего такого быть не могло. У нас идеальная семья. Максим до сих пор влюблен в меня. Жаль. Что значит жаль? Ну, это значит, что если бы ваш муж, простите, загулял, то шансов найти его живым было бы больше. Я вас очень прошу, найдите Максима. Потому что, если… Вы не волнуйтесь, Ольга. Ретенант Светков и я, мы найдем вашего мужа. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Глеб Сергеевич, а помните, вы еще рассказывали, когда… Тактичное отношение к потерпевшим, Илья. Я просил вас и Михаила Николаевича проанализировать сводки по управлению и выяснить, нет ли каких-нибудь новых тенденций в криминальном мире. В последнее время в городе участились угоны дорогих иномарок. Причем угонщики, они не просто угоняют машины, но и нападают на… Вера Андреевна, угонами пускай занимается ГИБДД. Занимайтесь, пожалуйста, нашими делами. И прекратите опаздывать. Насчет неуважения к коллегам, это шеф перегнул. Да. Абсолютно. Серега, а что за тип этот Злотников? Почему Карпенко так всех напрягает? Какой-то бизнесмен, цивилизованный бизнес, что-то там с компьютерными программами. Ну, это уже без разницы, когда преступление совершено. Мотив один. Будь то компьютер или картошка. Черт. Какой-то индюк заблокировал мою машину. Наверное, шишка какая-нибудь. Паркуюсь где хочу. Так все равно индюк и машина его индюшача. Сейчас появится, ему шею намолю. Давай к дежурному зайдем. Нет, брат ты мой, по революции. Мы сейчас сделаем все гораздо проще. Сам прибежит. А по поводу Злотникова. Здесь вариант очень простой. Или его партнер по бизнесу заказал, как фамилии? Львов. Вот, или Львов, или его супруга. Ну да, вполне может быть. Нашла себе любовника на стороне. А мужа заказала, чтобы не мешало ей новому счастью. Ну, например. Как-то слишком примитивно. Теоретических версий вообще может быть хоть сто штук. Нам на лекциях о мотивах преступления рассказывали. Ну, гляди, Серега, какие нынче смышленые стажеры пошли. И еще один. Теоретик. Нам что, аналитического отдела мало, что ли? А где этот индюк-то я не понял? Чинит препятствия при исполнении. А это, между прочим, Цветков, статья. Андрюха, на раз, два, три. Ух ты. А кто у нашего стажера папа? У нашего стажера папа заместитель прокурора города. Глеб Сергеевич приказал, чтобы мы с Андреем ехали к Злотниковой, а вы, Сергей, ехали… Михалыч. А вы, Михалыч, к Львову. Едем? Ну, а куда я денусь? Глеб Сергеевич приказал. А? Вот дела. Сален ту мист аура. Что? Молчание, конечно, золото, господин Львов. Но только не ваша ситуация. Какой ситуации? Вы являетесь главным подозреваемым в исчезновении вашего делового партнера, Максима Злотникова. А почему я? Потому что у вас самый весомый мотив. Избавиться от него, Лев Эдуардович. Да нет у меня никакого мотива. Ну, хорошо, нет, мотивы есть, корысть. В отсутствие Злотникова вы становитесь руководителем фирмы. Клянусь, чем хотите, я не причастен к исчезновению Максима. Пустые слова. Да нет, вы, вы не так все понимаете. Я не хочу быть руководителем. И никогда не хотел. Максим, он, он настоящая голова нашего бизнеса. И в его отсутствие на фирме уже начались сложные времена. Советую вам все-таки признаться. Ну, что, мне еще раз поклясться, что Леж вам сказал, я не причастен к исчезновению Максима. Ну, хотите, ну, да так три лжи проверьте. Хорошие мысли. А пока свободно. До свидания. Да, Лев Эдуардович, и больше мне никогда не клянетесь. А то попрошу землю есть. Доброе утро. Здравствуйте. Старший инспектор Бурнько. Ваши права. Пожалуйста. Ну, что ж вы, Вера Андреевна, с утра и нарушаем. Деньги лишние или спали плохо. А что я нарушила? На знаке дорожной работы какая скорость указана? Тридцать. Замечательно. Знак видели. А почему ехали шестьдесят? Инспектор, я езжу на работу здесь каждый день. И ремонтные работы закончились месяц назад. Я ж не виновата, что они не успели убрать знак. Ну что, не убрали, не виноваты. За то, что проигнорировали, с вас пятьсот рублей. Может не надо, коллега? Ох ты. И где это вы служите? Аналитический отдел? Главк. А говорите, коллега, я анализы в баночке сдаю. Вы часом не их там анализируете? Шутка. Весьма неумная. Раз неумная, с вас тысяча рублей. Это тоже шутка. Не заплатите, будем оформлять. Копия протокола с моим рапортом получит ваше начальство. Вот пусть видят, как вы злостно нарушаете законы, на страже которых давали присягу стоять. Вера Андреевна, я просил вас подготовить аналитическую справку об эффективности использования полицейских агентур в раскрытии заказных убийств. И что? Она готова? Где она? Что? Справка готова, Вера? А, нет. Ну, то есть да, я… Я сейчас сделаю. Вера, что случилось? Вера, глубоко вдохните и медленно-медленно выдохните. Это приказ. Молодец. Теперь рассказывайте. Самое интересное, что они тоже носят форму. И по таким вот экземплярам будут судить и о нас тоже. Понятно. Подробнее, кто где. Ну, и куда мы так торопимся? Разве сотрудник ДПС не должен представляться в начале разговора? Да чего, в то владелец грамотный пошел. Да вы заманали уже. Ну, старший инспектор Брунькова я. Тебе легче стало? Не поверите, стало легче. Ну, прекрасно. Теперь права предъявите. Значит так, будем оформлять лишение прав за злостное нарушение скоростного режима. Превышение? Злостное? А я не вижу у вас радара. Вы злостность определяете на глаз? Слушай сюда. Или платишь, или до встречи в суде. Хорошо. Сколько? Давно бы так. Три штуки. А вы квитанцию выпишете? Я тебе сейчас визюлей выпишу. Я, между прочим, при исполнении могу физическую силу применить. Давай. Все. Вали отсюда. Не хотите взглянуть? Что еще? Небольшой фильм о том, как сотрудник ГИБДД вымогает и получает взятку. А ну, дой сюда. Увольняйся, скотина. Я проверю. Где Белов? В столовой. Опять. Его что, дома не кормят, что ли? Да. Вот у него такой бы аппетит на работу был. Ну, давай расскажешь, что там накопали. Глеб Сергеевич, у Злотниковой есть любовник. Так, подробней. Мы поговорили с ее подругами, и обе заявили, что любовник точно есть. Но кто он, ни та, ни другая не знает. Так, надо найти этого любовника. Глеб Сергеевич, мы ищем. Изучили звонки с мобильного телефона Злотниковой и выяснили, что она часто звонила на один и тот же номер, но личность пока установить не удалось. Куплю на левый паспорт. На паспорт алкаша. Я с ним поговорил. Человек не помнит ничего. Сдает паспорт в аренду за два пузыря в день. Точно. Так, что еще? Глеб Сергеевич, самое главное. Злотникова часто звонила мужу из области. Вот я посмотрел карту. В зоне звонков есть закрытый частный пансионат. Ты хочешь сказать, что это место встреч у любовников? Возможно. Так, надо проверить. Знаешь что, Илья, иди ты в столовую и скажи Белову, что прекратил жрать. Поезжайте в пансионат и проверьте там все, что надо. Есть. Держи. Спасибо. И не волнуйся, Илья. Глеб Сергеевич, я сейчас. Всем когда с этого начинали. И я когда таким был. Ой. Упс. Проходите, проходите. Ой, что ж такое? Подождите, я сейчас вам помогу. Не нагнуться мне. Не наклоняйтесь. Спасибо, дочка. Да не за что. Ноги больные, совсем не слушаются. Ничего страшного. Ну, чё там такое, чё там такое творится, а? Чё, не торопится никуда, а? Остальные все торопятся. Давай бабульку свою бери и вали отсюда вместе с ней. Дочка, давай. Я сама не могу. Оглохло. Сюда кладу. Давайте повежливее, а? Это ещё кто такой. Иди в машине посиди, подожди. Не, ну ты чё, борзли? Ты посидишь в машине? Да подожду я. Точно? Я не слышу. Точно подожду. Я, наверное, вас задержала. Да ничего, бывает. Извините, оступилась. Возьмите. Спасибо, это вам. Кушайте на здоровье. Хоть один мужчина нашёлся. Вы запачкались. Спасибо. Оставьте себе. Оставьте себе. Что потерял? Фу, новенькая. Бери. Почему? И забудь, что мы из полиции. Почему забыть? Потом поймёшь. Пока молчи, смотри и учись. Здорово, служивый. И вам не хворать. На отдых? Если бы. Тачку нашу видел? Вижу. Красавица. Вчера эту красавицу на вашей парковке кто-то рихтанул. С другой стороны. Сочувствую, но к парковке не имею никакого отношения. Да к тебе претензий нету. Какая-то дамочка на красном мини-купере вчера здесь парковалась. Тут дамочек. И все на иномарках. Аж в глазах рябит. Она бывает здесь частенько. Да, дорогая у вас тачка. И новая совсем. Ремонт в копеечку станет. Сильно сэкономите, если, конечно, найдёте виновницу. У тебя деньги есть? Зачем? Охраннику за информацию надо заплатить. А я пустую. Это-то, сейчас. Сейчас. Ага. Вот. Ты что смеёшься? Ты часы его видел? Держи. Во сколько, вы говорите, это случилось? Примерно в два часа дня. Не она. Та, которая на красном купере, приехала около двенадцати. Потом её мужик подгреб. Ну и весь день ковыркались в номере. Точно? Точно. Они уже с год сюда ездят. И распорядок один и тот же. Ну что ж, придётся за свои деньги ремонтировать. Ну ладно, бывай. До свидания. Андрей, почему вам просто не сказали, что мы из полиции? Потому что это жизнь, а не ваши там лекции. Здесь всё тоньше. Не понимаю. Ну, представились бы мы ему. Он пошёл бы к Злотникову и сказал, что, мол, ей полиция интересуется. Ясно? А так не пойдёт? Не пойдёт. Зачем ему этот геморрой? Ясно. А деньги? Деньги? Ты чего? Это же для общего дела. Привыкай. Пожалуйста. Здравствуйте. Деньги принесли? Да, но мне нужны какие-нибудь доказательства смерти Злотникова. Какие доказательства? Любые. Нам что нужно было, пальцы ему обрезать? Или, может, труп в багажнике вам привезти? Не знаю, но что-то вещественно. Я же должен быть уверен, что он мёртв. Ты чего, кино американского насмотрелся? Мы кто тебе, мародёры, с трупака вещи снимать? Мы же вам русским языком сказали. Дело сделано. Сделано. И чисто. Так что гони бабки. Иначе мы и тебя тоже так закопаем, что никто не найдёт. Оп. Лучше не быкуй, коммерс. Плати за работу. Вот гонорар. Другое дело. Если надумаешь ещё кого-нибудь мочкануть, обращайся. Удачи. Что показал Львов? Клянётся, что он безгрешен, как розовый фламинго. А это не так? Ну, фактов пока нет, Глеб. Но что-то он крутит по плацам. Слушай, что Белов тормозит? Да жрёт опять где-нибудь. Да сколько можно тут прямо, а? Здравия желаю. Привет. Ну, рассказывали, а как съездили? Сотрудник пансионата опознал Злотникову. У неё там арендован номер на целый год. Кучерява живёт, Ольга Витальевна. Да нет, скорее экономит. Ну, за годовую аренду у них там скидка. А по любовнику что? Ну, с ней приезжает. Но Белов даже удостоверение предъявлять не велел. Сказал, что если в лоб спрашивать, то сотрудник пансионата может всё рассказать Злотникову и там… Всё верно. Значит так. За Злотникову установить наблюдение. Телефон на прослушку. Задерживают только в том случае, если будут доказательства, что заказчики они. Есть? Есть. И у меня есть. Глеб, подожди, ты мне нужен. Мой рабочий день закончился. Карпенко приказал мне подключиться к расследованию по делу Злотникова. Ну, приказал, подключайся. Для этого я должен изучить собранные вами материалы. Вот пристроились-то, а. Одним под пули поставляться, другим материалы изучать. У тебя всё? Глеб, между нами могут быть некоторые разногласия, но дело от этого страдать не должно. Налей ещё. Когда ты их нанимал, ты им не сказал, что они должны предоставить доказательства смерти Максима? Не помню. Ну, сколько можно повторять? Не помню. Значит, не надо платить киллером, пока у них нет доказательств. Так просто, да? Да, так просто. Вот ехала бы сама навстречу. И не платила бы. А лучше бы и поехала. Налей ещё. Цветков слышал? Так точно. А ты нам про сотню версий заливал. А в жизни всё проще. Либо мужа она заказала, либо партнер по бизнесу. Либо оба. Так что слушай старших Цветков. Дольше проживёшь. Всё записали? В лучшем виде. Берём их. Дверь закрой. Мы встречаемся с Ольгой уже почти год. Кому в голову пришла идея убить Злотникова? Это Ольга предложила избавиться от мужа. А просто так развестись нельзя было, если вы друг друга так любите? Любовь здесь ни при чём. Просто Ольга хотела стать главой фирмы после смерти Максима. А в случае развода она не имела бы никаких прав на его бизнес. Поэтому решили нанять убийцу? Да. Связаться с киллерами можешь? Могу. Ну что ж, изучил ваши справки. Интересные выводы. Могут реально помочь. А что с личным составом отдела? Соответствует требованию. Рад слышать. Разрешите, товарищ полковник. Поздравляю, Глеб Сергеевич. Оперативно сработали. Постараемся и впредь. Прошу. Очень быстро нашли заказчиков. Большая редкость. Да, но дело сделано наполовину. Нужно найти убийцу. Так точно. Для начала нужно найти труп Злотникова. Теоретически он может быть жив. Да, действительно. Глеб Сергеевич, а что вы думаете по этому поводу? А мы не думаем, товарищ полковник. Мы работаем над этим. Белов, объект подъезжает. Приготовились. Поехали. А вон фраер уже здесь. Андрюха, выходят из машины. Раз. Интересно, кого он хочет нам еще заказать? Кого-кого? Бабы свои, чтоб не делиться. Три. Стоять! Полиция! Привет! Стоять! Стреляй! Стой! Черт! О, привет! Стой! Стоять! Стой! Серега! Руки за спину! Я сдаюсь! Ты какого черта здесь стрелял? Осечка. Два раза? Три. Что? Я же говорю, не везет мне сегодня. Это мне с партнером не везет. Я сдаюсь! У него осечка, меня что-то не пристрелили. И я еще три километра дефилирую по морю. Да ладно, Серега, все это нормально закончилось. Что у тебя? Гражданин Радимов убит при задержании. А у меня гражданин Сидоров готов давать показания. Ну, раз, два, три. Ну, смотри, бегун. Соврешь хоть на пол мизинца, пеняй на себя. Не буду. Где труп Злотникова? Не знаю. Так, значит. Андрюха, у нас есть перчатки? Найдем. Аккуратно возьмешь пистолет того урода. Ага. Слышь, брат Лихой, мы сейчас сделаем так, что ты стрелял с того пистолета, а за стрельбу по полицейским… А пятнадцати до двадцати строгого. Пошли. Последний раз спрашиваю. Где труп Злотникова? Я не знаю. Я клянусь, мы не убивали Злотникова. Ты что, жив что ли? Не знаю. Мы получили заказ, следили за ним, но мы его не убивали. Так вы деньги получили за заказ? Получили. По телевизору услышали, что наш клиент пропал без вести, жена его ищет. Решили на халяву деньги срубить. Не убивали мы его. Андрюха, здесь нужны перчатки и пистолет того пассажира. Пошли. Андрюш, мы не убивали его. Пошли. Если они не убивали Злотникова, почему оказывали сопротивление? Ну, Сидоров на условном, а Радимов вообще в розыске был. Оружие проверяем, но причастность к другим преступлениям. И все-таки почему они не выполнили заказ? Ну, со слов Сидорова, они следили за Злотниковым. Но когда Злотникова остановились сотрудники ГИБДД и стали что-то долго выяснять, то бандиты сочли этот дурной примет и решили сделать его в другой день. Вы ему верите? Ну, пока мы не найдем Злотникова или его труп, других доказательств нет. Хорошо, Глеб Сергеевич, работайте. Есть. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что с материалами? Да вот, отчитывай показания Ольги Злотниковой. Есть идеи? Пока нет. У меня тоже. Я думаю, может быть, проехать по маршруту, которым Злотников собирался ехать домой. Надеюсь, не только у дураков мысли сходятся. Поедем вместе? Поехали. Может, увидим что-то интересное по дороге. Ань, тебя подвезти? Да нет, я пройдусь. Ну, как знаешь. До вечера. Глеб. Да? Ну, ты что, не помнишь, какой у нас завтра в семье праздник? Какой? Мой день рождения. Какой? А, ну да, конечно, Ань, помню. Ань, конечно, не забыл. Ну, как же, твой день рождения, 17-го октября. Так, стоп. А что, уже октябрь, что ли? Октябрь, Глебушка, ты уже совсем со своей работой голову потеряла. Дети спрашивают каждый день, как мы отмечать будем. Ну, конечно, отметим. Давай в ресторане. Отлично. Я думаю, им понравится. Ну, все. Мы же давно не выбирались никуда вместе. Я с Толиком скажу. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Черт. Чего это у тебя фрукты в машине? Это талисман. Положи на место. О! Справа по движению машина ДПС. Да, я помню. Если верить показаниям киллера, Злотников долго ругался с ДПСниками. Надо поговорить с коллегами. Слушай сюда. Или платишь, или до встречи в суде. Я тебе сейчас визюлей выпишу. Я, между прочим, при исполнении могу физическую силу применять. А ведь они могут быть причастны к этому делу. Могут. Подполковник Старыгин, главк. Майор Романов. Старший инспектор Гаврилин. Должна гуляться. Вот этого гражданина не видели? А какая у него машина была? Белый Лексус. РХ. А был такой, помнишь? У него еще номера были нечитаемые. А, точно, точно. Тот еще вонючка был. Мы ему унушение сделали, а он скандалить начал. А, как баба базарная. Ну и что? 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 Выписал ему штраф на пятьсот рублей с квитанции, как положено. Ну да? По протоколу. Все зафиксировано в журнале у нас. Ну а потом? Потом он квитанцию взял и уехал. Да-да-да, после этого нас на аварию вызвали, нам пришлось туда смотаться. Там мы долго оформлялись, там. Спасибо, вы нам помогли. Да, пожалуйста. Ну что, похоже, они не врут. И похоже, что у них алиби. Да. А что случилось? А? Злотникову выписали штраф, так? Ну, так. Судя по рассказам ДПСников, он мужчина педантичный. Ну да, если заставил выписать их квитанцию, то так. Значит, чтобы не нарываться на второй штраф, что нужно сделать? Помыть машину. Салон надо мыть? Нет, только вверх. В городе участились случаи угона дорогих иномарок. Но это не просто угоны, а нападения на… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Вера Андреевна. Помните, вы говорили, что участились случаи угонов машин? Выясните, пожалуйста, каких марок машины угоняли – это еще не все. И постарайтесь, насколько возможно, отследить маршруты этих машин до угона. Не пересекались ли они? Я сфотографировал обоих на телефон, пробьем по базе данных. А, я понял. Сувенир. Талисман. Мы считаем, что исчезновение Злотникова напрямую связано с тем, что в городе появилась банда угонщиков автомобилей. Марки «Лексус РХ». Именно такая машина была у Злотникова. Понятно. В городе появилась банда угонщиков «Лексусов». Ну, а поскольку Злотников ездил на «Лексусе», то, значит, его и убила эта банда. Да, хорошенький анализ. Я продолжу. Шульгина выяснила, что все пропавшие машины чаще всего следовали по маршруту, на котором находится круглосуточная автомойка. Угу. Именно в эту автомойку заехал Злотников помыть машину, когда поругался с ДПСниками. Ты извини меня. Тебе что-то еще? Романов выяснил, что один из работников автомойки, Громов, был дважды судим за разбой. Правда, по молодости. Ну и какой вывод-то, ну? Я считаю, что банда базируется на автомойке. Злотников заехал туда совершенно случайно. А у бандитов сработала обыкновенная жадность. К ним совершенно случайно заехала машина нужной им марки. Ты же знаешь, Володя, я не верю случайности. Извини, мне работать надо. Дети мои. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас забронировано? Данилова. Так, хорошо. Пройдемте. Вот ваш столик. Пожалуйста. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Прошу. Спасибо. Ну что, будем заказывать еду? Или будем ждать папу? Будем заказывать. Папу мы можем ждать долго. Салют. Не желаете оформить карточку постоянного клиента? Скидка двадцать процентов. С удовольствием. Как говорится, копейка рубль бережет. Тогда пройдемте со мной. Пожалуйста. Продолжение. Знаете, две копейки, два рубля. Про пятьдесят копейки я вообще молчу. Давайте, давайте. Здесь недалеко. Да, да. Все. Да. Ничего дела. А? Ну как, браток, живой? Стоять! Стоять! Ну, стоять, а! А-а-а! А-а-а! Где руководство? Где руководство? В подсобке сбоку вход. Ребят, работаем. Пакуйте это. Да, я думаю, уже можно. Тем более, в честь мамы. – Пожалуйста. – Спасибо. Приятного аппетита и с днём рождения! Спасибо. Мамочка, за тебя. За тебя. Что, просто сидели и ждали, когда к вам приедет очередной «Лексус»? Зачем ждать? Нам наводку давали на тачке. Ну да, гайцы тормозили нужные дорогие машины и скидывали адрес нам. Или прямо на мойку отправляли. Вот же уроды, а! Уведите их! А что, Глеб, очень удобно устроились. Сами руки не пачкали. Делали наводку. Для убийц. Слушай, Глеб, у меня руки чешутся. Давай возьмём их. Серёг, может завтра? Ну куда-нибудь днемся-то, а? Да нет, Глеб, могут учуять то, что мы взяли работников с мойки. Понимаешь, у Ваня сегодня день рождения. Мои все уже в ресторане, а я… Да. Товарищ подполковник, а разрешите мне поехать с майором на задержание? Да нельзя ему, молодой ещё. Слушай, они, тем более, не просто бандиты, ну… Чего ты мязники-то учишь? Что, я сам не понимаю, что ли? Ты, стажёр, остаёшься здесь, дежуришь по делу и не спать мне, понял? А ты чего сидишь? Поехали! Серёга, прибавь скорость. Чтоб наверняка… Так… Замечательно! Старший инспектор Гаврилов, ну что, сразу оформлять или заплатишь? Да, сразу, конечно. Лежать! Пристрелить бы тебе, огня еда. Мужик, ты чего? На пятнадцать лет вперёд! Здесь мы Злотникова прикопали. Только его? Сколько? На этой площадке четверо. Покажешь, ребятам не копать. Серёга, проследи. Да, Глеб Сергеевич, приступайте. Вот ведь у парня судьба какая. Если бы не на автомойке убили, так через день бы другие бандиты… Да. Судьба злая. Ну что? Пойдём домой. Ой, а вас ждут? Папа пришёл. Ой, извините. У меня там… Мам, мы тебя на улице подождём. Было вкусно. Я поздравляю тебя, Анечка. Спасибо. Мы здесь действительно вкусно готовят и посуду мыть не нужно. Пойдём домой. Ты извини. Пойдём домой. Хорошо, что пришёл. Ты Таньке позвонила? Таньке? Зачем он Танька? Каждый раз мы кого-то берём. Да была мужика сама недавно ушиста задницей крутила. Подфартила тебе, замуж удачно выскочила. За иностранного папика, что он тебе клуб купил. И где теперь он, твой папик? Ты всё сказала? Давай ещё. Когда я на тебя пахала, ты так не пела. Ты бухала, детка, а не пахала. Давай, садись в машину. Женечка, не увольняй, пожалуйста, я завяжу. Слушай, поезжай и проспись. Женечка, ну не увольняй! Бедная девочка. О, здравствуйте. Вы всё слышали? Да, признаться неожиданно. Как вы меня нашли? Я просто очень захотел увидеть вас ещё раз. А что, клуб открыт? Открыт. Шоу начинается только через час. Я бы зашёл. Если пройду фейс-контроль. Считайте, что уже прошли. Идём? О, добрый день. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Да, я хотел бы вот эту машинку на тест-драйве посмотреть. Никаких проблем. Мы прямо сейчас можем оформить документы, я позову инструктора. Не-не-не, я сам. Мне не нужен никакой инструктор. А если вы не доверяете своим клиентам, я могу и залог оставить. Дело в том, что у нас существуют определённые правила, впрочем, как и у всех. Вот наш управляющий, давайте спросим у него. Это исключено, Андрей Иванович. Вы же понимаете, что у нас продаются очень дорогие машины. Так что вы поедете либо с инструктором, либо со мной, либо вообще не поедете. Вы так всех клиентов растеряете. Ладно. Поедем с вами. Если по-другому никак. Прошу. Без машины. Быстро. Без машины. Прижмите. Давайте. Прижмите их. Стоять! Полиция! Руки за голову! Стоп! Работает! Работает! Так, следующий. Ну что, сработали. Сейчас начальству доложит, банда обезврежена, задание выполнено. Интересно, Сергеич, он из машины сейчас выйдет, нет? Или корона мешает? Здрасте вам. Нет, не выйдет. Пока-пока. Пришел, увидел и ушел. Не ушел, а уехал, Белов. Уехал. Поздравляю. Отличная работа. Как вы их вычислили, Владимир Александрович? Мой отдел проанализировал действия банды. Я выступил в роли московского заказчика. Заказал машину, которая на тот момент была только в одном автосалоне города. Ничего сложного. Аналитический отдел у нас, как всегда, на высоте. Благодарю вас. А с вашей группой проблема? В чем проблема-то? Бандиты взяты с поличным. Вы допустили стрельбу. А стрельба, я считаю, это ваша недоработка. А теперь послушайте меня. Это было необходимо. Глеб Сергеевич, не надо меня перебивать. И я напоминаю вам, вы начальник убойного отдела. Начальник. И ваша задача планировать операции, а не принимать в них непосредственное участие. Товарищ полковник, разрешите мне самому решать, принимать мне участие в операции или нет. Подполковник Данилов! Я вам пока просто рекомендую. Занимайтесь своим делом. Жду рапорты. Все свободны. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, что ты встал? Не быкуй, герой! Чего? Ничего! А здорово так начальство подкатило. Может, меня научишь, а? Я б тебя научил. Да ты не научишься. Поэтому тебе лучше всего молчать. Молчать? Ты слышал, что он сейчас мне говорил? Да тебе никто ничего сказать не может. Ты ж как глухой. Я зачем этот план оперативный разрабатывал? Чтоб стрельбы не было. Ты что устроил в городе? Посреди бела дня? Да иди ты со своим планом, знаешь куда. Можешь дорогу показать, а? Значит, ребята, никогда ствол не наставляли. И на твоих глазах не стреляли безоруженных людей. Кто на что учился? Мне мозги даны в отличие от тебя. Я ими работаю. Можешь дорогу? Значит так, в армию пойдешь, уму-разуму учиться, а то привык, что родители все тебе готовым дают. На, Афимочка, возьми наш кружок, а в ответ, что вы получили? Ты хоть представляешь, что будет, если журналисты узнают? Я должен по-хорошему с должности уйти. А мама что про армию говорит? Я ее слушать больше не буду. Это она тебя распустила. И больше ты от нас ни копейки не получишь. Хорошо, мне не надо. Мне от нас вообще ничего не надо. Фима, Фима, Фима! Сынок! Вообще tear it 정ить в convictions. Вот что, по-моему! Серега! Ау! Очередной оберег? Не-а, вот здесь потрешь, и все женщины твои. Угу. Смотри. Здравствуйте, Виктория. Вы ко мне? Нет. Сергей, вы идете обедать? Виктория Андреевна, вы идите, а я вас догоню. Ну вот это как? Не там трешь, Белов. Андрюх, поверь мне, Андрюх, тебе не надо, у тебя жена есть. А у тебя? Еще не выходил? Нет. У меня руки трясутся, когда он в таком состоянии. Да ладно, Вер, чего ты переживаешь? Чего он тебе сделает-то? Он будет, как обычно, на мне срываться, а на тебя нет. Угу. У меня, знаешь, вообще… Слушай, дай мне… Вера, Вера, ну что ты делаешь? Ну тряпку надо. Черт. Дай мне что-нибудь. На, держи. На-на-на-на, вот-вот-вот-вот. А, Володь, слушай, скажи, пожалуйста, когда у нас в отделе появится новый компьютерщик? Невозможно, все виснет. Когда… А? Когда отдел кадров найдет вменяемого. Понятно, значит, это никогда. Извините. Алло. Да, мама. Мам, я сейчас не могу говорить. Нет. Не покупай кошку. Нет. Миша, ты меня сбил. Вера Андреевна, ну приберите вы здесь. Что я хотел сказать? Ну да, конечно, Глеб Сергеевич. Сделай Карпенко приятное. Он ведь только этого и добивается. Ну, считай, что добился. Когда мы начинали, у нас по городу всего девятнадцати перов было. Зато каких? А сейчас… Ну, спасибо, Глеб Сергеевич. Бью челом, товарищ подполковник. Умеешь народ порадовать. Нет, я не о вас. Ну да, конечно. Богатыри-то не мы. Богатыри не вы. У Лермонтова написано, богатыри не вы. Так, Цветков, ты в архиве по делу Мухина был? Нет еще, товарищ подполковник. Да какого ж? Я тебя еще вчера туда посылал. Я понял. Подполковник Данилов. Да. Да. Понял. Выезжаем. Поехали. В Невском районе обед сын заместителя главы администрации. О! Явились, не запылились. Сейчас начнется разбор полета. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравия, докладываю. А что докладывать? Парень убит, огнестрел. Отец его в машине сидит, чуть живой. Что получается, киллер метил в отца, а попал в сына, что ли? Или попал в кого он метил? Откуда стреляли, Леша? Вот с того чердака. Там сейчас эксперты наши работают. Андрей, Сергей, давайте. Угу. Привет специалистам. И вам того же? Ну? Нарыли что-нибудь? Да ничего особо. Так, ворсинки от камуфляжа на Лешке. ХБшка. Ну и следы от армейских ботинок. Оружие сбросил? Нет. Судя по размеру обуви, рост стрелявшего выше среднего. С учетом расстояния от колена до ступни, рост у него где-то метр девяносто. Ничего себе колонча. Ну да, не карлик. Белов, какая-то глупость получается. Следов куча, оружие с собой унес. Убил не того, в кого метил. Не киллер, а детский сад какой-то. Да. Андрюш, ты зачем фильтр куришь? Тьфу ты, черт. Парни, вы бы не топтались здесь, а? Да ладно. Не-не. Мы аккуратно. Знаю я ваше аккуратно. Да правда. ГОВОРИТ ВЛАЕСЕ ФАЛЬСКУ – Алло, Миш, я тебя потерял. – Никак нет. Владимир Александрович, меня что, одному свидетелей опрашивают? Я на месте, Владимир Александрович. На каком ты месте? Куда ты пропал-то? О, работу. – Где ты работаешь? – О, ну… В кафе «Барвинок» сидим. Барвинок. Скоро подойду. Что, сырой начальник, да? – Да. – Ладно. Мишка, давай за встречу. Давно не виделись. С тех пор, как ты к аналитикам примкнул, на землю и носу не кажешь. Да брось ты. Просто с тобой не пересекались. А так я на земле не реже, чем прежде бываю. Что значит, не забыл оперативное прошлое? Привет. Товарищ подполковник, осторожней, Владимир Александрович, за веревочки не зацепитесь? Я постараюсь. Ну, что, все затоптали тут? Да нет, ну что вы, мы тут дышим, стоять боимся. Не смешно, капитан Белов? Виноват. В следующий раз будет смешнее. Да, слушаю вас. Вера Андреевна, будьте добры, выясните, какая погода была вчера и сегодня с утра. И, главное, ветер. Направление, сила ветра, подробное сообщение мне отправьте. Ну что, товарищ подполковник, нашли, что искали? Да, нашел. Разрешите сигаретку. Я же только прикурил. Спуститесь, пожалуйста, вниз и соберите окурки. Что, все, что ли? Ну, зачем все? Северо-западный, не менялся. Только те окурки, которые будут лежать рядом с вашими. Они мне нужны для анализа ДНК. Анализ ДНК нужен для того, чтобы мне продолжать. Нет, зачем? Дальше мы сами. Труба. Че это было? Знак свыше «Курить» бросайте, Андрей Иванович. Да ну тебе. Слушай, давай грузи мне всю информацию, которую знаешь. про этих Кольцовых. Че рассказывай? И так все все знают. Ну, замглавы. Давай лучше еще по одной. Слышь, ты дурака-то мне не включай. Я тебя о младшем спрашиваю. Куда ты палил-то, а? Черт. Миша, я же не участковый, чтобы всех знать в районе. Парень как парень. Ни в чем криминальном не замечу. А че нервничаешь тогда? А? Работа у нас такая, нервная. Здравствуйте. Ваш хозяин вчера домой приезжал? Ну да. Днем и вечером еще. А сегодня, когда приехали, кто первый из машины вышел? Все по инструкции. Сначала я, потом Григорий Максимович, потом сын. Понятно. Григорий Максимович, как вы думаете, кому была выгодна ваша смерть? Не знаю. Это важно. Это вернет мне сына. Я понимаю. Но под угрозой еще и ваша жизнь. У вас есть дети? Да. Двое. Я знаю, что вам сейчас очень тяжело. Но. Расскажите мне о вашем сыне. Господи, не могу поверить, что он лежит там. Мальчик мой. Слушай, Лех, сам понимаешь, начальство, а? Сейчас, одна пара минут, хорошо? Давай-давай-давай-давай-давай. Ну что? Значит так, выводы такие, либо младший кольцо Фома заплатил, либо отец, как-то так. Очень может быть. Я думаю, что заказали именно сына. Интересно, откуда такая информация? Сегодня, когда подъехала машина, первым вышел Кольцов старший, а потом уже сын. Так что снайпер не промахнулся, а стрелял именно в сына. Интересно. Интересно, что скрывает наш Леша. Мужики, мне работать надо. Да? Угу. Что у тебя есть на Кольцово младшего? Да чего вы ко мне прицепились? Вон его отец. В скорости сидит его, спрашивайте. Да, Леха, расслабься. Давай, подружбу нам расскажи, за что ты взятку у него взял? Ага. Ты что, Миша? Брели что ли? Значит, давай так. Ты нам сейчас все рассказываешь, пока Кольцов старший тебя не опередил. И уже будет поздно. Вы знаете, он маленький, хороший был. Только в последний год с ним случилось что-то. Три дня назад Фима с друзьями отдыхали в клубе. А когда они поехали домой, подвезли девушку. Однокурсницу. И что произошло? Марин, поехали с нами, а? Я не знаю. Не трубайте мне, пожалуйста. Не трубайте. Но ко мне пришел местный опер. И сказал, что она написала заявление, якобы ее изнасиловали. Какая-то красота, что так... Игдите меня! Но он его пока не зарегистрировал и просил денег. Я дал. Какой еще опер? Да вот тут сегодня ходил такой. Шевалов. Потом я поехал к этой девушке, Марине. Предложил ей денег, чтобы она забыла про нас. Но она сначала отказывалась. Кто же от шестисот тысяч отказывается? В итоге взяла. Я сейчас. Так, этот, вон тот еще. Где Шевалов? В кафе с аналитиками отдыхает. У вас что, субботники что ли? Да вот собираем. Чинарики, хабарики. Этот заставил для анализа ДНК. Ну и много собрали? Штук девять одной марки. Надеюсь, их киллер курил, а не дворник какой-нибудь. Значит, он часа два как минимум на крыше ждал. Так где кафе? Да вот оно. Так что его сынок еще тот оказался. А, ну иди сюда. Ты почему заявление об изнасиловании не принял? И денег требуешь, а? А чего? Я просто разобраться хотел. Сегодня же рапорт подашь, понял? Ну да, можно подумать, во вглавке все честные. Сергеич, ну не заводись, не марай руки. Да, чего? Та самая? Твою мать. Еду. Девчонка эта, ну та, которую изнасиловали, из окна выбросилась. Твою мать. Кто они? А? Если вякнешь, что тебя кто-то бил, я лично к тебе приеду и добавлю. Но только после этого ты уже ходить не сможешь. Понял? Тебе Карпенко сказал, не лезь на рожу. Допрыгаешься? Тебя забыл спросить. Сам знаешь, что мне делать, а что нет. Хочешь, иди расскажи Карпенко. Рот закрой. Марин! Марина, молодой человек! Стойте! Так, уважаемый, успокойся. Возьмите себя в руку. Вы знакомы? Это Марина. Тебя как зовут? Слава. Слава, пойдем поговорить надо. Пойдем, Слава, пойдем. Слава, пойдем. Слава, пойдем. Я не смогу с этим жить. Справедливости искать бесполезно. Все решают деньги. Мама, прости меня, зря я забрала заявление, но их все равно накажут. Даже если я этого не увижу. Кольцов, Оселков и Сверидов – подонки. Таких надо убивать. И скоро это случится. Глеб Сергеевич, может быть, это совпадение? Совпадение. Я помню, в семьдесят восьмом году… Глеб Сергеевич, вот молодой человек, который хорошо был знаком с погибшей. Я во всем виноват. Слава, давай успокоимся. Присядь. Присядь, пожалуйста. Давай сорганизуемся. Вот Глеб Сергеевич. И ему все по порядку. Давай, Слава. Я… Я ее обидел. Я просто… не смог ей помочь. Слава, как мне теперь жить? Что мне делать, а? Она просила… А ее изнасиловали. Я чем могу тебе помочь? Марин, я пойду. Не знаю, как с тобой буду после этого общаться. А… меня переклинило как-то. И я… просто… мы поссорились, я встал и ушел. Адреса Силкова и Сверидова. Срочно. Есть. Ну, девчонка, дает. Никак действительно киллера наняла. Похоже на то. Видишь, Лешку на чердаке сделал. Второго убить должен, Осилкова. Короче, ты туда? Я здесь. Угу. Стоять. Привет. Руки вверх. Руки вверх. Сумку. Брось. Сумку. Брось. Сумку. Брось. Сумку. Брось. Тихо, 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 тихо. Бросай, говорят. Бросаю. Ты в порядке? В порядке. Ну, а чего сидим? Побежали. Извини, Серега. Серега, вон он! Ну, чего? Балако, поздравляю, Мазила. Прости, господи. Ну, чего? Кажется, плечо попал. Белон, он, кажется, ушел. За мной. Алло, дежурный, это Савельев. Передача по дуглям Калининского района. Пусть задержит порт фокус серебристого цвета. Да, в салоне вооруженный преступник. Давайте быстрее. Здравия, дежурный. Вот эта машинка. Ага. А барышня-то видела, куда его пассажир сбежал? Да какое там, шок у нее. Понятно. Андрюха, иди поговори с ней. Ага. Да. Пойдем. Алло, дежурный, это Савельев. Давай нам три-четыре машины ППС с экипажами. Нужно лес прочесать. Здравствуйте, девушка. Красивая. Здравствуйте. А вы кто? Андрей. Капитан Белов. А вас как зовут? Катя. Очень приятно, Катерина. Мы можем с вами поговорить? Мне нужно кое-что узнать. Да, конечно. Если вы про этого мужика, то я его хорошо запомнила и смогу его описать. А куда же он делся-то? Он в лес убежал. А еще он мне угрожал. Сказал, что если я вам про него расскажу, он меня убьет. Не волнуйтесь. Пока я рядом, с вами ничего не произойдет. Ну что с девушкой? Рыдает в машине ППС? Скорее всего, он попытается ее убрать. Рисковать мы не будем. Андрей, ты берешь Осилкова, Сверидова и девушку водителя. И везешь ко мне на дачу. Так, может лучше на конспиративную квартиру? Или в КПЗ. А сколько бумаг для этого надо написать? Ну да. Я знаю, что я делаю. Езжайте на дачу. Ключи на старом месте. Есть. Вот этот дом. Давайте уходим. Да, местечко-то не ась. По приличии ничего не могли найти. Извините, мест в пятизвездочном отеле не было. Значит так, сидеть тихо, не шуметь, на улицу не выходить. А что это, надолго все? Я не судья, не знаю, сколько вам дадут. Вы сначала докажите, а потом угрожайте, ладно? Я не угрожаю, я вообще могу охрану снять. Будете, как ваш друг Фима, в морге на столе лежать. Да это не мы ее, это Фима. Конечно, Фима. Короче, сидите тихо, ясно? Да. Если девчонку тронете, накажу. Да поняли, мы все поняли. Илья, ты за старшего Сергеевич приказал. С дома глаз не спускать. Если что-то не так, сразу сообщай. Периметр смотри. И не туси с ними. Понятно? Будь здоров. Вечером смена приедет. У дома Фасилкова и Сверидова усилены патрули. Он придет, а мы его ждем. Вопрос, когда? А если он залежет на дно? Заказчика, вернее, заказчицы в живых нет? Но киллер-то об этом не знает. Я думаю, что не сегодня, а завтра обязательно туда заявится. Думаете? Да, я так думаю. Это хорошо, что думаете. Иногда это полезно. Юрий Юрьевич, я бы хотел съездить на то место, где киллер сел в машину. Посмотрю, может найду что-то. Вот это правильно. Поезжайте. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда киллер соизволит заявиться. Свободны. Акция,ειςя Мортиби Акция… Продолжение следует... Добрый день. Это ваша камера? Да, а чего? Мне нужно посмотреть все записи за вчерашний день. Да, проходите. Интересно, долго мы еще в этой дыре сидеть будем? Ты, конечно, как хочешь, можешь ехать домой. А я здесь посижу. Ты петь будешь? Нет. А мы вот выпьем. Будешь? Ребят, здесь очень холодно. Может быть, вы печку затопите? А дрова я видела во дворе. Растопим, растопим. А ты с нами выпьешь. Хорошо? Хорошо. Не лезь к ней. Ну что? Ничего. Два километра вглубь прошли. Никаких следов. Как по воздуху ушел. Да нет, не может быть. Ну я же его в плечо ранил. Ну, ребят, ну поищите, посмотрите. Ну что-то должно быть? Какие-то следы. Есть. Спасибо. Есть. О, аналитический отдел. Сейчас начнется беспредел. Добрый день, товарищ подполковник. Что-то мы в последнее время часто в поле с вами пересекаться стали. Что мы с вами, простите, в поле стали? Я говорю, пересекаться часто стали. Удивительно, да? Ну, а, вы же с нами работаете над одним делом. А, мы с вами... А, это юмор такой, я понял. Это сарказм. Где ее машина стояла? Да вот здесь нашли. Номер скажи мне. Сейчас, секунду. Записывайте. Я запоминаю, хорошо. К-455-К, 178-й регион. Давай. Пошли посмотрим. Вставай, пошли. К-455-К, 178-й регион. Сергей, вызови водолазов. Пускай обследуют дно. Я извиняюсь. А что ищем? Ты не поверишь. Труп. Да ладно. Что такое? Та же марка. Ты смотри. Интересно, как... Данилов, это я. Куда ты этих пацанов делаешь? На какой даче? На твоей? Быстро туда, если они еще живы. Мне некогда тебе объяснять. Чак Норрис. Че ты так рыбает? Ну, просто жесть какая-то. Ох. Че ты хотел? Всю ночь не спали. На нервике. Ну, конечно, поспите, мальчики. КОНЕЦ 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 Здравия желаю. Цветков, почему телефон выключен? Так тут связь такая, товарищ подполковник. Вам мне не знать. Что в доме? Да тихо, и вокруг все тихо. Ух! Ух! Так тут серьезно. Че-е-е-е-е-е! Ух! Ух, отеля вяки! Ух, он ух! 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 Давай-давай-давай, подтаскивай, ага, ну что, пойдем, аккуратней, вот так, здоровый мужик, да, ну вот. У тебя была хорошая школа, снайперская школа в горячих точках, поэтому на гражданке ты быстро нашла себе занятие. Я думаю, ты связывалась с заказчиком, а всю работу выполнял твой напарник. Шестьсот тысяч, полученные от Кольцова старшего, жертва изнасилования потратила, чтобы нанять тебя. На месте убийства Кольцова мы обнаружили окурки, взяли анализ ДНК и сравнили с нашей базой данных. Кольцова убил твой сослуживец Константин Мохов. Ну а я здесь при чем? А ты убрала его, когда поняла, что он засветился. Мы нашли тело в пруду. Я согласилась только потому, что эти парни такое с девчонок сотворили. Ну это ты как хочешь. Пиши. Товарищ подполковник, задержанное доставлено. На этот раз без происшествий. Молодец, сынок. Можешь курить, не затягивайся. Мужики, вы вроде собираете. Решил вам помочь. Светков, это юмор или сатира? Разрешите. На первый раз прощаем. Ты что, вообще офонарил что ли? Мужики, вы что, обиделись что ли? Вы что, серьезно обиделись? Я приехал к лесополосе. Киллер на тот момент был уже ранен. То есть, должны были быть следы крови. Но следов крови не было. Значит и киллера там не было. То есть, она либо его высадила… Либо убила. Совершенно верно. И ее я вычислил очень просто. Я приехал к дому Оселкова, забрал записи с камер видеонаблюдения, просмотрел их. Оказалось, что она не просто проезжала мимо, а ждала в тупике. Остальное было уже делом техники. Ну что ж, поздравляю, Владимир Александрович. Отличная работа. Здравствуйте. Не помешал? Я не вызывал вас, Глеб Сергеевич, но раз уж вы пришли, скажите, какого черта вы потащили всех на свою дачу? У меня не было времени для согласования. Решать надо было быстро. А вы знаете, что за такую самодеятельность рапорт пишут на увольнение? А я вас еще в прошлый раз услышал. Вот. Это что? Рапорт об увольнении. Можете посмотреть это колечко 750-й пробы? Ну? Ну что, Сереж, подписал тебе шеф заявление? Подписал. Все, ухожу. Ты же знаешь, охранник не мое. Это все не от хорошей жизни. Всем лежать! На пол! На пол! Деньги! Деньги! Быстро! Пакет! Деньги! Быстро! Деньги! 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 Предыдущие компьютерные гении вылетали от нас в первый же рабочий день. Это почему же? Увидите нашего шефа, все поймете. Миша, да ладно тебе, преувеличивайся. Просто Торыгин очень требователен к своим сотрудникам. Ой, вот вы знаете, у меня тут эти окошки, вот они вот… Я посмотрю. Ой, что ж у вас столько вещей-то понабросано на клавиатуре. Они ведь зажимают клавиши и задают компьютеру такие задачи, с которыми он справится в совершенно несостоянии. И потом у вас только окон открыто. Я бы вам посоветовал почаще перезагружать компьютер и делать дефрагментацию диска. Он это очень любит. Владимир Александрович, молодой человек, который меня сейчас отчитывает, наш новый компьютерщик Алексей Маслов. Здрасте. Здравия желаю. Господин подполковник, я вижу, у вас в институте не было военной кафедры. Ну почему ж? Была. Прошла мимо вас. А вы так не похожи на среднестатистического компьютерщика. Что, одет прилично и глаза не красные? Так вы тоже не очень похожи на ботаника-аналитика. Миша. Да. На лахте ограбили ювелирный магазин, труп огнестрел. Собирайся поедем. Понял. Да, Леша, такими темпами долго вы у нас не задержитесь. Значит, пока меня нет, почистите компьютер от вирусов, а потом, потом решим, что с вами делать. Мария, может приметы какие-то? Хромал, заикался. Высокий, метр с кепкой, татуировки, может быть, какие-нибудь. Я не знаю. Так все быстро произошло. Я работала, а Сергей тут стоял. И тут сразу все так это случилось. А Сергей, он пытался пистолет вытащить. И не успел. Ясно. И еще грабитель знал то, что у нас выручка очень хорошая. Деньги, быстро! Да там нет денег! Я ставлю денег! Ну, что медики? Медики сказали, что… Ну, короче, охраннику сразу кирдык настал. А что я такого сказал? Слушайте, Светьков, иди кофе принеси нам. Андрюк, либо у грабителя здесь сообщник, либо он сам отслеживал, когда приезжают и забирают деньги. Я думаю, что сообщник, но я бы с таким отморозком дела не имел. Почему? Андрюк стрелял отсюда, а оттуда ехала машина, и все в молоко. Не зацепил никого? Ну, с цукером. Илья, нормально. А пожрать? Ну, если закрыто там. В открытом магазине любой дурак может купить. Спасибо, Светьков. Подержи. Пилот! Пилот! Ты ж вроде не куришь. Так дай мне, что ли. Сергеич, ты ж тоже вроде не куришь. Так вот вчера закурил. Мужики, ну не смотрите вы на меня так. Да мы тут услышали, Карпенко подписал твой рапорт об уходе. Может, зайдешь, поговоришь с ним? Я ни перед кем на брюхе ползать не собираюсь. Подписал рапорт, и слава богу, плакать не знаю. Вместе с медкомиссией, по врачам поболтаюсь, и все, свободен. Вот. Вот оружие преступления. Ну что? 6П-42. Такие модели прекратили выпускать в девяносто шестом. Ствол заменен. Возвратный пружинный затвор. Классика жанра. Так. А, вот это интересно. Что там? Вот смотри, в нижней части затвора так называемая борода. А ее в оригинале не было. Значит, это сделал мастер. А зовут этого мастера Петр Лунев. Так что давайте. Работайте. Борода. Можно тебя на секундочку? Да. Я не знаю, какую ты игру ведешь, но мне плевать на то, что тебя прикрывает Карпенко. Я работаю последние месяцы, мне терять нечего. Но если ты еще раз подставишь моих ребят, я и забью в кровь твою самодовольную рожу. Чего ты лыбишься? И что это с ним случившее? А? Ты чего дома не ночевал, Миша? Кто? Я? А что ночевал? Тебе просто переодеваться надоело? Я тут очень важную информацию, между прочим, узнал. Так. Вот у этой сотрудницы, у Марии Копыловой, был роман с убитым охранником. Который незадолго до этого успел подать бумагу на увольнение. Но она не сказала, по какой причине он это сделал. То есть ты считаешь, что он перед увольнением решил обнести магазин, в котором работает, и пошел на сговор с грабителем? Ну… Исключено. Ну почему исключено? Ты часы его видел? Видел. Часы новые, недавно куплены. Ремешок изнутри еще не за нужен. Такие часы стоят где-то около двухсот тысяч рублей. А сколько было украдено из сейфа? Шестьсот пятьдесят тысяч и пятнадцать тысяч из кассы. Где-то так. Давай подумаем, зачем человеку, который носит часы за двести тысяч рублей, грабить магазин? Ну, может быть, он взял эти часы в кредит и… И попросил кого-то помочь ему. Но это смешно. И еще, пистолет его ты видел? Да. Снят с предохранителя, значит собирался стрелять. А разве так встречают? Сообщников, Володя, я согласен, так и встречают. Вот позвонишь Ульгиной, пускай она поедет ко вдове убитого и побеседует с ней. Хорошо. Подожди, почему ко вдове? Он что, был женат? Подожди, кольца на пальце не было. Как ты узнал? Миша, ты тормозишь. Тебе очень вредно не ночевать дома. Я посмотрел его паспорт, который лежит во внутреннем кармане. Значит, Ульгина пускай узнает, во-первых, откуда у него столько денег. Раз. Да. И знала ли его жена о том, что муж ей изменяет? Все будет сделано? Замок. Вот здесь, может быть? Кто? Дело есть. Что надо? Слышь, нам из одной штуки надо сделать другую штуку. Нам тебя порекомендовали. Я понял. Материал с собой? Конечно, с собой. Добрый день еще раз. Здрасте. А сколько будет стоить? От двухсот. Деньги с собой есть? Деньги есть. Андрюш, давай деньги. Ага. Давай. Куда? Тихо, тихо, тихо. Э-э-э, не надо, не надо. Я расскажу. Что ж так громко-то, капитан Гилов? Человек вспомнил, сейчас все расскажет. Помню я этот пистолет. Таких лет десять уже не выпускают. Там переделать-то полдня работы. Почти копия Макарова. И еще вспомни, пожалуйста, как выглядел клиент. Лицо не помню. Ну, я прям не знаю, ну. Эй, парень приходил. Обычный такой парень. Росту среднего. Волосы темные. Как представился? А мне его имя без надобности не родственник. А как давно приходил? Как давно? Три месяца назад. Ты ничего не путаешь? Нет, я тогда подшился как раз. Так что хорошо запомнил. Молодец какой. Видишь, Белов? Человек подшился. Пример для подражания. Ты не изви, начальник. Мне так-то недолго осталось. Полею я. Врачи сказали, год-полтора. Потому и подшился, что пожить еще хочется. Ну что, в КПЗ повезете? Да подожди, из КПЗ. Скажи, как часто тебе такие заказы поступают? Бывает. Ну, вот как еще будут? Непосредственно. Сразу мне звонят. Хорошо? Ты стучать мне предлагаешь? Я нет. Нет, ну что ты? Нет. Сдохнешь в своей постельке, когда там тебе назначены. А если нет, оформив вторую ходочку. Бывай. Наш клиент, тормозни. Ты это видел? Андрюха, завязывай уже. Серега, ну опять в молоко, а? Пошли. Слушай, сейчас повезет. Дай полтинник. Ну, пожалуйста, дай полтинник. У меня сто. Давай сотку, я отдам. Последний раз. Дайте два. И больше ему билетов не давайте. Ну, мне-то один-то давай. Да ну, что ж такое-то, а? Ну, не может ведь такого быть, чтобы все время человеку не везло. Ведь я же немного прошу, хотя бы один раз, чтобы почувствовать вот этот вот упоительный вкус победы. Упоительный вкус победы, да. Поздравляю, вы выиграли пять тысяч. Спасибо. Тихо-тихо. Пожалуйста, возьмите. Бери, Белов. Вы аферисты. Соку отдам. Хорошо. Всего доброго. И вам. Спасибо. Ирина, какие отношения у вас были с вашим мужем? Нормальные. Правда, после того, как его фирма обанкротилась, он, знаете, как-то отдалился от меня. Да? А какая фирма? По продаже бытовой техники. Они с другом Кириллом Самохиным организовали. Сначала все хорошо было, деньги появились, а потом у них какой-то склад сгорел и… Скажите, а на этой фотографии кто с вашим мужем? А это как раз Кирилл. Он тоже работу нашел, но они с Сережей мало общались. У каждого свои дела. Да Лунев-то у нас теперь на крючке и будет сообщать нам по каждому клиенту. Сергеич, ты все-таки скажи, над твоим увольнением Старыгин постарался? Да. Понял, выезжаем. Машина грабителей нашлась. Так что, Серега, забирай Белова из буфета и давайте-ка на выезд. А ты иди домой. Ну… Вы знаете, на руке у Сергея очень дорогие часы. Откуда они у него? Он сказал, премию дали на работе. Ирина, вы меня простите, я просто вынуждена задать вам этот вопрос. Вопрос. Ваш муж вам изменял? Мне кажется, что да. Да, Аркаш, чтоб не забыла. Первое издание блока с иллюстрациями Аненкова берем. Ну, не раритет, конечно. Но ты ж знаешь, я эти вещи люблю. Слушай, у меня кто-то на второй линии. Перезвоню, целую. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Привет, Маргош. Ну, говори, чего молчишь? Молчаливый ты мой. Марго, а я рапорт на увольнение написал. О, как. Сам написал или попросили? Если я сейчас тебе заеду, не выгонишь? Ну, куда от тебя деться? Давай, заходи. Слушай, у меня сейчас вторая линия, я тебя жду. Давай. Пока. Здравствуй, Гриша. Чем порадуешь? Ну, смотря что для тебя радость. Парень наркоман со стажем, на руках живого места нет. Есть подозрение, что он откинулся еще до того, как встретился с остановкой. Наркоман? Теперь понятно, откуда беспредел. Во всех стрелял, а ни в кого не попал. Ну, да. Ну, наверное, отметить хотел. С дозой тоже перепромазал. А, еще. Что еще? Вот, багажники нашли. Ладно, пойду работать. Вот и нашлось. Поздравляю. Дело раскрыто. Ну что, порадуем Глеба Сергеевича? А как думаешь, дадут ему уйти? Или, может быть, все обойдется? Неужели Карпенко такой дурак? Ой, Андрюша, кабы знал, доведал, всего бы отведал. Ну, привет. 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 Это тебе. Спасибо. Сам составлял? Да. Видно. Давай, заходи. Данилов, можно мне задать тебе очень серьезный вопрос? Да. Откуда ты берешь вот это великолепие? В магазине. Я тебя очень прошу, не покупай больше. Я же это не ем, ну ты же знаешь, ни при какой погоде. А раньше любила. Помнишь, в институте? На праздник покупали их. Слушай, а вот это сейчас некорректно. Некорректно напоминать мне о моем возрасте. И я тебя еще очень прошу, пожалуйста, вот в следующий раз, ну не покупай ты мне вот эту сладкую водичку. Так это шампанское. Шампанское покупаю только во Франции. И то не везде. И стоит эта шампанское две твоих зарплаты. Плюс премия. А что ты тогда пить будешь? Чего я буду пить? Водку. Нашу русскую водку. Давай, наливай. Маргоша, будешь в институте, а? Слушай, у нас сегодня вечер распоминаний, да? Да нет. Чего нет? Просто весело было. Помнишь, как в колхозе? Напили с дешевого портвейна и на раздевание в карты играли. А потом… Что потом? Что потом? Ты что, не помнишь? Да успокойся. Обиделся. Помню. Давай лучше расскажи, как тебе угораздило заявление об уходе написать? А, как тугораздило с начальством поругался. Маргоша, давай выпьем для начала. Ну, давай, только ты потом закусывай. Закусывай. Угу. Закусывай. О, приехал. И чего ему не спится? Мы уже все раскрыли. И этого все время с собой возят. Серега, не заводись. Добрый вечер. Здравствуйте. Товарищ подполковник, извини, пожалуйста. На секундочку, можно? Что такое, майор? Вы в своем уме? Что себе позволяет? Тихо, тихо, тихо. Тебя никто не трогает. Подожди, Белов. Я знаю, это вы спровоцировали Данилова. Да почему на «вы»-то? Это ты заставил принести его рапорт, правильно? Почему на «ты» и что это за «то»? Вы что, тоже хотите вслед за Даниловым положить рапорт на стол? Идите, подумайте о своем поведении. И потом объясните мне, что это было. Пойдем, Серега. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, братишка. Пойдем. Что происходит вообще? Садись в машину. Знаешь что, ты не переживай. Если что, ты пойдешь работать ко мне, начальником службы безопасности. Не, не пойду. Что там у тебя делать? Следить за тем, чтобы твою антикварную мебель девятнадцатого века из твоего магазина никто не утащил и не испортил? Не. Ну, как хочешь. Понимаешь, мне еще медкомиссию пройти надо. И все, на пенсию. Ну, в конце концов, хоть время свободное появится. Вот что ты себе обманываешь, а, Данилов? Не сможешь ты без своей работы, не сможешь. Вот тебе мой совет. Иди к начальнику, изобрази и раскаяния, и все будет окей. Понял? Вот давай за этой выпьем. Давай. Трупы не так давно забрали, словом, без вас не стали досматривать. Можно фонарик? Пожалуйста. Спасибо. Ну, что тело увезли, нас не дождались. Ну, как обычно. Мы, считай, убогий аналитический отдел. Так. Что у нас тут? О, посмотри-ка. Ага. Так. А ну-ка сюда посвети, Миша. Так, подожди. Пакетик есть у тебя? Пакетик есть. Сейчас дам. Держи. Не жалеешь, что из оперов-то ушел? Ты знаешь, нет. Маргош, а можно я закурю? Ты же бросил. Бросишь тут. Ну, ладно. Вон пепельница, иди кури. Так. Ты с кем живешь, Марго? Ревнуешь? Не ревнуй. Ни с кем не живу. Ты же знаешь меня. Я одиночка. Врешь. Слушай, какая тебе разница, а? Ну, ты спросил, я ответила. Да мне большая разница, ты знаешь. А помнишь, как на третьем курсе… Я помню, как я к Старыгину в больницу ездила. Да. Я с работы выхожу. Да я все время на работе. Что? Да нормально у меня голос. Все, через полчаса буду. Голодный? У меня борщ готов. Ну? Да нет, спасибо, я не хочу. А чего это? Ты на работе поел? Да, на работе. Глеб, а что такое от тебя куревом пахнет? Глеб, ты семь лет не курил. Ну, я не маленький. Слушай, а что это у нас… Тихо, а где дети? Так, а чего? Маринка у соседки сидит, Витюшка спит уже. Оленья. Ну, сколько раз тебе можно говорить, что водку нужно держать в морозилке? Так, Глебушка, у тебя же горло. А кто тебе сказал, что от водки может болеть горло? Кто? Кто? Гриша, привет. Что можешь сказать по вчерашнему трубу? Привет, Владимир Александрович, присаживайся. Да мне как-то неуютно у тебя рассиживаться. Ну, как хочешь. Слушай, я не закончил просто. Ну, правда, на душой стоишь. Ну, я буду стоять, Гриша, буду. И вот, что скажи мне еще. Ничего лишнего в крови этого наркомана не обнаружено. Ага, значит, ты знал. Так, зачем я тут вообще сижу, а? Слушай, ну, поначалу думал, что у парня передоз классический. А, оказалось. В общем, я сделал химию. Остановка сердца у нашего клиента произошла не от передозировки. Ему в героин подмешали один препаратик растительного происхождения, который вызывает остановку сердца. Заканчивай быстрее, мне заключение нужно. С тебя причитается? Гриша, в две тысячи одиннадцатом, две тысячи двенадцатом годах в Китае за получение взяток были наказаны три тысячи пятьсот семьдесят восемь кадровых работников. Ну, мы же не в Китае. Мария, расскажите мне, как долго у вас были отношения с господином Ермаковым? Сережа, у меня отношения были только рабочие, никаких других. Понятно. Вы знаете, очень красивый кулон. Если я правильно понимаю, ваше отношение нельзя было назвать просто служебным романом, да? Маша, если вы не будете со мной разговаривать, нам придется всерьез прорабатывать версию о вашей причастности к ограблению ювелирного магазина и причастности к смерти вашего друга. Он мне предложение сделал. Мы пожениться собирались, а через три дня его убили. Но вы знали о том, что он женат? Да, знала. Он собирался разводиться. Он разлюбил ее. Понятно. Маша, у меня к вам последний вопрос. Может быть, вы знаете, откуда у Сергея незадолго до смерти могли появиться крупные суммы денег? Маша, вы понимаете, что этот прекрасный кулон, который он вам подарил, невозможно было купить на зарплату охранника? У Сережи умер дядя полгода назад. И оставил ему достаточно большое наследство. Интересно. Это уже мотив. Глеб Сергеевич. Здравия желаю. Что с ограблением? Я думаю, что дело можно закрывать. Преступник найден. Купюра соответствует украденным. Очень хорошо. Юрий Юрьевич. Парня этого наркомана убили. Так что дело закрывать нельзя. Вы что? Специально, Владимир Александрович. А что если он сам купил? Прошок с примесью и окачурился? Вряд ли. Давайте разбираться. Давайте. Мне кто-нибудь русским языком объяснит, зачем это надо? Если у наркомана был сообществен, то почему он не взял деньги? А это 650 тысяч. Вот это нам предстоит выяснить. Шульгина съездила ко вдове, побеседовала с ней. Вере Андреевне показалось, что вдова не сильно убивается по поводу смерти мужа. Поэтому я считаю, что нам предстоит заново проверить все связи охранника и грабителя Митрофанова. Да почему? Потому что вере Андреевне показалось. Я устал от ваших споров. Скоро отдохнете. Глеб Сергеевич, подключайте ваших людей. Есть. Есть. Жду результат. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы мне звонили по поводу Сергея? Да, капитан Белов. Извините, я немного опоздал. Ничего. Мы здесь будем разговаривать? Слушайте, у меня ремонт. Давайте здесь. Мы можем сесть в машину, если хотите. Да нет, не надо. Ермаков был вашим другом. Да. И у вас с ним был совместный бизнес. Да, но это давно было, мы же банкротились. Скажите, а он мог с кем-то поссориться, кому-то дорогу перейти на фоне бизнеса? Ну, я сейчас так уж не вспомню. Да мы в последнее время как-то мало общались. Он мне не звонил, я ему не навязывался. Ну, в общем, как-то так. В последнее время, значит, вы мало общались? Да, но он не перестал быть от этого мне другом. А любовница у него появилась до того, как вы перестали общаться или после? Слушайте, какой-то отморозок убил моего друга, а вы выясняете, кто с кем спал? Слушайте, Кирилл, это моя работа, я задаю вопросы. Если вы не хотите отвечать, я вышлю вам повестку. Простой вопрос. Любовница у Ермакова появилась до того, как вы перестали общаться или после? Ну, Ира мне говорила, что он ее разлюбил. Я этому не верил. Все. Есть у вас еще вопросы? Больше вопросов нет. Всего доброго. До свидания. Сейчас я вам покажу одну хитрую комбинацию горячих клавиш. На все случаи жизни. Запомнили? Да. И потом, Вера Андреевна, ну, зря вы ползаете по этим сайтам, интересные знакомства точка ру. Там столько вирусов, я, конечно, почистил, но на будущее не советую. Вы все еще здесь молодой дарование? Ну да, у меня же испытательный срок. Можете считать, что он у вас закончен. Это почему? Вы мне не нравитесь. Владимир Александрович, я ж не девушка, чтоб нравиться. И потом, это не профессионально. А что, по-вашему, профессионально? Шпионить за сотрудниками? Выяснять, на какие сайты они заходят? Профессионально, по-моему. Дать мне задание, и по результатам этого задания судить обо мне. Ладно, будет вам задание. Сами напросились. Извините. Скажите, а соседа из Восьмого вы давно видели? Кого? Леньку, наркомана нашего? Ну да. Да как его видишь-то, Господи, он же, он же днем всегда спал, он по ночам куролесен. А я человек нормальный, я по ночам сплю. Ну, это правильно. А скажите, а что-нибудь такое вы замечали? Такое? Да нет, вроде не замечала. Он на ночь куда-то всегда выезжал. Ага. Часов пять-шесть утра возвращался, дверью шарах, ножищем в коридору бах-бах-бах. Ну, я всегда и просыпалась. Он один приходил? Вроде один. Хотя нет. На днях, слышу, подъехала машина. Дверь хлопнула, мужские голоса мат-перемат. Ну, они ж по-другому не разговаривают. Один голос точно Ленькин был, а другой я не знаю. И вы его успели увидеть? Да. Я с собакой гуляла, а он из подъезда вышел, сел в машину и уехал. Ну, сможете его описать? Могу, могу. Но со спины. Вот. Тук-тук, девушка, скажите, а у вас что, официанты голодовку объявили? Официанты в ресторанах, а это столовая. Вот меню читайте, выбирайте. Столовая? Вот оно что. А кофе у вас есть? Растворимый. И все? Растворимый с молоком еще есть. Тогда просто черный. Пятнадцать рублей. Еще что-нибудь? Я даже не знаю. Вот там вот это… Как оно называется? Это у нас называется сырники. Сырники. Ну, дайте, что ли, штучки три со сметаной. Скажите, а у вас вай-фай есть? Кто? Да нет, никто. Спасибо. Вай-фай. Ну, а как я найду машину, если она, говорит, большая и темненькая? Что это значит? Черная? Нет. Темно-синяя? Модель вы не знаете. Послушайте, я старый больной человек. У меня… Имейте терпение. Простите, Дарья… Михаловна. Очень хорошо. Как меня. В смысле, Михалыч. Вспомните, может быть, большая, маленькая, легковая, грузовая. Понимаете? Вот в таких машинах во всех фильмах бандиты ездят. Вот. Это джип, что ли? Ну, откуда я знаю? О! Точно! Там еще висюлька была кругленькая. На футбольный мяч похоже. Дамы и господа, на их домашнем компе я обнаружил парочку интересных файлов. Полгода назад умирает дядюшка этого самого Ермакова. И ему отваливается нехилое наследство. Триста пятьдесят тысяч в мертвых американских президентах. Питьева-то. Ну, в баксах, короче. Это одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч рублей. По курсу тридцать один. Да. И еще флет в Москве. И две нехилые тачки. Флет — это квартира. И вот еще что. Оказывается, у Ирины, жены охранника, есть любовник. Ух ты! Это же Кирилл Самухин. Лучший друг ее мужа. А давно не? Два года. Двести тридцать два миллиарда. Это суммарное состояние двадцати самых богатых женщин мира. И только одна из них разбогатела сама. Все остальные получили наследство. Ручку поставь на место. А, ручку. Виноват. Привычка что-то вертеть в руках. Виноват. Ну вот. Теперь все стало на места. Данилов, у меня есть для вас информация. Так что потом не говорите, пожалуйста, что я что-то от вас утаиваю или подставляю ваших сотрудников. Глеб Сергеевич. Наркоман наш, убийца. Контактировал с Кириллом Самохиным. Ну что, аналитики нас опять опередили. Раскопали, что этот Самохин любовник шины охранника Ермакова. А Ермаков этот наследство получил. Ну понятно, убили ради наследства. Сергеевич, мы Самохина будем брать? Глеб Сергеевич, а можно мне с вами? Что, очень хочется? Ну так. Но интересно все-таки. Ну если интересно, тогда не надо. Не дай Бог, что мне потом перед твоим отцом отвечать. Да не переживай, в следующий раз возьмем. Ты лучше собери распечатку звонков Самохина в день ограбления. А потом не доложишь. Поехали. Спасибо. Ага. Глеб Сергеевич, это он? Тормози, собохин, тормози, говорю. Тормози, собохин. Тормози, от защищения высокой! Сомохин. Сергеич, ровней держи! Сергеич, ровней держи! Вышел из машины, Самохин! Все? Сдаюсь? Повернись! Благодарю за службу! Я ничего говорить не буду! А нам пока и не надо! Стой, молчи и срок себе наматывай! Будет твоему адвокату чем заняться! Здрасте! Проходите, гражданин Лунев! Становитесь! Посмотрите внимательно и скажите, кто из этих людей приходил к вам в мастерскую три месяца назад! Вот он! Он у меня пистолет заказывал! То есть гражданин Лунев указывает на человека, крайнего справа от него, правильно? Правильно! Ну что ж, Лунев пока свободен! Спасибо! Продолжайте допрос! Ничего я не заказывал! Я вообще его в первый раз в жизни вижу! И Митрофанова этого я тоже не знаю! Я никогда его не видел! Ну а что? Кричим-то! Соседка Митрофанова утверждает, что видела вас с ним! Она могла и ошибиться? Ну это вряд ли! У вас автомобиль слишком приметный! А вот это мы нашли в машине Митрофанова! Фрагмент шарфа, который сейчас на вас! Сергей! Михалыч! Михалыч! Распечатка звонков в красном отметил самой! Спасибо! Спасибо, Цветков! Пожалуйста! В день нападения на ювелирный Митрофанову поступил звонок с телефона, зарегистрированного на Самойхина! Это же вы? Кирилл, ну вы же взрослый человек! И должны понимать, что чистосердечное признание всегда облегчает вину! Ладно! Расскажу! Молодец! Меня Ира подговорила, это она все придумала! Серега наследство недавно получил, и она меня убедила, что нужно его убрать, чтоб потом его деньги получить, и она узнала, когда инкассаторы в зал приезжают. Ну, когда лучше грабить. В общем, она все и спланировала. Товарищ подполковник, я понимаю, что неправ, что сорвался на старшего по званию, и что Старыгин имеет право на меня… Я не понимаю, о чем вы. Я пригласил вас не для того, чтобы говорить о Старыгине. А о ком? Вы же знаете, что Глеб Сергеевич скоро уходит на пенсию. Его рапорт я уже подписал. Да я в курсе. Я предлагаю возглавить первый отдел вам. Вас я знаю как толкового сотрудника. Да и вам, я думаю, это будет интересно. Что скажете, майор? Скоро. Скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега, а чего у тебя случилось-то, а? Куда ходил? Никуда не ходил. Со знакомым встречался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Это я. Открывайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, хотели что-то выпить? Давайте, подходите к столику. Ну и каковы результаты по делу убийства коллекционера? Я так понимаю, я так понимаю, что у него похитили марку стоимостью двести тысяч долларов. Ливаневский с надпечаткой. Восемь миллионов рублей. Сработало то, что мы дали информацию журналистам. Нам позвонил один бизнесмен, господин Ройзман, тоже коллекционер. И сказал, что сразу же после убийства Сайманова ему предложили купить украденную марку. Все это очень хорошо, но я бы хотел, чтобы аналитический отдел подключился к этому делу. Осмотрел место преступления. Не понимаю, зачем. Мы там все осмотрели. И скоро найдем предполагаемого преступника. Сайманов собирался эту марку везти в Дрезден. На международную филаталистическую выставку. Но, как вы понимаете, он туда не попал. А мне сегодня звонили из Москвы. Дело на особом контроле. Я бы очень не хотел, чтобы Владимир Александрович подтвердил ваше предположение. Завтра в это же время на доклад. Завтра в это же время на докладе. Серега, был поворот? Не было поворотов. Я тебе говорю, был поворот. За руль не хочешь сесть? Вон дедок местный идет, сейчас у него спрошу. Ну, спроси, штурман. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не подскажете, когда Околи сюда ехать? А вы кто такие? Что вам там надо? Да это не важно. Нам нужен дом Семена Ройзмана. Не знаю такого. Извините, пожалуйста. Мы, наверное, поворот пропустили. Где у вас тут грунтовая дорога? Поворот у магазина. Спасибо огромное. Бог помощь. Ага. До свидания. Слышишь, Белов, не делай такой афиш на лице. Садись, поехали. Был поворот. Вот человек, а. Доброе утро всем. Алексей, что вы читаете? Особенности общения с подозреваемыми в совершении сексуального преступления. Боже, зачем это вам? Это кандидатская Владимира Александровича. Она вышла давно и совсем небольшим тиражом. Вы что, ее не читали? Ой, далеко пойдете, Алексей. Далеко. Вы решили, что я под Халим? Я этого не говорил. Но подумали. Миш, судя по твоему виду, ты вообще отсюда не выходил. Я выходил отсюда. Дома поспал, час и вернулся. Очень много работы, Вера. Бедный ты, бедный. Вера Андреевна, вы уже на работе. Чем заняты, юноша? Владимир Александрович, я почистил компьютеры. Вот список сайтов, которые я не рекомендовал бы посещать. Подготовьте мне, пожалуйста, всю информацию по марке Ливаневской с надпечаткой. Угу. Вера Андреевна, мы с Михаилом Николаевичем сейчас уезжаем. Посмотрите, пожалуйста, всю информацию по похищенным маркам. Хорошо. Ну что, кажется, здесь. Семен Борисович, откройте, это полиция. Вы нам звонили. Чего-то тихо. М? Может, опоздали? Давай через забор. Давай через забор. Туда. Андрюх, здесь. Ну, давай уже, акробат, давай. Да давай, давай. Раз. Стоять! Серега, у него пистолет! Так, лежать! Стоять! Он не заряжен! Я не опасен! Все, 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 тихо, встал! Поднялся! Давай. Это мы звонили, мы из полиции. Куда побежали-то? Так я думал, что вы откладели, а что ж вы на такой машине-то приехали? Эрина Петровна, высущенную обстановку в квартире не нарушили, а то тут некоторые хотят найти там то, сами не зная что. Нет, конечно, как вы сказали, так, я все и сделала. Алло, это новенький. Слушаю вас. Уф, я по поводу марки, но вы просили. Короче, она в топе десяти самых дорогих и редких советских марок. Там весь прикол в том, что есть нормальные марки с летчиком Ливаневским, а есть с типографской ошибкой. Вот они и ценятся. Алексей, что мне прикажете делать с этой информацией? Все это я мог найти в интернете сам. Передаю трубку Вере. Есть еще что-нибудь? Владимир Александрович, у коллекционера есть наследники, это его дочь. Живет с матерью в Тихвине. Их проверяли, конечно, да, но я, вы знаете, с ними бы все равно побеседовала, у них мотив хороший. Согласен. Угу. Ирина Петровна, скажите, я надеюсь, вы не выбросили осколки вазы и цветы? Не выбросила. Все собрала в полиэтиленовый мешок. На кухне лежит. А я могу посмотреть? Конечно. Я не понимаю, зачем вам цветы и осколки понадобились? Вы, наверное, хотели что-то выпить? Давайте, подходите к столику. Что-то тут не ясно. Мне, например, все ясно. Что тут не ясного? Сайманов к нему вовремя вернулся домой, застал вора, тот его приложил кочергой по голове, забрал марки и смылся. А как он попал в квартиру? Ты знаешь, воры иногда ходят на дело с отмычками. Господи, что я здесь делаю, а? Шульгина поедет в Тихвин поговорить с наследницей. Опера дашь для сопровождения? Не дам. Нечего там делать. Мы все выяснили. У его бывшей жены и ее дочери стопроцентное алиби. Слушай, как я не хочу звонить Карпенко? Что ты за человек такой, а? Опера дашь? Тебе не дам. Шульгиной дам. Я еще раз вещи проверила. Все более-менее ценное, на месте, слава богу. Больше ничего не успела. Сами понимаете. Вы скажите, как долго вы были вместе? Да. Немного довелось нам. Два года. Извините, вы не поможете? Да. Поддержать. Пожалуйста. А скажите, вы любили его? Да. Любила. Своеобразный был человек. Так. Ну, мы все же не без греха, правда? Это точно. Ирина Петровна, у меня к вам будет вот какая просьба. Вспомните, пожалуйста, последнее время, кто приходил сюда. Я понимаю, что вопрос достаточно сложный, но если вдруг что-то вспомните, то обязательно позвоните вот по этому номеру. Мне интересует любая информация. Кто-то приходил, может быть, это был почтальон или какая-то курьерская служба. Хорошо? Я постараюсь. Спасибо большое. Я, с вашего позволения, это забираю. Да, конечно. Спасибо. Выход там. Да. Спасибо. Здравствуйте, Семен Борисович. Здравствуйте. Глеб Сергеевич, я хотел с вами поговорить. Ты сейчас поступаешь в распряжение Шульги Норь. Я идти в Тихвин. Я серьезно? И я серьезно. Поговори у меня в кабинете. Я подаю через пять минут. Прошу вас. Алло. А что, поработать с водилой у аналитиков? Ничего, что немножко холодно. А чего, что мы немножко работаем? Ничего. Прошу вас. Да, Муленька, слушай, я хотела тебе сказать, что в садик идти надо, потому что садик у нас оплачен. И вообще, что это такое за капризы? Извините. Ну, что ж, начнем. Насчет Лазаря, да? Да. У Лазаря было какое-то криминальное прошлое. Я уж не знаю, какое, но иногда у него попадаются такие раритеты. Я уж сам не знаю откуда. А почему он вам позвонил? А, он знал, что меня интересует эта марка, и потом я Сайманова просил. А что Сайманов? Отказал. А когда Лазарь вам позвонил? Позавчера. В день убийства? А Петю позавчера убили? Да. Ужас какой, скотина. Жадный, охочий да бабк козел. Вот кто такой Петя. Прости меня, Господи, мне его вообще не жалко. Давайте к делу. Да, извините, конечно, к делу. Лазарь спросил, интересует ли меня Марк Ливаневский с надпечатками. Идиотский вопрос, конечно, интересует. Потом через два дня, говорит, есть Марк. Я обрадовался. Счастливый лег. Так, утром просыпаюсь, включая телевизор, понимаю, что Петя Сайманова убили, Марки умыкнули, эту Марку тоже, я, конечно, в ужасе сразу вам позвоню. Не понимаю, от чего вы пришли в ужас? Не понимаете? Нет. Лазарь Петю убил. Приехал бы он ко мне. Взял бы все деньги, которые ему причитаются, и убрал бы меня. А мне это не очень нужно. Сейчас, понимаете? Теперь понятно. Так, Вадим, если что-то произойдет у нас в клубе, мне сразу же звони. Хорошо? Хорошо. Все в порядке. Не волнуйся. Ладно, ну давай, до завтра. До завтра. Слышь, алё, тормозни. Что вам нужно? Да я разобраться приехал. Вас двое, вот и разберитесь друг с другом. Ты что, вообще страх потеряла? Ты в курсе вообще, от кого мы пришли? А в твоем шалмане даже баб подтискать нельзя. Девочек наших обижать не нужно. Вам уже говорили об этом. Так что давайте, идите отсюда. Молодые люди, отошли от нее оба. Мужик, тебе что надо? Ты кто такой? Вали отсюда. Руки убери. Не желаю. Оставь мою женщину в покое. Ты меня понял? Я понял. Пойдем. Кто такие? Обыкновенные уроды. Хамят, драки провоцируют. Девчонок моих обижают. В прошлый раз с оружием приходили, охранники их не пустили. Старыгин, а ты мог бы в человека выстрелить? Ну, это не так сложно, как тебе кажется. Хотя я не сторонник таких методов, я считаю, что все конфликты можно уладить с помощью переговоров. Да, ты мне сейчас продемонстрировал. Звоните Лазарю. Что ему сказать? Поторопите его. Скажите, чтобы он принес Марку сегодня в девять часов вечера к вам домой, а то придумайте. Если он предложит другое место встречи, то не соглашайтесь. Все обязательно? Лазарь, это Семен, слушай, я по поводу твоего предложения. Что, передумали, что ли? Давай при личной встрече обсудим часов в девять. А, ладно. Давайте обсудим. Может, это вы подъедете ко мне, мы это дело обмоем. Я вам сейчас адресок смс-ки скину. Я что, похож на супермен, который с такими денежищами по бандитскому и мегаполису бегает? Нет, ты, ты ко мне приедешь, мы найдем, что выпить. Ага. Ну, в девять я тебя жду. В девять. Договорились. В девять вечера. Клюнул. Вот и отлично. Собираемся, Андрей. Глеб Сергеевич. Да. Ну, пожалуйста. Собираемся. Вы не могли бы ехать потише? Куда тише-то? Восемьдесят на спидометре. А кажется, что больше. А мне кажется, что вы могли бы прекрасно доехать автобусом. А мне кажется, вы могли бы вести себя повежливей. Владимир Александрович, присаживайся. Слушай, я не закончил просто? Нет, мне все нравится, все хорошо. Скажи, это могла быть женщина? Исключить ничего нельзя. Но тогда эта дама должна быть где-то сто восемьдесят сантиметров ростом и обладать нормальной такой физической силой. Вот. Если у тебя есть такая на примете, познакомь. Я не буду. А чего так? Не хочу. Ну, дело хозяйское, как хочешь. А я, пожалуй, выпью. С твоего позволения. Давай про убийцу. Удар был нанесен левой рукой. Нанесен с целью убить. Заметь, не оглушить, а именно убить. А что, на одежде есть что-нибудь? Ну, там лепесток на пиджаке я нашел. На пальто? Нет, на пиджаке. Он был в пальто. Я тебя понял. Бедный Данилов. Рассыпалась его версия в пух и прах. Слушай, Гриша, а посмотри, нет ли еще каких-то микрочастиц на одежде? Хорошо, сделаем. Все, пришли. Короче, оружие применяем только в случае крайней необходимости. Белов. Я. За дом, контролируешь ход и выход. Ага. Цветков. Вместе с ним. Есть. Ты за этого парням головой отвечаешь. Понял? Понятно. Проходите. Спасибо. Главное, чтобы он показал марку. Я думаю, главное, чтобы он меня не застрелил. Ну, стрелять, я думал, не будет. Вокруг дома. Выстрел может быть услышан. Так что, либо нож, либо удавка. Ага. Ну, слава Богу, я уж начал беспокоиться. А вы не беспокойтесь. Мы же с вами рядом. Все будет нормально. Да. Главное, что, по-вашему, нормально. А вы не очень расстроены, Вероник. А почему я должна убиваться под человеку, которого никогда не видела? Он за все эти годы несколько раз поздравил меня с днем рождения. Да и то, дважды перепутав даты. Мам, ну что ты плачешь? Вспомни, сколько денег он тебе присылал. Вероника, перестань. Погиб твой отец. А почему он ушел из семьи? Простите. А мы мешали ему жить привычной жизнью. Ну, как же. Писатель, коллекционер, богема. Это ко мне. Ну, все, я пошла. Вы извините, Веронику. Ей действительно Петра благодарить не за что. Что-то. Жили мы тяжело. Ну, ничего. Справились. Тьфу-тьфу-тьфу. Хорошую девочку вырастила. Хотите, покажу фотографии? Да, конечно. Угу. Вот, посмотрите. Угу. Я пока кофе сварю. Угу. Это Вероника. Со своим молодым человеком. Хороший парень. Журналист. Он у нас теперь живет. Угу. Я что хотела спросить. А вам с сахаром? А, нет. Я без сахара пью. Ну, хорошо. Угу. Здесь покури, покажи. Ты что, железнодородерщик? Андрюх, давай. Прошу. Прошу. Да, это она. С ума сойти. А можно нескромный вопрос, Лазарь? Откуда она у тебя? Ну, вопрос действительно нескромный. Вам же нужна была Марка, а не история про нее. Еще вопросы есть? Нет. У меня нет вопросов. Зато у меня тебе пара вопросов. Сидеть! Ты мразь, Семен. Мразь. Спокойно, спокойно. Ты тоже не ангел. Я тебя везде достану, понял? Вали ее. Вали ее. Пойдем, пойдем. Все в порядке. Скажите, вы можете Марку показать, которая кучу денег стоит? Ну, да. Смотрите, видите, да? Вот здесь надпечатка, а здесь Сан-Франциско и Эф перевернута. Ну, в общем, это уникальная марка. С ней вообще фантастические истории связаны. Теперь три зачетных. Огонь по готовности. Начали. Держит, как утюг. Подполковник Старыгин, как всегда, блестяще. Зачет сдали. Поздравляю. Пошли. Делом надо заниматься. Делом. Светков, ты проставляться собираешься? Ну, ты боевое крещение прошел. Ну? Гну. Мы ждем. Глеб Сергеевич. Ты меня неправильно понял. Да, товарищ полковник. Глеб Сергеевич, вы подумали, кто мог бы вместо вас возглавить группу? Я предлагаю возглавить первый отдел вам. Что скажете, майор? Я предложил ваше место Савельеву. Дадите ему служебную характеристику. Серега. Да ладно, ты еще. А что случилось-то? Серега. Извините, а вы Ирина Петровна? Да. А можно еще? Вера Андреевна, я думала, ваш коллега приедет. Я ему звонила. Он не сможет приехать. Я вас слушаю. Я приготовила список всех, кто бывал в последнее время в доме. Он небольшой. У Петра Лаврентьича друзей почти не осталось. Была семья, но ни с женой, ни с дочерью он не общался. Журналист. Это кто? Ваш коллега попросил просто всех записать, кто был, даже если это курьер. А журналист этот, он был, кажется, из журнала «Мир искусства». Да, первый раз приходил дни десять назад. По предварительной записи, конечно. Да, высокий. Брюнет. Да, вы его тоже видели? Нет, ну, мошенничество я не отрицаю. Ну, убийство. Это не мой профиль. Я, знаете, всегда был против населения. Ну, допустим, ты не убивал. А Марка — это подделка. А кто же у нас такой талантливый художник? Марку я сам изготовил. Знаете, захотелось попробовать себя в миниатюре. А на что вы надеялись? Ройзман все равно определил бы подделку. Не сразу же. Сделано профессионально. Для нас качество превыше всего. Глеб Сергеевич, вы мне позволите поговорить с господином Лазарем? Нет, Владимир Александрович. Вызывайте его к себе на допрос и анализируйте его, сколько хотите. Продолжаем. Можно вас на минутку? Ну что? Это не он. Володь, я тебя очень прошу, просто уйди, а? Ну что? Убийца левша. Он бил левой рукой, а этот пишет правой. Так, может, хорошо нырел и право убивает, а? И рост убийцы где-то под сто восемьдесят. Сайманов сам открыл убийце дверь, потому что он знал этого человека. На пиджаке Сайманова лепесток вот этих хризантем. Как он туда попал, если Сайманов был в пальто? Ну вот скажи, как он туда попал? Да убийца сам надел на Сайманова пальто после того, как он его убил. Для того, чтобы ты, старый упертый мент, поверил, что это был просто случайный вор с улицы. А это не так. Но ты же меня не слышишь. Сходи сам к судмедэксперту и посмотри. Там написано, на пиджаке обнаружены микроосколки стекла вот этой самой фазы. Как они туда попали, если он был в пальто? Я все понял. Убийца сам надел на него пальто. Все? Не все. Ну хорошо. Что еще? К Сайманову приезжал журналист. Его видела Корнеева. Но его видела и Шульгина. И знаешь где? В семейном альбоме, когда она ездила в тихо. Это молодой человек дочери Сайманова. Здесь не курят. Тихо. Тихо. Опять придется людей в Тихон посылать. Как же я не люблю эту твою... 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 В интернете, говоришь? Паренька видишь? Ну, допустим. Следи за мной. Эй, мужчина! Эй! Держи его! Там вся моя выручка! Держите. Вот, спасибо. Выручили. Что-нибудь интересует? Да, конечно. Могу я чем-нибудь пом... Интересует. Нас интересует вот что. Последние три дня. Позвольте. Не предлагал ли кто-нибудь подобное? Возможно, даже оптом. Кажется, вчера приходил тот, кто вас интересует. Ну, только не я с ним разговаривал. Костя? Да. Посмотри. И скажи мне, пожалуйста, что-нибудь видел из этого? Сейчас. А, вот это предлагал. И вот это. Да, чего-то его там цена не устроила. Ну, он, видимо, хотел больше за марки получить, ну, и, ну, я не знаю, ушел потом. А скажи, как в человечек выглядел? Во что был оден? Да я не знаю, обычный. Ну, высокий такой, чуть повыше вас. Темненький такой. А, у него эти, перчатки еще такие светло-коричневые. Вот, а больше… Спасибо. Спасибо. Вот, видишь, все происходит в жизни. Пойдем. А, Андрюха, к нам гости. Здрасте. Можно? Конечно, можно, Виктория. Присаживайтесь. Угощайтесь. Кис-кисе? Никакой культуры. Берите, берите. Понятно? М-м-м, пирожки. Да. Сама пекла. Я тут и предсказание положила. Как в китайских ресторанах. Да вы что? Предсказание тоже на китайском? Дурачок. Вкусно, Серега. Угощайся. М-м, а где мое предсказание? Я что, его съел? А в один я не положила. А тебе, Белов, не положено. Так что у меня… Разворачиваем, читаем. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Что бы это значило, Виктория Андреевна? Это значит… Тихвин поедешь. Ой, не смешно, Белов. Да нет, на это-то раз смешно. Сбывается, Виктория Андреевна. По дороге доем. – Михаил Николаевич. – Да. Как бы так, поделикатнее сказать, что ли? Интригующее начало. Начинай. В общем, я знаю, чем вы занимаетесь по ночам. А чем я занимаюсь? А вы играете в онлайн-покер. Ваш противник он из Штатов. Из-за равенства во времени вы не высыпаетесь. Если ты об этом кому-нибудь расскажешь, сильно пожалеешь. В отдел вернешься ножками. Сам. Ножками, так ножками. Ножками, так ножками. Вы про это, что ли? Ничего личного, поверьте. Но я же вижу осуждение. Просто некоторым людям нравится врать. Вы же ничего обо мне не знаете. Да не больно это и хотелось. Ладно. – Ну и все. – Ну и пожалуйста. Пожалуйста. Послушайте, капитан Шульгина, вы не забыли, что я вас старше по званию? А вы не забыли, что вы в моем распоряжении? Ну и все. Ну вот и все. Ну и все. Владимир Александрович, побеспокою, ладно? Да, я слушаю. На пальто Сайманова обнаружил микрочастицы. Короче, найдешь подозреваемого, посмотри у него в гардеробе светло-коричневой кожи что-нибудь. Да, вези мне, я уже точно привяжу к месту преступления. А что это может быть? В чем он мог быть? Надевал на Сайманово пальто? Перчатки? Это возможно? Ну, куртка, перчатки. Согласись, неплохая примета. Хорошо. Можно? Заходи. Володь, я категорически против этого нашего новенького. Он абсолютно не знает жизни. Повернут на компьютерах. Мы потратим кучу сил, здоровья и времени, чтобы обучить этого бестолкового юнца. Сколько можно уже? Ведь не первый раз. Если мое мнение кому-то интересно, я против. Ты знаешь, сколько зарабатывает горничная в Букингемском дворце? Четырнадцать тысяч двести фунтов стерлингов в год. Это если по курсу сорок девять пятьдесят, это будет около пятидесяти восьми тысяч рублей в месяц. То есть она получает больше меня. Не понял. Ты хочешь устроиться горничной? Я хочу пойти на сайт Покер Онлайн. Обогатиться. А при чем здесь это? Вот у меня здесь списочек, который Маслов мне дал. Сайты, которые он рекомендует закрыть. Здесь Покер Онлайн не твой? Мой. Ты поэтому на него так взъелся? Но это не в ущерб работе, Володь. Пока не в ущерб, Миш. Маслов остается. А воскресенье-то что у тебя? Воскресенье? Отлично. Давай, я свободен. Да. Ген, привет. И года не прошло. Ну, молодец, что вырвался, Серега. Капитан Шульгина? Майор Верютин, сейчас мы с тобой накатим. Товарищ майор, вы нам охрану не обеспечите? Сколько? Два человека. Да хоть двадцать два. Ну, пожалуйста. Дежурный, ко мне зайди. Ну, за встречу, за встречу. Так, нет, нет, нам еще ехать. Чего? Серег, ну, ну, Ген, давай побольше. Я зайду. Решите обратиться, товарищ подполковник. Разрешаю. Глеб Сергеевич, в общем, если хотите, я могу поговорить с отцом по поводу вашего увольнения. Конфетку хочешь? Поезжай домой, Илюша. Что-то вы поздно засиделись, коллеги. Всю ночь будете работать? Ну, да. Марку-то теперь это нигде не продать. Филателисты всего мира знают об убийстве Сайманова. Остается только один способ найти покупателя через интернет. Там всего полно. Я думаю, что она тут появится. Будем ждать. Все-то вы знаете, Алексей. Завтра поговорим об этом. А вы что, тоже уходите? Дурака включил? Ладно. Кто там? Тамара Ивановна, это Вера Шульгина. Я вас вчера забыла свой блокнот. Откройте, пожалуйста. А, сейчас, Вера. И часто вам так приходится лгать. Добрый вечер. Кто вы? Что происходит? Тамара Ивановна, пройдемте. Варсукова Тамара Ивановна? Да. Прекрасно. Ваш будущий зять обвиняется в убийстве гражданина Сайманова. Где зять вашего случилось? Фото Комаров. Привет, иди сюда. Руки на шкаф. Тамара, простите, но мы подозреваем вашего будущего зятя в убийстве Петра Сайманова. Да этого не может быть. Да это какая-то ошибка. Спокойно. Он иногда стреляет. Да подождите вы. Я никого не убивал. Я… Я когда поднялся по лестнице, дверь была открыта. Я взял марки и ушел. Клянусь. А, значит, тупо хотел денег, да? Забирайте. Да, я хотел денег. Я хотел, ну, на подъезд, что у него есть дочь. И неплохо было бы поделиться с ней. Владимир Александрович, я правильно понимаю? Ваша Шульгина считает, что студент не убивал Сайманова. Нам нужно начинать все сначала. Владимир Александрович, простое дело. А мне уже из министерства звонят. Просят прокомментировать ход расследования. Что мне им сказать? Идите работайте. Почему вы должны покупать ей куклу, если… Я тебя прошу, я тебя прошу. Не надо этого делать, мама. Когда ты звонил Ройзману и предложил купить ему марки? Неделю назад. И что он тебе сказал? Посмеялся, сказал, что не надо. Я потом очень удивился, когда он мне сам перезвонил. Илья, какой рост у Ройзмана? Где-то сто восемьдесят. Вово, туда мыслите. Ройзман повернул там марка. Ну? Докладывайте, господин Маслов. У меня появилась информация о том, что некий продавец договорился о сделке. Марка Ливаневский с надпечаткой будет продана в Швеции за двести пятьдесят тысячу е. Кто видел Ройзмана? У него были перчатки светло-коричневые? Перчатки? Светло-коричневые? Были. Сделал он нас с тобой, как Ложков. Ложков. Андрей, давай вокруг дома только выврати. Ага. Сергеич. Что? Ну, поверь, я ни за что бы не согласился занять твое место. Вперед. Ну, не хотел я говорить о предложении Карпенко, чтоб тебя не расстраивать. Ну? Ну-ка быстро! Брос оружие, иначе я его порешу! Семен Борисович! Давайте с вами поговорим. Только спокойно! Брос оружие! Тихо, тихо, Ройзмана. Если ты ему что-нибудь сделаешь, я тебя убью. Отпусти его! Отпусти его! Брось пистолет! Владимир Савиц, стреляй! Владимир Савиц! А ты мог бы в человека выстрелить? Ну, это не так сложно, как тебе кажется. Владимир Савиц! Владимир Савиц! А! Белов, ты как? Нормально! Рука! Ну, что ж ты не стрелял? Я не смог. Алло! Да! 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 Все нормально! Да! Все идет по плану, вопрос решен! Слушай, ну, получить бабки — это сейчас вопрос техники! И дело времени! Да! Алло! Алло! Твою мать! Алло! Да! Слушай, извини, занесло! Да ничего, нормально! Извини, пожалуйста! Спешил! Вдруг прилетает! Ну, что будем делать? Гайцов вызывать? Да каких гайцов, черт! Нету времени у меня! Понятно! Ну, давай так разберемся! Давай так разберемся! Чего это у тебя там? Ничего! Чего? Владимир Александрович, стреляй! Владимир Александрович! 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 В общем, меня сегодня снова не будет, значит, версия такая, сезонный грипп. И снова здравствуй, Гриша. Здравствуй. Что, болеешь опять? Ну да. Ладно, где тело? Забрали уже. Вот так, Григорий. Живешь – не оглянешься, помрешь – не спохватишься. Здрасте. Здрасте. Ну, рассказывай, экспертиза. Машина – внедорожник, судя по клеренцу. Цвет синий. Покраска уже не заводская, значит, перекрашивали. Вот. Металл старый. В машине, значит, ну, уже где-то больше десяти лет. Мне кажется, что это англичанин. Удар сильный был? Ну да. Очень сильный. Ну, Григорий, продолжай. Меледорожник рамный. Вот. Поэтому легко и спокойно уехал. Если бы была легковуха, тут бы полмашины осталось. Ну, а точное время смерти определить сможешь? Видимых признаков трупного окоченения не было. Значит, где-то не больше двух часов. И на этом тебе спасибо, Григорий. Пожалуйста. Выздоравливай. Да. Лейтенант Цветков. Ну что, пойдемте к гайцам, поклянчим записи с камеры наблюдения. Может, что-нибудь обломится. Рома, бездействовать больше нельзя. Дай мне возможность, я землю насквозь пророю. Но я найду этих ублюдков. Слава, ты понимаешь, что мы не можем рисковать? Что это мой брат и что это для меня значит? Ром, брат, отдай им деньги, пожалуйста. Брат, они убьют меня. Пожалуйста, слышишь меня? Надо действовать аккуратно, иначе они его убьют. Телефона следить не удалось, но у меня есть другие возможности. Разрешите действовать? Ну, положим. Я разрешу тебе действовать. А если ты ошибешься? Я ж тебе этого не прощу. Товарищ майор, а что с подполковником Старыгином? Почему вы присутствуете вместо него на совещании? У подполковника Старыгина сезонный грипп. Он лежит дома с высокой температурой. Хм, надо же, сезонный грипп. Интересно, где он его подцепил? У себя вкумените, что ли? Вы считаете, что это тема для шуток? Да, я так считаю. Подполковник Данилов. Что по сегодняшнему убийству на трассе есть версии? Да дорогу не поделили. Ничего себе версия. Не поделили дорогу. Я считаю, что эта версия несостоятельна. Там было что-то еще. Заказ, личный мотив. Возможно, они были знакомы. Шульгина сейчас отрабатывает личность убитого. Скажите, ну зачем вы все так усложняете, а? Глеб Сергеевич. Пожалуйста, отрабатывайте все версии. Красавцы. И прикинь, полтора года всего, а уже такая хватка. Ну да. Слушай, Костя, что теперь делать-то будем? Что делать? Да ничего не делать. Ну, завалил-то когда на трассе, что теперь? Плакать, что ли? Ну да. Сам виноват, правильно? Ну да. Багажник же открылся, он все запалит. Порвите его! Че говоришь? Я говорю, багажник открылся, он запалит же ему. А, ну да, ну да. Тебя, Вадик, теперь менты будут искать. А это им знаешь, как два факса отослать. Да. Еще хотел вам сообщить. Руководство главка поручило мне с почетом отправить вас на пенсию. Устроим торжественное собрание с вручением памятного подарка. Спасибо, Юрий Юрьевич. Но никакого торжественного собрания не надо. А с теми, с кем я хочу попрощаться, я попрощаюсь сам. Всего доброго. Разрешите идти? Идите. Собака-бабака. Леш, посмотри их, как они. Накорми, лапы посмотри, мало ли что. Ты машину-то где оставил? Там, во дворах бросил. А, мне отъехать надо. Да, после трех приедет ветеринар, зубки посмотрит, шерсть проверит, да сердечко послушает, ладно? Все сделаем. Вот и ладушки. Ну, пойдем. Посмотрим, где твоя машина. Да, отгоним куда подальше. Жальчик, хочешь? Нет, не буду. Ну, как хочешь. Так, стоп. Вот машина жертвы. Это последнее ее появление на камеру перед убийством. А дальше что? А дальше, Цветков, работаем. А ты давай, вникай, запоминай и записывай. Кстати, блокнот-то взял? А как же? Вот и записывай. Так, теперь посмотрим за полчаса до и после происшествия. Должна же быть вторая машина. Синий старенький Land Rover. Спасибо, Гриша, хоть знаем, что искать. Вам повезло, что сегодня как повымерли все. Вера Андреевна. Да? А вы Старыгина хорошо знаете? Думаю, что не очень. Все-таки он человек закрытый. Это почему? Ну что, почему-почему? Как моя дочка. Почему-почему? Он женат? Леша, зачем тебе эта информация? Да так, чтоб лишнего не ляпнуть. Ну да, это ты можешь. Владимир Александрович в разводе. Ну, там какая-то странная история была сложная. Жена с дочкой уехали в Америку и он остался один. Очень, очень переживал. Мне кажется, вы за него тоже очень переживаете. Стоп! А вот машина убийцы. Синий Land Rover. Так, так, так. А больше за это время никаких других подобных машин не проезжало. Так, давайте следующую камеру. У него вмятина там была? Да была вроде. Приближаем. Пробиваем. Машина зарегистрирована на Вадима Солнцева. Прописан. Улица Коломенская, дом 52, квартира 12. Записывать, Цветков, записывай давай. 52, квартира 12. 52, дом, квартира 12. Не перепутай. Так, теперь берешь патрульных с центрального, дуешь туда и осторожней, потому что Солнцев пострелять любят. Есть. Все, поехали. Спасибо. Вера, я смотрю, у вас очень много свободного времени, да? Вместо того, чтобы отрабатывать убитого на трассе Стасова, вы опять своим гербарием занимаетесь. Миша, мы уже все сделали. Вот Леша мне помог. Вот, пожалуйста. Что выяснили, какие результаты? Ничего особенного. Жертва без криминальных связей, работал электриком, не женат, детей нет. В общем, бедолага оказался в ненужное время в ненужном месте. Юноша, оставьте при себе свои выводы. Только информация, хорошо? Да, кстати, временно я ваш начальник. Пока старый ген болен. А что с ним? Назовем это сезонный грипп. Да, Вер, я вас прошу, отнестись к делу очень серьезно. Так. Так. Когда я относилась к своему делу не серьезно. Миша. Михаил Николаевич, позвольте выйти, позвонить. Идите, конечно. Спасибо. Спасибо. Вера Андреевна. Владимир Александрович, я хотела у вас спросить, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую. Я себя чувствую прекрасно. Я принимаю лекарства и сплю. И если меня не будут дергать каждые пять минут, я себя буду чувствовать еще лучше. Какие вопросы, Вера Андреевна? Есть вопрос. Я знаю про этот случай с капитаном Беловым. Я думаю, что… Вам не надо думать об этом, Вера Андреевна. Вообще надо меньше думать. Думай, не красят женщину. Я поняла. Спасибо. Нет его. Соседи сказали, что он здесь даже не появляется. Квартира, похоже, пустая. Ну где же этого Солнцева искать? Ладно, Цветков, давай, езжай в отдел, дожди с меня. Там обмозгуем, что к чему. Есть, товарищ майор. Ой, извините, я сейчас все уберу. День дурацкий. Да ничего, Мариночка, вы не расстраивайтесь. Вот, возьмите. Что это? Оберег. От несчастных случаев, плохого настроения и разбитых капельниц. Ну, не надо. Спасибо. Берите, берите. Это подарок. Ну, вас-то я гляжу, он не уберег? Ну, мне оберег посерьезнее нужен. Вот, например, когда вы ко мне приходите, мне сразу становится легче сам, не знаю почему. И никакие капельницы мне не нужны. Предлагаете почаще заходить? Совершенно верно. Да. Роман Леонидович, здравствуйте. Это он. Ну что, я надеюсь, наши планы не изменились? Не изменились. Вот и славно. Вам завтра приедет человек в светло-сером костюме, в сером галстике. Очки в тонкой оправе, на руке часы Rolex. Сядет. За второй стол четвертое место. Вот он и должен выиграть турнир. Вы меня услышали? Услышал. Вот и славно. А теперь дай мне поговорить с Максимом. Нет. Дай поговорить с Максимом, урод! Ему нужно принимать лекарства! Он умрет без них, ты слышишь меня? Ему нужно в день принимать целую кучу таблеток! Дай Максима! Рома, пожалуйста, сделай то, о чем они тебя просят. Сделай так, чтобы он выиграл турнир. И они убьют меня. Пожалуйста, брат. Поехали! Алло! Володь, привет! Да нет, ничего не случилось, все в порядке. Звоню тебе просто уведомить, что все под контролем. Нашли мы машину убийцы с трассы. Да. Работаем. Буду информировать. Ты только не переживай. Миша, давай адрес, где вы? Я сейчас подъеду. Ой! Опа! Пап! Здрасьте! Ты чего так рано? Ну, дела изменились. А ты как всегда? В своем репертуаре? Да нет, пап. Завтра 8.30. Ты не прав. Меня Глеб Сергеевич уже пару раз на задание брал. Даже ствол выдал. Ствол выдал? Так ты теперь крутой. Со стволом, да перевес. Володя, ну ты зачем приехал? Расскажи. О, Миша, слушай. Я понял, что я всю жизнь был таким снобом. Я считаю, что вокруг одно быдло. Хорошо, да. Я начал пробовать быть нормальным человеком. Не получается. Все хорошо, Володя. Мы здесь справимся без тебя. Все хорошо. Все нормально. Рассказывай, показывай. Хорошо. Значит так. В машине у нас труп с огнестрелом. По документам это хозяин машины. Вадим Солнцев. Предположительно, он стрелял сегодня утром на трассе Стасова. Иди сюда. Далее. У нас в багажнике обнаружены, смотри сюда, пятна крови. В багажнике? Да. Гриша! Гриша! Ну ты видела? Ну чего не изымаем, ну? Чего мы ждем? Ветра? Снега? Владимир Александрович, не один ты болеешь. Сейчас все сделаем. Володь, пойдем. Чего ты разбушевался, а? Ну что ты разбушевался? Здесь Даниловский, сейчас увидят тебя. Ну зачем нам эти проблемы? Доложит Карпенко. Давай лучше домой, домой. Мы справимся. Значит так. Я поехал домой. Ты здесь сам… Все я здесь делаю. Все. Я все понял. Я буду держать тебя на связи. Езжай домой, выпей чайку с лимончиком, отдохни. Пап, Данилов рапорт написал об увольнении. Ты в курсе? Нет. А что Карпенко? Подписал. С удовольствием. С удовольствием, говоришь? Угу. Пап, я никак не могу понять. Ты ведь меня туда из-за Данилова определил, так? Да. Ну, раз не будет Данилова, то мне там делать нечего. Ну, с этим я разберусь. Ты не беспокойся. Спасибо, пап. Но, понимаешь, ну, ко мне и так там относятся, как к папенькиному сынку. Понимаю. Но, чтобы заслужить уважение, я тебе говорил, нужно самому быть человеком. Товарищ майор. Да. Что-то ваш гений сыска, я смотрю, расклеилось совсем. А вам-то какое дело? Да так, по-человечески, переживаю. А что-то вашего гения я здесь и не вижу. Зато у нашего, в отличие от вашего, нет слезонного гриппа, если что. Дурак ты. Старыгину вообще повезло, что Белов живой остался. Ну, что у тебя, Гриша? Вот, в кармане у него он нашел. Одного патрона, в обойме не хватает. Ага. Понятно. Спасибо. Давай. Из этого поэма был убит человек на прасе. То есть, убийцу мы нашли, теперь будем искать убийцу-убийцы. Я что-то смешное сказал? Ну, в общем, да. Это, это как в черной комедии. Найти убийцу-убийцы. Извините. Да уж комедия. Человека мертвого в машине нашли, прямо похохочешься. Да. Мы определили, что в багажнике машины убитого Солнцева, кого-то перевозили. Да. Раскрыли одно преступление, получили еще два. Личность того, кто был в багажнике, восстановить удалось? Пока нет, но эксперты работают. Очевидно одно. Это мужчина 25-35 лет. По анализу крови мы оставили, что он болен болезнью муковисцидозом. Муковисцидоз. Да. Впервые слышу. Это редкое генетическое заболевание. Именно поэтому нам удастся достаточно быстро выяснить, по электронной базе лечебного заведения, кто был в багажнике машины. Солнцева. Работайте. Глеб Сергеевич, извините, я, наверное, должен все-таки как-то… Да все нормально. Как там Старыгин? Как его сезонная болезнь? Доложили, значит, уже. Вот что хочу сказать. Если эта история дойдет до Карпенко, я буду все отрицать. И неизвестно, кому поверят больше. Главное, чтобы рецидива не было. Ну-ка, скажи мне, как ты сделаешь так, чтобы выигрыш достался кому надо? Я все продумал, за игровыми столами будут сидеть двое моих людей. Они будут подыгрывать этому козлу, и сделаю так, чтобы он вышел в финал. Подыгрывать? Да. Твои люди короля от двойки отличить не могут. Подыгрывать. Да. Ну что, Анечка, завтра берем детей и едем на дачу. Все, пока. Как ты живешь, Володя? Володя, что-то я соскучилась по тебе. Откроешь вина? Я не буду вину. Я буду. Прости. Обычно ты звонил мне раз в три дня, несмотря ни на что. Ага, у тебя что-то случилось? Домой меня к себе пригласил. В первый раз. Что у тебя произошло? Ты знаешь, по статистике, в поисковике запросов со словами «польза вина» за год набирается в четыре раза больше, чем запросов о вреде вина. Ну, а если без статистики? Ну, я тут сидел один, думал, откуда взялась жизнь на земле. Говорят, извне я согласен. Володь, что у тебя случилось? Рассказывай. Ты знаешь, я как-то даже не могу тебе объяснить. Понятно. Сегодня ты ничего не можешь мне сказать. Тогда зачем ты меня позвал? Да, кто там? Ну, что вы молчите? Кто там? Никто не ответил. Ты ждёшь кого-нибудь? Нет. Но ты так больше не делай, хорошо? Хорошо. Хорошо. Молодое дарование. Это я. Долго ещё? Сейчас, сейчас. Минуточку терпения. Время идёт, а мы так и не знаем, кто был в багажнике машины. Быстрее можно? Можно, но сложно. Вот, нашёл. По ДНК подходит один человек. Литовченко Максим. О, как. Литовченко. Однако, интересно. Что вам интересно? Ну, вам не интересно, а нам, старикам, интересно то, что в прошлом он в городе руководил всем игорным бизнесом. Сейчас, естественно, подпольным, казино и всё такое. Так, если вам всё понятно, чё ж вы его не возьмёте-то? Умный ты, Алёша, когда не надо. Доказательств нет. Никаких. Так с поличным взять делов-то. Господи, откуда ж ты взялся на мою голову, а? Давай так. Большое тебе спасибо. На сегодня твой рабочий день окончен. Иди домой. А вы, Михаил Николаевич, я так понимаю, здесь остаётесь. В покер играть. А хотите, я разработаю такой алгоритм, который позволит вам выиграть все деньги мира? Я б тебе порекомендовал, знаешь что? Начинать говорить только тогда, когда тебе вопросы задают. Валентин Николаевич, рад видеть. Здравствуй, здравствуй, Юра. Извини, что без предупреждения. Так что там, Данилов? Рапорт написал? Давай сделаем вид, что его не было. Присаживайтесь. Валентин Николаевич, ну вообще-то это его личная инициатива. Я, Юрочка, конечно, могу повторить этот текст ещё раз. Но мне казалось, ты понял с первого. М? Я подумаю, Валентин Николаевич. За тебя уже всё продумали. Делай, что надо. И не морочь мне голову. Или ты хочешь со мной поссориться? Ну, кто же хочет поссориться с заместителем городского прокурора? Это правильно. И не затягивай. Я проверю. Добрый день. Ты же вечером собирался прийти. Здравствуйте. Знаете ли, вечером. К милому и семь верст не расстояние. Ох, если бы я знал, что здесь такие мальвины работают. Марины. Марины работают. Я бы к вам, Андрей Иванович, сиделку устроился бы. Спасибо, я справляюсь. Сергей. Приятно. Взаимно. Скажите, Мариночка. А сколько ещё по времени капитан Белов здесь в больнице про свои геройские поступки рассказывать будет. А то я уже устал за двоих подвиги совершать. Это как доктор решит. Ну, я пойду? А я здесь посижу. Хорошо. Не забывайте обо мне, Мариночка. Хорошо. Ну как, узнал? Свободная? Занято. Понятно. Значит, свободная. Вот тебе гранатовый сок из ручной гранаты выжимал. Орешки. Сам в лесу насобирал. Апельсинчики врать не буду. С магазинчиками. Ну как ты, старик? Заживает? Ну, а куда денется? Слушай, Андрюх, мне некогда. Я пошёл. Да ладно, так быстро? Времени нет. Нашим передам привет. Спасибо. Всё, обнял. А Мариночка у тебя очень хорошая. Очень хорошая. Очень хорошая Мариночка. Но, помните, капитан Белов, у вас семья. И ещё помните, я вам жизнь спас неблагодарной. Роман Леонидович, тут к вам люди по поводу вашего брата. Где Максим? Что ты с ним сделал? Подполковник Данилов, мы по поводу вашего брата. Вы нашли его? К сожалению, мы пока его не нашли. Но если вы будете молчать, то имейте в виду, похитители обычно, получив выкупы, избавляются от ненужного свидетеля. Поэтому у нас нет времени. К тому же, вчера нашли тело человека, причастного к похищению вашего брата. Что нужно делать? Рассказывайте всё, что знаете. Так, позвонил человек и потребовал миллион долларов. На случай, если ты что-нибудь задумал, на кону жизнь твоего брата. Ну так вот, ты получишь его только тогда, когда мой человек привезёт мне выигрышные деньги. Я сказал, что у меня нету таких денег, потому что все деньги уходят на лечение брата. Когда похититель связывался с вами в последний раз? Вчера днём. Позвонил и сказал, кто должен выиграть турнир по покеру. Кто? Человек, который сядет на четвёртое место. Но мне сдаётся, что здесь дело не только в деньгах. Ему надо выиграть. Именно выиграть. Почему так решили? Он игрок. И он был у нас в казино и проиграл по-крупному. А записи с последних турниров у вас есть? Может, его можно как-то вычислить? Есть. Сто раз её смотрели. И там действительно в финале есть человек, который проиграл крупную сумму денег. Кто выиграл? Мой брат. Вы разговаривали вчера с братом. Он жив? Мне пришёл видеофайл на мобильный телефон. Так покажите видеофайл. Не могу. Я телефон разбил. Слава. Не включается. Ничего. Наши специалисты разберутся. Слушайте. А что, если этот игрок от похитителя не сможет выиграть? Владимир Александрович, ну как твой гриб? Ну, тогда мне нужна твоя помощь. Как раз по твоей части. Товарищ подполковник, вы поправитесь. Я отправляю Михаила Николаевича на турнир. В качестве игрока. Я хочу, чтобы вы контролировали ситуацию изнутри. Игрок вы, насколько я знаю, отличный. Поэтому преступник ничего не заподозрит. А он будет там, потому что он тоже игрок. А другого выхода нет? Другого выхода нет. Потому что речь идёт о жизни заложника. Товарищ подполковник, посмотрите. Вера Андреевна, мне нужно, чтобы вы воспользовались программой распознавания лиц, и проверили всех, кто находится за столом. Угу. Особенно мне интересно, чтобы вы посмотрели на этого молодого человека, который проиграл. Он не любит проигрывать. Стало быть, у него достаточно мотивации для того, чтобы мстить. Хорошо. Очень верное указание, Михаил Николаевич. Спасибо. Товарищ подполковник, на телефоне видеозапись, которую прислали похитители. Только он умер. Кто умер? Телефон. Так мы его воскресим. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Романову опять, как всегда, повезло. Там сейчас девушки красивые, напитки разносят. Да, я бы сейчас тоже от стопочки не отказался. А помнишь, Серега, как мы твой день рождения отмечали? Ну, ты там еще песню какую-то пел веселую. Ну? А я еще на гитару твою чуть не сел. Помнишь? Сергеич, не песню я тогда, а частушки пел. А ты в пляс спустился, потом на меня шампанским завалился. Между прочим, три дня из гитары шампанское вычерпывал. Да. Сглупил я, конечно. Я ж без работы загнусь. Да и без вас тоже. Все. Что сделано, то сделано. Смотрим. Ну, что наработали? Товарищ подполковник, Романов был прав. Он указал напарня и попал прямо в точку. Некий Константин Зайцев. Дважды судимый за разбой, ограбление сберкассы, шантаж. Крайне нестабилен, вспыльчив и агрессивен. Хобби — это собаки и игра в покер. Отправляйте эту информацию Данилову и Романову и скажите, пускай будут поаккуратнее. Речь идет о жизни заложников. Есть. Простите… Новенький. И кстати, я достал видео с телефона. Рома, пожалуйста, сделай то, о чем они тебя просят. Или они убьют меня. Пожалуйста, брат. Алексей. Еще раз мне прокрутите. Сделаем. Рома, пожалуйста, сделай то, о чем они тебя просят. Что это за звук по фону там? Пожалуйста, брат. Это помехи какие-то. Вытащите мне звук по максимуму. Айн-момент. Рома, пожалуйста, сделай то, о чем они тебя просят. Это стадион. Пожалуйста, брат. Это шум стадиона. Когда был последний футбол? Позавчера. Следующий матч будет через два дня. Следующий неважно. Неважно. То есть запись старая, ее сделали не сегодня и не вчера. Черт. Заложника уже, скорее всего, нет в живых. Старыгин, ты что, с ума сошел, что ли? Романовки звонит пока. Значит, он нормально. Ну идиот. Ну и я тоже идиот. Запись была сделана не сегодня, а после вчера. И что? Ну нельзя быть таким тупым. Я вчера осматривал машину. Там в багажнике кровь. Если во время столкновения в багажнике был человек, ударом его могло убить. Ты понимаешь? Так что похититель все это время блефовал. Берите этого Костя, он где-то в зале. Терять ему нечего. Все. Ваше слово, пожалуйста. Пожалуйста, напишите. Нет, спасибо. Рейс. Рейс. Ваше слово. Извините. Себя слушаю. Что? Даже так. Понял. Понял вас, Владимир Александрович? Да. Проблемы по бизнесу. Извините еще раз. Поставщики подводят. Ваше слово. Кол. Кол. Ваше слово. Кол. Отвечаю. Открывайте карты, пожалуйста. Вы выиграли у вас кары. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Слышь, паскуда. Ты что, меня обмануть вздумал? А? Руки убрал. Руки, чтоб я их видел. Галя. Бабки я, наверное, заберу, да? Где мой брат? Где мой брат? Да брат твой давно уже сдох, тупой ты кретин. Руки, стоять! Не шевелиться! Не бойся. Стоять сказал! Стойди. В сторону! Крен тебе! Я тебе даю десять секунд для того, чтобы ты сказал, где находится труп Притонченко-младшего. Раз. Два. Три. А то что? Ты же не хочешь, чтобы я в рапорте написал, застрели, наказав сопротивление. Четыре. Хорошо. Расхожу. Вадик в лесу его закопал, за поворотом на Елизаветинку. Не хотел его убивать, уж вышло так. Вадик с базы его вез, где мы его держали. Хотели после турнира на бабки обменять. Все. Да. Позывали, Юрий Юрьевич? Глеб Сергеевич, дорогой. Здравствуйте. Вот, это вам. Что это? Памятный подарок. Спасибо. Прошу. Глеб Сергеевич, у меня к вам предложение. Я вас слушаю. Я предлагаю вам забрать рапорт. С чего это, друг? Просто я пришел к выводу, что вы один из лучших оперативников. Нет. Да я уже и с мыслью свыкся, что ухожу. Думал книжки почитать, баньку достроить. И вообще, попутешествовать хотел. Мир посмотреть. Не хотите? Нет, знаете, не хочу. Глеб Сергеевич, руководство и коллектив просят вас остаться. Ну, не с женой посоветоваться надо? Ну, с детьми. Подумайте, конечно, посоветуйтесь. Подумайте, конечно посоветуйтесь. А, а кабинет отдельный дадите? Глеб Сергеевич, может, и секретаршу, а? Спасибо. Забыл. И секретаршу. Апплодessen trabajo с високом с високом пякулицей. 1-й, 1-й, я 2-й, как у вас дорога главная? Все бы, ничего. Погода только расстраивает. Не на прогулке. Помните, мы везем ценный груз. Вот мы не знаем, что мы везем ценный груз. Третий, что молчим. По инструкции связь должна осуществляться каждые десять минут. Да. Чего молчим, в рот воды набрали? Третий, да. Все нормально, идем-ка по маслу. Дорога главная. Что это было? Третий? Что это? Тормози! Тормози! Твою мать! Какие проблемы? Какие? Скат пробила. Запаску надо. Черт. Какую запаску? Мы вообще не имеем права останавливаться. Еще теперь без колеса ехать. Мы должны выполнять все-таки в nihилах диалога. И смотри! Какая задача нуждалась для тяжелого места. tops теперь ставите абсолютно по методику. Ага! Что для现在 можно? что такое зони-крытие-крытие. Мы умерли-крытие. Очень many-эхать-крытие-крытие-крытие-крытие-крытие. ove WiFi-ка- дан homeowners в � нуу-крытие-крытие-крытие-крытие на нашем с-у-крытие Пошли! Грузим! Глебушка, не то плохо, что… А то, что… Ну, что плохо? Ну, что опять плохо, Ань? Ну, то, что ты со мной не посоветовался. Ну, я что? Монстр какой! Нет, не монстр. Ага. Значит, пустое место. Запомни, мужчина всегда принимает решение сам. Сюда. Глебушка, знаешь, как я хочу, чтобы было хоть маленькое место для меня, у тебя, вот там. Ань, ну, согласись, мы уже не маленькие девичьи. Ты мне как говорил? Как ты мне говорил? Уйдёшь на пенсию. Выслуга позволяет. Будем путешествовать, книжки читать, баню достроим. Ну, ты же мне так говорил. Нет, хорошо. Что хорошо? Вот что хорошо? Знаешь, хорошо, когда у человека есть мечта. Вот нам с тобой повезло. Будем мечтать дальше. Глебушка, только есть одна маленькая несправедливость. Вот твои мечты всегда исполняются, а мои почему-то нет. Да. Привет, Сергеич. Извини, что дергаю в выходной день, но ты сам попросил докладывать о серьезных делах. Вот сегодня как раз такое делаю. Куда ехать? Да нет, не надо никуда выезжать. Я пока сам справляюсь. Просто хотел доложить. Адрес говори, быстро. Ну, чего ты кричишь? Ну, хочешь, выезжай. 32-й километр Левашовского шоссе. Давай, до встречи. Ну, давай, бери. Чего ты там хотела-то? Слушай, пошли, я тебя на такси посажу. Двое переносит груз, остальным переодеваться. Бегом. Построится. Ну что, бойцы, руководство выражает вам свою благодарность. Каждый получит премию в размере пяти тысяч американских рублей. В следующей жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, это я. Да, все было четко по плану. Груз уже у меня в машине. Да, действуем, как договаривались. Отбой. Здорово. Привет. Что было в машине? Устанавливаем. Долго? Не понял, вопросы. Долго, говорю, будем устанавливать. Сколько по времени ты здесь находишься? Ну, часа два уже. В чем проблема? Проблема? Да за два часа знаешь, сколько еще можно сделать? Знаю. Кредит взять. Так, что с камерами? Ну, как ни странно, видеорегистраторы из броневика сохранились целыми. Груз принадлежит какой-то ООО, культурный век. Ты чего разорался-то? Опять с женой поругался? А ты свои опять изменил? С чего ты взял? С чего? Не бритва. И долго на реке не ночевал. Глеб Сергеевич, день добрый. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Знакомьтесь. Виктор Купцов. Представитель министерства культуры. Полковник Данилов. Оперативный отдел. А есть такое министерство? Майор, введите меня в курс дела. Это был наш груз. Ну, профессионально пробили скат. Скажите, что вы перевозили? Алмазный фонд? Нет. Алмазный фонд курирует другое ведомство. Но вы правы. Груз был очень ценный. И мы, мы перевозили коллекцию икон 17-го, 18-го веков. Поэтому, помимо обычной охраны, груз сопровождали сотрудники полиции. Да. Ну, судя по всему, сотрудники полиции отлично сработали. Послушайте, давайте откровенно. Давайте. Будет скандал. Ну, это как обычно. Нет, не как обычно. Иконы не наши. То есть, как это не наши? Понимаете, Россия в лице министерства культуры арендовала их в частных иностранных коллекциях для проведения выставки. Одна только что закончилась в Москве, вторая должна через три дня открыться в Петербурге в Русском музее. Скажите, коллекция была застрахована? Если иконы не найдутся, Россия выплатит огромную, чудовищную компенсацию. Но ведь этого не случится, правда. Кто там с Беловым? Будем надеяться. Прошу. Там опять что-то поднялась температура у него. Какие-то проблемы с плечом. Ясно. Ясно. Спасибо, майор. Спасибо. Да. Глеб Сергеевич. Да. У вас три дня? Три дня. Да, и я попрошу аналитиков, чтобы они вам помогли. Да куда уж мы без них-то, а? Андрей, что вы делаете? Вы с ума сошли? А… Вы, Марины, между прочим, совсем меня забыли. А я без вас. Чахну. Я вижу, как вы уже совсем зачахли. Угу. Сигарету. Пачку. И зажигал. Спасибо. Мариночка. Ну, поговорите со мной хотя бы полчаса. Я не могу. Мне нужно идти работать. Хорошо. Тогда я сяду здесь и пусть все узнают, до чего вы меня… До чего вы меня довели. Это шантаж, Андрей. Кажется, я теряю сознание. Да, шантаж, Мариночка? А я, между прочим, еще не на такое готов ради общения с вами. Хорошо. Пойдемте, я вас провожу до палаты. Марин, просто… Чтобы вы, не дай бог, не упали. В этой больнице, ну, здесь так одиноко. Я понимаю, да. Да нет, вы не понимаете. Я все понимаю. Да, да, да. У нас ремонт. Тут ужасный, ужасный грохот. Так что, поэтому, Вера, я работать в таких условиях никак не могу. Передайте Старыгину, что… Передайте Старыгину сами, Михаил Николаевич. Здравствуйте, Владимир Александрович. Я на место поисшествия. Очень интересное заявление. Подождите, вы же сами мне сказали, что нужно подключиться к работе и помочь операм Данилова. Операм. До свидания. Позвольте, я вас провожу. Как ты думаешь, как они заставили колонну съехать с шоссе? Ну, чего тут думать-то? Полюбуйся. Снайпер. Профессионально пробит скат. Сейчас таких профи единицы. По движущейся мишени, площадь попадания пули минимальная. Ты помнишь Залецкого? Ну. Через него же такие стволы протаскивали. А у тебя были с ним контакты? Были. Были. Когда-то. Господин подполковник, я вас слушаю. Миш, пора отказаться от старых привычек. От каких таких старых привычек? Володь, ты о чем? Да ты прекрасно понимаешь. Миша, ты больше не опер. Ты не оперативный работник. У тебя другая работа и другие задачи. Оружие твое, вот. Скажи спасибо, что ты вообще в органах остался. И работаешь в моем отделе. Тебе напомнить, как ты прошел медкомиссию? Нет. Я не закончил, Миша. Михаил Николаевич! Господин майор! Держите. Спасибо. Я вас спросить хотел. Про Романова. Что он на нашем отделе делает? Он же опером был? Да. Опером. Хорошим опером. И что случилось? Что случилось? Он человека спас. Но он возвращался вечером с дежурства. Помогите, пожалуйста! Ну и там какой-то наркоман на улице грабил женщину. А ну-ка отпусти ее! Помогите! Миша вступился. Миша! 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 Преступника поймали? Нет. Ага. Ну хорошо. Буду иметь в виду. Я хочу, чтобы вы с Шульгиной подготовили мне справку по этой коллекции. Мне нужно знать все о каждом экспонате. Данные, объективки на владельцев икон. Но это иностранцы. Это займет очень много времени. Постарайтесь. Мне нужно знать все об организаторах выставки. И московских, и питерских. Это интересно. Я знал, что тебе понравится. Данилов пойдет по схеме. Он будет отрабатывать нападавших. Мы с тобой пойдем от цели ограбления, то есть от икон. Найдем, кому они нужны, найдем иконы. Такую операцию нельзя было спланировать на бумаге. Им нужны были тренировки. Вопрос, где они могли тренироваться? Я думаю, что это какой-то склад, ангар, гаражный комплекс. Крупный объект, но вдалеке от глаз. Понял. Извини, если что не так. Работайте. Что там? Кого еще ждать? Давайте вы всех соберете. Потом уже полейте. Домой. Что это было? Ты что творишь? Ты что на красный свет? Ага. Данилов. Ну давай. Стреляй. Приводи свой приговор в исполнении. Я сделаю это. Но для начала я хочу задать тебе пару вопросов. И если ты мне на них ответишь, то, возможно, это облегчит твою участь. Вопрос первый. Сегодня днем на шоссе была перестрелка. Ты слышал об этом? Ага. Слышал. Из официальных источников по радио передавали. Вопрос второй. Работали спецы. А оружие у них было такое особенное. Ты что там не знаешь, откуда оно, а? Данилов, ты ведь знаешь, я сам не торгую. Я посредник. Я людей свожу, что кому надо. Да ты и сам в курсе. Да, я в курсе, что из этого оружия по-прежнему убивают людей. Но твоя вина не требует доказательств. Поэтому я закрываю тебя. Не надо, не надо. Подожди. Есть, есть один крутой мужик. Все его спецом зовут. Бывший военный, сейчас наемник. Работает чисто за бабки. Вот он-то у меня оружие брал. Автомат и взрывчатку. Больше ничего не знаю. И запомни, в следующий раз тот приговор, который я вынес тебе когда-то, я приведу в исполнение. Ты понял это? Данилов, ты что творишь? Ты что творишь, Данилов? Данилов! Данилов! Миш, все нормально? Миш! Все совершенно нормально, Вера! Просто я подумала, если ты захочешь поговорить… Если я, Вера, захочу поговорить, то я знаю, как это делается. Да? Хорошо, хорошо. Просто я подумала, что… Мне не нужен психолог, если ты об этом. Хорошо, я поняла. Все. Но ты извини. Старыгин прав. Я не опер. И вряд ли когда-нибудь им снова буду. Так что вот. У вас все нормально? Угу. Мне уйти? Нет. Владимир Александрович, у меня кое-что для вас есть. Вот, значит, адреса, где могли тренироваться наши красавцы. Да. В общем, расклад такой. Сначала мы исключаем все помещения меньше пятисот квадратных метров. Затем мы исключаем помещения в черте города. Да, Ленинградская область большая. Это очень важное замечание. Ну, поэтому преступники вряд ли захотят тратить лишнее время на передвижение по городу. Поэтому я подумала… Мы подумали. Ничто человеческое им не чуждо, а посему не более десяти километров в область от границ города. Конечно, список огромен. Но если подключить к этому областных участковых и, возможно, оперов, то к утру можно что-то нарыть. Спасибо, Михаил Николаевич. Вера Андреевна, подготовьте, пожалуйста, телефонограмму. Я ее подпишу у Карпенко. Я думаю, что к утру мы уже будем иметь результаты обходов. Ну, мы подъезжаем к дверям, а он закрылся. И начинаем прямо в дверь стрелять. Тише. Все спят уже. Я понимаю. Дай, подише. И тут я принимаю волевое решение. Брать его через балкон. Тише. Да, да. Я поднимаюсь на четвертый этаж, начинаю медленно ползти. И вдруг с пятого этажа какой-то мужик… Ах, это ты к моей любке ходишь! Вот, я говорю… А тише, пожалуйста. Да, я говорю, тише, говорю, тише. Я, говорю, опасного преступника беру, а он берет цветочник горшок и прямо мне в голову. Я еле удержался. Опасная у вас работа. Ложитесь, пожалуйста. Это да, это да. Без заберега не обойдешься. Да, все-таки, как-никак, между прочим, четвертый этаж. Да. Кстати, а ваш подарок мне очень помог. Серьезно? Да, у меня перестало все из рук валиться и как-то наладилось все. Я очень рад. Спасибо. Мариночка, скажите, у меня друг из Японии привез мне бутылочку сакэ. Может быть, мы с вами по рюмашке, как вы на это смотрите? А вам нельзя алкоголь? Марино. Нельзя. Да там 12 градусов. Вы же антибиотики принимаете. Марино. Доброй ночи. Доброй ночи. Говори быстро, я Карпенко на доклад. Позвони мне. Старыгин, как всегда, оказался прав. Это те, кого мы искали, да? Оружие совпадает. Прям настолько совпадает, что даже смешно делать экспертизу. Не-не, конечно, будем делать. Раз по закону полагается. На связи. Меня срочно вызвали на ковер, поэтому на ходу. Что мне докладывать? Аналитики молодцы, они хотя бы базу нашли. А от вас, Глеб Сергеевич, что? Мешок стреляных гильз, информация о том, что группа была хорошо подготовлена? Юрий Юрьевич, по моим данным, организатор нападения, наемник по кличке Спец. Устанавливаем личность. Устанавливайте, Глеб Сергеевич, быстрее! ФСБ заберет дело, это их профиль. Ну, плюс международный скандал, оно нам нужно? Найдем спеца, найдем заказчиков. Если заказчик раньше не уберет вашего спеца. Что мне сказать замминистра, что оперативники вместе с аналитиками так и не смогли сгенерировать ни одной идеи? Ну почему? Идеи есть. Мне лично понятны мотивы преступников. Среди икон были настоящие раритеты, которые последние семьдесят лет на территории России не появлялись. А работать за границей для них — это двойной риск. Поэтому им нужно было каким-то образом сделать так, чтобы иконы оказались в России. Вот только одно мне не понятно. Хорошо, что только одно. Так и что вам не понятно? Я надеюсь, никто не будет спорить, что работали профессионалы? Нет. То есть они разработали операцию, потренировались, нашли людей, все просчитали. Как же они тогда не учли, что на машинах кортежа установлены видеоконтроллеры? Почему они их не уничтожили? Потому что и на старуху бывает. А вот мне кажется, что дело в другом. Они специально оставили нам видеозаписи. Да, по иконам. Эти иконы невозможно будет продать в ближайшее время. И заказчик наверняка знает, что весь рынок антиквариата, даже черный рынок, будет просвечиваться рентгеном. Значит, у меня есть человек, специалист в этой области. Лучший в городе. Кто возьмет? Мне, в сущности, все равно. Ну что опять? Ну… На! Да иди ты. Сам. Ты, как всегда, прекрасна. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Марго, вот это список зарубежных коллекционеров. У них должна была состояться выставка икон в Питере. Я знаю. Великое событие. Собираюсь идти. Не торопись. Коллекцию похитили. В СМИ этого нету, но, сама понимаешь, это дело времени. Ничего себе. И ты ведешь это дело? Вот здесь список возможных контактов этих зарубежных коллекционеров с российскими коллегами. Там, наверное, есть мое имя. Да, да. Правда, я не коллекционирую иконы. Слушай, неужели ты из-за этого только меня сюда позвал? Я думала, соскучился. Я соскучился. А почему не звонишь? Вот, например, Глеб даже заходит. Кстати, как он? Помирились? Я с ним не ссорился. Это у него везде враги. Ой, мальчики, мальчики. Что с вами стало, а? Такие были загадочные друзья в институте. У нас с ним никогда не было ничего общего. Кроме тебя. Так, ладно, что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты мне помогла. Мне нужна консультация. Кто из этих людей мог заказать похищение? Я не могу это говорить. Почему? Ну, потому что я хочу жить и ни с кем не ссориться. Ну, хорошо. Если ты не можешь, давай попробую я. Допустим, мне нужны эти иконы. Но они за границей. Организовать ограбление там дерзко, но требует очень больших затрат. Совсем другое дело в России. Дома и стены помогают. И вот в результате я, как организатор, получаю эти иконы. Государство выплачивает страховку владельцам. И все довольны. Марго, ты мне можешь подсказать, кто из этих людей может быть связан с ограблением машины? Ты не представляешь, какие деньги крутятся в этом бизнесе. И если я начну говорить, то меня заставят замолчать. Ну, неужели тебе меня не жалко? Мне тебя очень жалко. Поэтому я не буду настаивать. А вот если я не найду эти иконы, меня сожрет начальство. Тебе меня не будет жалко? Запомни, старый Гин, женщина любит только одного человека на свете. Себя. Ну, значит не судьба. Я пойду на работу? Да? Знаешь, эти иконы впервые за семьдесят лет попали в Россию. Могли и не попасть. Так вот, переговоры с владельцами этих икон велись целых два года. Человек, который организовывал это ограбление, явно был в курсе всех этих переговоров. Знал все от и до. Думаю, даже он нюансы знал. А кто у нас организовывал эту выставку? Председатель Минкульта Виктор Купцов. А у него еще брат есть Юрий Купцов. Глава ООО «Культурный век». Он у тебя вот здесь вот в списочках есть. Так что делай выводы. Я тебе ничего не говорила. Ты уже выбрала? Да, выбрала. Карпаччо. Из осьминога. Э, вы что творите? Ты знаешь, кого я ищу? Я тебе что, из тавидящей? Да нет, конечно. А сейчас видящей? Ну, слышал я немного о нем. Верно говоришь, погонял у него спец. Брат лихой, так я знаю, что погонял у него спец. Где искать-то? Савельев, ну ты ко мне не к первому приходишь с этим вопросом? Нет, к пятому. Тем более, спец уже знает, что ты его ищешь. Поэтому расслабься, я ничего не делаю. Он сам тебя найдет. Это очень хорошо. Только я люблю сам искать. Ну, не знаю я, где его искать. Хочешь верь, хочешь нет. Поговаривают у него где-то за городом в лежбище. Уж где не знаю, уж и нет. Так скажи, кто знает-то, Бубеныч? Я и так много чего тебе уже сказал. Слушай, брат лихой. Если бы в прошлый раз, после того происшествия, я не удалил бы твои пальчики бы, где бы ты сейчас был бы? Савельев. Ну, хорошо. Я сдам тебя аналитиком. На опыт. Это как это? Вот так это. Ребят, пострашнее, чем мы. Угу. А? Ну, ладно. Есть сигарета? Глобальное потепление обещали. Ну вот. Зимой дождик идет. Кошмар. Ой. Марго, большое тебе спасибо. Я очень рад тебя видеть. Ты меня не подставишь? Нет, что ты. Все будет хорошо. Не волнуйся. Угу. Ты сейчас на работу? Да. Передай привет Глебу. Ты сейчас понимаешь, что ты сказала? Я передам Глебу привет от тебя? Ну ладно, ну что… Ты что, издеваешься? Ну ладно, я шучу, Господи Боже мой. Мне просто очень нравится смотреть, как ты ревнуешь. А если серьезно, я тоже по тебе очень соскучилась. Мы нашли этого спеца. Думаю, что скоро я буду знать его адреса, пароли и явки. Глеб Сергеевич, обращаю ваше внимание, что главное для нас найти не спеца, а иконы. Нам не нужен этот скандал. У меня тоже есть некоторые соображения. Разрешите? Пожалуйста. По моим данным, к налету причастны организаторы выставки икон Виктор Купцов и его брат Юрий. Интересно, откуда такие данные? Я получил их из вашего источника. Владимир Александрович, поручаю вам руководство операций по задержанию спеца. Свободны. Слушай, когда найдете этого спеца, сообщи мне. Давай мы сядем вместе подумаем. Сразу его брать или может быть установить наблюдение за ним? Ты был в Марго? Был. И зачем ты ее впутываешь в это дело? Что значит спутываешь? Я ее впутываю? Да она полжизни уже в этом антиквариате. А если с ней что-то случится? Да успокойся ты уже, мы просто пили кофе. Разговаривали только по делу. Привет она тебе передавала. Спасибо. Пожалуйста. Да, это я. Назови номер ячейки. С тобой приятно иметь дело. Я оставил то, что тебе надо. Отбой. Миша, ты идешь домой? Я еще посижу. Понятно. Что, Старыгин тебя припахал? Нет. А что тогда? Есть еще дела. Ну ладно, все, давай, пока. Пока. Нет, Миша, не пока. Я как психолог должна проанализировать твое состояние. Ой, Вер, пожалуйста, ну не надо. Я тебя прошу. Я вижу, что ты каждый день остаешься здесь. Оставался вчера, позавчера. При этом я вижу, что у тебя чистая рубашка, и ты гладко выбрит. Значит, все-таки ты ночуешь дома. При этом, Миша, у тебя абсолютно красные глаза, что говорит о твоей бессоннице. Вер, уйди, пожалуйста. Подожди, Миша, послушай, я хочу тебе сказать как психолог. Ты не привык уходить с работы по звонку. Ты привык, что тебе позвонят, и тебе нужно мчаться куда-то, что-то делать. Но сейчас здесь ты просто тупо сидишь и ждешь звонка. Но ты пойми, что либо ты примешь эту работу такой, какая она есть, либо ты просто на ней сгоришь. Ты меня понял? Ну что, я не права? Я не буду отвечать на этот вопрос. Поехали. Собирайся. Не, не, не... А… Что? А… 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 Вот так вот, Володя, мы и вышли на квартиру этого спеца. Но он там пробыл недолго, минут десять, не больше. Вышел с двумя сумками. Скорее всего, в них и находится коллекция. Сел в машину и уехал. Савельев у него на хвосте. Очень хорошо. А, значит, все-таки нужны опера. Я никогда не говорил, что оперативная работа осталась в прошлом. Не говорил, что вы не нужны в нашей конторе. В конце концов, есть вещи, которые вы делаете лучше, чем мы. Ой, да ладно. Например? Например, стреляете. Ну, это конечно. Ну, сегодня, думаю, обойдется без стрельбы. Конечно, обойдется. Я вызвал СОБР. Что ты сделал? СОБР вызвал. Спец этот ваш, или как его там? Человек подготовленный. Я, конечно, понимаю, что ты любишь рисковать. Но зачем рисковать твоими людьми? Или тебе это доставляет удовольствие? По-моему, лучшая операция – это та, в которой не было ни одного выстрела. Вот что ты за человек, а? Хочешь поговорить об этом? Марго, была права. Это действительно Купцов. Ну, и что ты тянешь? Давай команду СОБРу. Да подожди. Ну, чего ждать? Брать их надо. А в отделе разговорить? Включи мозги. Пока спец не передаст ему коллекцию, нам нечего предъявить. Скажи мне, пожалуйста, ну, почему-то ты всегда во всем видишь какой-то смысл. В жизни совсем по-другому. В жизни иногда вещи происходят просто так. Без всякого смысла. Тихо. Передаю. Ну, что тебе еще надо? Отдавай команду СОБРу. Смысл, смысл. Ты знаешь, похоже, ты прав. На этот раз никакого смысла нет. Ну, и что тянут? Почему СОБРу не вызывают? Внимание! Подполковник Данилов! Приступить к задержанию! Они все это время с нами играли. Отбой! Это Старыгин, отбой! Все можно вошли! Да ты с ума сошел! Стоять! Стоять! Я сказал! Билет! А что, горячий вечерок? Почему вы отдали приказ СОБРу об отмене операции? Я не хотел, чтобы пострадали люди. Какие люди? Преступники? В машине Купцова было взрывное устройство. При задержании могли погибнуть не только преступники, но и бойцы СОБРа. Поэтому я отдал приказ. Владимир Александрович, вы не могли знать, что в машине взрывчатка. Не могли! Ее не могло там не быть. В общем, все очень просто. С нами с самого начала играли. Это не мы шли по следу преступников, а они вели нас по своему следу. Организатору налета зачем-то нужно было, чтобы мы вышли на след грабителей. Я думаю, что организатор использовал всех вслепую. Лучше всех был, конечно, информирован спец. Я думаю, что именно ему было поручено вводить нас за нос. Но и он не учел того, что организатор уберет его самого. Я думаю, что все было так. Спец передал Купцову вместе с иконами взрывное устройство, а Купцов сделал то же самое. Вместе с деньгами он передал спецу бомбу. Вопрос кто? Этого я не знаю. Да. Спасибо. Эксперты подтвердили, в машине Купцова во время взрыва были иконы. Скандала не избежать. Да. Денечек сегодня. Угу. Гнилой. Прямо скажем. Володь. А если иконы были в машине во время взрыва, значит, версия твоя не верна. Не совсем так. Да? Но мы же не знаем, сколько их было. Двадцать, тридцать. Самых дорогих, ценных было штуки три-четыре по списку. Я точно не помню, сколько. Но я уверен, что в машине их не было. А где же они были? Понятия не имею. Отбой. Я знаю только одно. Заказчик получил то, что хотел. Ладно, пока. Мне пора. Подожди. Ты мне сегодня вроде как жизнь спас. Спасибо. Я твой должник. Но я об этом еще пожалею, да? Подожди. Ты выпить не хочешь? Я не пью. Да ладно. Сегодня можно. У меня важная встреча. Привет ей передай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, гляньте. И что? Что вы от меня хотите? Мою подпись? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Дайте посмотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышли, чтобы я этого больше не видел. В каком плане? Вы понимаете, чем это пахнет? А ладно вам. Меня ж за это посадят. Покажи. Дайте пройти. Ну, вы не волнуйтесь, если меня спросят, я молчать не буду. Звони. Алло. Поехали. 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 Вопросы есть? Отнюдь. 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 Здравствуйте. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Тайком снимал. Работай. Есть. Прошу. Вы камеру пока не убирайте. Присаживайтесь. Спасибо. Я постараюсь. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Хорошо. Ну, что? И много вам платят за эту вашу работу? Нормально. Нормально? Нормально. А потом в телевизоре всякая дрянь появляется. А мы думаем, откуда это? Кто эти паскудные люди, которые не уважают ни живых, ни мертвых? Работа такая. Понимаешь? Работа. Шарманку твою придется изъять, чтобы изучить всю информацию. Подождите, но это средство производства. Я понятно изъясняюсь? Не бойся. Вернется к тебе твое средство производства. А вот изъятие оформим. Флешку. Какая флешка? Флешку. Или тебе что, прямо здесь разложить? Спасибо. На здоровье. Господин Карпенко, будут какие-то комментарии? Убит замглавы администрации небольшого города Владимир Иванович Семенов. Никаких комментариев. Мы только что прибыли на место преступления. Это заказное убийство. Господин Карпенко. Скажите что-нибудь, господин Карпенко. Господин Карпенко, подождите. Будьте добры, вы задаете вопрос. Я все. Девять миллиметров. Маркировка «Иностранная». Прошу. 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 Считайте это официальным совещанием. Ваша версия. Ну, я думаю… Ну, я думаю… Совершенно. Прошу вас, Глеб Сергеевич. Ясно, что это коррупционное дело. Земля дорожает, а Семенов как раз с землей дело имел. Кто-то занес денег, а разрешение на строительство так и не получал. Такая версия возможна? Теоретически, да. Я бы не стал выносить таких скоропалительных оценочных суждений. Владимир Александрович, вы о чем? Я немного знал Владимира Ивановича. В теннис вместе играли. В шахматы. Семенов был отличным управленцем. Да, он решал вопросы инфраструктуры и застройки. Я согласен, что это коррумпированные сферы. Но Семенов был честным человеком. Владимир Александрович, мы должны отработать все версии, в том числе и коррупционную. Безусловно. Объедините свои усилия, дело резонансное. Совещание окончено. Надеюсь, вопросов нет. Хорошая речь. Пробрало добичонок. Хм. Хорошая речь. Пробрало добичонок. А как это — объединить усилия? Ну, что за человек, а? Все ему не так. Что про оружие установлено? Да вот, как раз к криминалистам пойду. Участников банкета опросили? Опрашивают. Цветкова подключила, пускай тоже учатся. Теперь мы официально работаем вместе со Староединенскими. Что это значит? Это значит то, что я сказал. Теперь у нас с помощником целый его отдел. То есть мы все-таки главные? Да. Да. А они под нами. Я что, непонятно изъясняю что-то? Не-не, Сергеич, уже все давно понятно. Меня просто тоже этот вопрос интересовал. Здравия желаю. Есть информация для нас по подделу? Нет. Сожалею. Ага. Кто бы сомневался. Все равно, мы главное, вы под нами. Ну, что? Новый вид автоматических пистолетов американского производства. Система ГЛОК. С интегрированным компенсатором подброса ствола. Что значительно повышает скорострельность стрельбы и точность ее. Стреляет даже под водой. Убойное оружие, одним словом, мечта. А на нашем рынке легально? На нашем рынке, совершенно законно заметь. Поступила облегченная версия, травматик. Решили с черным рынком на опережение сыграть. А в данном конкретном случае? Боевым убит, чин по чину. Я не понимаю, чего ты радуешься? Темнота. Значит, боевой. Понятно. Итак, Миша, в итоге, к чему мы пришли? В городишке идет война за бывшие колхозные поля. Черт. Володь, когда у нас закончится ремонт, а? Не трави душу. Семенов принципиальный. Он всем мешает. Он лоббирует муниципальное жилье, детские площадки, дворовые стадионы. А эти акулы капитализма пытаются подкупить Семенова. Пытаются заставить его отдать земли под их цели. Коммерческие центры, коттеджный поселок, элитное жилье. В общем, честный чиновник против своры хапуг. Я бы на твоем месте не иронизировал. Воруют не все. Да, бывает. Что мы еще имеем? На месте происшествия работали кинологи. Собака взяла след от окна, к которому примыкает пожарная лестница, по ней вниз во двор, пересекла двор и под арку к дороге. Там маршрутка ходит. Эй, стой! Наверное, сел в нее и уехал. Ни рояля в кустах, ну, то есть машины, ни помощников. АУТОН Здорово, можно? Заходи. Вот этой волыной кто-нибудь интересовался? А то, я думаю, если кто в городе знает, так только ты. Спасибо за доверие. Не знаю ничего. Чё делаешь? Оберег себе по чаю. Тоже запрещено? Да нет. И в чём суть? Кто его носит, того пуля стороной обходит. Да ладно. Серьёзно? Интересно. Интересно в кунсткамере. Эта пуля человека насквозь прошила, а он жив остался. Какое совпадение? А вот эта пуля тоже человека насквозь прошила. Вот сюда вошла, и с той стороны вышла. Только в отличие от твоей, моя пуля человека убила. Если ты опять в этой теме посредничал, пойдёшь по статье как соучастник. Это понятно? Как же вы меня достали. Сто раз говорил. Я не продаю, я только свожу людей. Я знаю, знаю. Дальше. Приходил мужик. По договорённости. Я его с дилером познакомил. Я сам на улице стоял, курил. Ну и с дилером твоим мы попозже поговорим. Что за мужик? Я тут ксерокопию паспорта сделал. Поищем вместе. Хамис, Лунёв. Что за мужик? Всё, что знаю, Белов. Тачка приметная. По бортам графика. Олени и кабаны. Олени и кабаны? Говоришь? Бывай. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. О, добрый день. Здрасьте. Добрый день. Цветков, вперёд. Конечно, с появлением фотографии эта задача намного упрости. Добрый день. Приятного аппетита. Благодарю вас. Спасибо. Присаживайся, Цветков. Да. Здрасте. Здравствуйте. Вас не учили спрашивать разрешения? А это разве не общественная территория? Ладно. Поперчи, Цветков. Поперчи. Алексей, что вы там говорили? Программы, позволяющие классифицировать лица, возникли очень давно. Интерес к процессам распознавания лиц во все времена был очень… Да. Вы абсолютно правы. Мы пересядем за соседний столик. Да, пожалуйста. Пойдём, Цветков. Интерес к подобным программам во все времена был очень велик. Да. Тем более, что в связи с потребностями… А я, кстати, тоже этим интересовался. Я даже курсовую написал. Суп остынет, Цветков. Да. Верификация кредитных карточек. Криминалистическая экспертиза. Нет. Вам всё-таки не идёт умничать. Хоть вы и психолог. Верочка. Что вы сказали? Верочка, вы такая хорошенькая, когда злитесь. Невозможно. Цветков, ты себе перечи, перечи. Вера Андреевна не Верочка, а профессионал. Вот что ты ей сказал? Нет, это не я, Маслов. Это ты ей сейчас наговорил. Программы такие, программы сякие. Да, Белов, привет. Да знаю, что она стояла у ресторана, эта тачка. Да по номерам пробьём. Ну почему сейчас-то? Ну дай пообедать-то. Хорошо, приеду. Давай. Маслов, ты тоже себе поперечай. Здравствуй. Ну куда ты пошёл, Глеб? Вернись. Чё тебе надо? Чё тебе всё время надо, а? Я подумал… Ты уже всё время о чём-то думаешь, Володь, а в результате Марго здесь. А ведь я тебе говорил. Она уже взрослая девочка. Прячься. 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 Костюмчик, галстучка, прическа, как будто только что от парикмахера. Взрослая девочка. А ведь ты свою семью просрал, Володь. Друзей у тебя нет. Работа. А в чём это твоя работа, Володь? Я думаю, делаю выводы. Да вот здесь они твои выводы. Я икона, мы с тобой не знаем, а она чуть ли не умерла. Мы с тобой делаем одно и то же дело, только по-разному. Если ты считаешь, что я ухожу от ответственности, ты не прав. Ещё раз вспомнишь мою семью. И что ты сделаешь-то? О, мои мальчики пришли. Привет, Маргоша. Привет, мой дорогой. Привет. О, какой одеколон. Слушай, знакомое что-то. Выглядишь замечательно, Марго. Спасибо. Как себя чувствуешь? Ой, не поверишь. Хо-ро-шо. Когда выписывают? Ну, обещают завтра. Ой, мальчики, знаете, вот лежала я тут и в окно смотрела. Знаете, что видела? Серый квадрат, серое небо. Вот в кино бы снимали, сказали бы, штамп. Ой, а в жизни, наверное, у многих так бывает. Лежишь, смотришь на небо и видишь серый квадрат. Не чёрный. Ай. И думаешь, как жить дальше. Ну и что, ты придумала, как дальше жить? Марго, я тебе обещаю, мы найдём этого гада. Тихо. Мальчики, вот об этом я с вами хотела поговорить. Так всё просто. Пишешь заявление, я… Да никакого заявления не надо. Заявление не надо. Был факт покушения, я свидетель. Так что я пишу заявление, этого достаточно. Открывается уголовное дело. Слушай, Старыгин, ты вообще кого-нибудь кроме себя можешь слышать? Я же говорю, не надо никакого заявления. Не доводи меня. Я вот сейчас пытаюсь понять твою логику. Поверь, она есть. Я не сомневаюсь, я пытаюсь понять, в чём она. Это тебе медитации с окном навеяли такие мысли? Сбавь обороты. Ладно, не обращай на него, Глебушка, внимание. Старыгин же у нас такой. Он всё время логику везде ищет. И любит кривое, струнку выпрямлять. Геометр-то мой, иди сюда. Счастливо оставаться. Чертёжник. Маргош, если тебе ещё надо, ты не молчи и говори, я тебе всё сделаю. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Да ты мой золотой. Ну что ты улыбаешься, как котик? Ой. Ну ничего, ничего. Всё нормально. Всё хорошо. Ну давай, ты иди, мой хороший. Иди, иди. Спасибо, что пришёл. Ну, пока. Смотри, Серёга, вот здесь потрёшь. Не приставай. День добрый. Что вы стоите? Присаживайтесь, присаживайтесь. Ну что вы, мы хорошо стоим. Оружие моя слабость. Ничего не могу с этим поделать. Так а что вас конкретно привело ко мне? Убийство Семёнова. А, это? Игорь Фёдорович, вы всегда так спокойно реагируете на убийство товарищей, знакомых? Нет. У меня их не часто убивают. А Семёнова я не любил. Да, если честно, и он меня тоже. Знаете, давно нарывался. Заметьте, вы сами это сказали. Я вас за язык не дергал. Слушайте, это что, допрос? Мне начать звонить адвокату? Ваше право. Но у нас есть информация, что вы приобрели одну вещицу, калибра девять миллиметров, и чует мое сердце, разрешение на неё вас нет и быть не может. Потому что продажа огнестрельного оружия в России запрещена. Парни, 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 давайте мы не будем горячиться. Идите-ка сюда. Вы знаете, сколько у меня его? А? Впечатляет. Это ещё не всё. А если бы вы видели это чудо, вы бы меня поняли. А? Да. Его держать в руках-то одно счастье. А стрелять… А сколько из этого чуда удалось выстрелить? Ни разу. А что, собственно, произошло? У вас голова высохла? Высохла. Собирайтесь. Поехали. И чудо прихватите. Всё это бред. От первого слова до последнего. Сергеич, он это всю дорогу толдычит. Разберёмся. Разбирайтесь. Разбирайтесь. Бред. Из вашего оружия произведён выстрел. Человек убит. Заключение баллистической экспертизы. Познакомьтесь. Вот, видишь, Серёга, это что? Послушайте, я, конечно, недолюбливал Семёнову, но… Так, чтобы убить… Это уложите. Я вас услышал. Но это факт. Вы считаете меня идиотом? Четыристо шесть. Что четыристо шесть? Четыристо шесть. Что четыристо шесть? Столько раз я слышал эту фразу. Послушайте, я понимаю, у вас опыт. Но я не идиот. Я официально вам заявляю, и можете это занести в протокол. Храните себя дома. Орудие убийства, это нужно быть умственно отсталым. Оформляйте. Чего оформляйте? Эй, погодите, погодите, погодите. Вы обалдели? Да что вы творите? Ну, хорошо. Подождите. Послушайте, мне нужно позвонить. Мне нужен адвокат. Будет тебе адвокат, уймись. Что происходит? Это по делу Семенова? Да, да, да. Да тихо-то, тихо. Обещали делиться информацией. Что стоим? Ко мне в кабинет. Ну что, Сергеич? Кругом. Игорь Федорович, вернитесь. Вы нужны мне здесь. Я здесь, здесь. Послушайте меня внимательно. Человек, который заказал убийство Семенова, очень хорошо знал вас обоих. Он был в этом ресторане на встрече. Он был у вас дома, потому что он знал, где вы храните оружие. Кто это мог быть? Да почти все, кто был на встрече. Семенова многие не любили. Слишком уж принципиальный был, раздражал. И меня раздражал. Сам живешь, дай жить другим. Этот человек не просто заказал Семенова. Он хотел подставить вас. То есть это не убийство с воспитательными целями. У него далеко идущие планы. Но, но я ведь не сяду, не сяду. Так что можно сказать, что ваш Мариарти не добился цели? Как сказать? Репутация, знаете ли, очень хрупкая вещь. Вас, конечно, отпустят. Вы вернетесь домой, а все уже все знают. Вам никто не будет звонить. У вас будут срываться сделки. А звонить вам будет только ваша сильно обеспокоенная мама. Потом, конечно, все утихнет. Но месяца два изоляции вам гарантировано. Поэтому подумайте, кто это мог быть. Я не знаю. Хорошо. Вспомните, пожалуйста. За последнее время кто-то из посторонних, незнакомых вам людей был у вас дома? Что вы имеете в виду? Сантехник, телефонист, флорист, в конце концов. Приходил ветеринар к заболевшей собаке. И приходил этот… Специалист по сетям. Я менял интернет-провайдера. Но ветеринар, я думаю, у вас постоянный. Конечно. У меня же маленькая. Соберитесь. Опишите мне специалиста. Дадим это оперативникам или сами поищем? Для начала пускай господин Маслов поищет совпадение. Угу. Слушаю. Я понял. Сейчас не могу. Но, дорогая, в ближайшее время. Угу. Все. Здорово, Леха. Ну, привет. Пройдемся? Ну, как ты? Чем занимаешься? Тебе какая разница? Помочь хочешь? Чего, злишься до сих пор? Да не злюсь я. Ну, вышибли меня из органов. Может, к лучшему. Сейчас вон больницу сторожу. Охранник, что ли? Давай по существу. Давай. Чего звал? Остались у меня с прежней должности кое-какие людишки. Ну, приходят, рассказывают. А, то есть ты их по-прежнему на коротком поводке держишь? Ну, типа того. Мало ли пригодятся. Так вот, один из моих информаторов — сапожник. Настоящий банк данных. Так он мне рассказал, что один парнишка, бывший уголовник, внезапно тут прибарахлится. Ну, на новой тачке появился. Ну, стали обмывать. А он возьми по пьяни и ляпни, что, дескать, денег у него теперь куча, и, дескать, начинает он новую жизнь. Ну, а теперь догадайся, с какого города нашей славной области и тот сапожник, и этот пареньок. Из того же, где Семенова убили. Как парнишку зовут? Нечаев Виктор. Виктор Нечаев. Удружил. Слушай, а что ты решил информацией с нами поделиться? Мы ж тебя вроде как подставили. Ну, знаешь, опер — он опер навсегда. Спасибо. Спасибо. Алло, Маслов, слушай меня внимательно. Мне нужна твоя помощь. Приватная, скажем так. Понял тебя. Значит, есть подозрение, что к убийству Семенова причастен некто Виктор Нечаев. Сорока лет от роду, из того же города, что и Семенов. В прошлом судимый. Мне нужна полная по нему информация. Как найдешь, скинь мне ее. Честно говоря, дорогая, у нас все сайты интернет-магазинов заблокированы. Что? Я даже не знаю, чем тебе помочь. Значит, за дорогую ответишь. Понял? Угу. Хорошо, хотелось. Ой. А что вам угодно? Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Нечаев здесь живет? Можно сказать и так. То живет, то не живет. По-разному. А, да, конечно. Благодарю вас. Когда в тюрьме сидит, здесь не живет. А когда в тюрьме не сидит, понятное дело. Я понял. А как теперь дела обстоят? Как раз сейчас здесь живет. Ага. А когда я могу его увидеть, мадам? Хм. К счастью, отсутствует. Так как уехал на своем новом автомобиле, который обмывал здесь трое суток. А он ничего не сказал? Когда собирался вернуться? Надеюсь, не скоро. Благодарю вас. Так как жильцам нашей квартиры тоже нужно немножко выспаться. Я понял. Прошу вас. Благодарю вас. Всего доброго. Всего хорошего. Владимир Александрович. Владимир Александрович. Да, Миша. А то такое дело. Надо оперативников вызывать. Миша, когда ты называешь меня по имени-отчеству, я сразу понимаю, что ты что-то натворил. Но если надо, значит надо. Звони, вызывай оперативников. Берите его, везите в управление. Я скоро подъеду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отличная тачка. Почем брал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отличная тачка. Почем брал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо. Виктор Антонович. Нож. Нож бросай. Бросай нож! Ну! Положил на землю. Положил. Быстрее! Опа! А вы чего раскричались-то, а? Людей разбудите. Ну, упакуйте его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Направо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Владимир Александрович. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я нашел образное совпадение. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это Нечаев Виктор Анатольевич. Он и есть тут. Зали подозреваемого. С помощью сотрудников аналитического отдела. Ага, вот. Спасибо, Алексей. Спасибо. Ну что, карачунь тебе? Ничего я не скажу тебе, начальник. Резона никакого. Ну, резона нет, это точно. Ты так и так свое получишь. Сюда смотри. И внимательно следи за русской речью, урод. Ты входил в дом со снорой. Якобы интернет устанавливал. Там пальцев твои хреново туча. Взял оружие. А после убийства Семенова, когда всех допрашивали, положил обратно. Ничего это не доказывает, начальник. Так что иди ты лесом. Лесом говоришь? Угу. Возьми-ка у него перчатки. Проверь тебе на порах. Андрюха, пакет достань. Понял мою мысль? А теперь давай рассказывай про дядю, который тебе Семенова заказал. Дядю? А может это тетя была? Если тетя, расскажешь про тетю. Никого я не видел. Позвонили по мобильному. Номер не определился. Назвали сумму, а дальше в моем ящике оказался конверт с авансом и с планом дальнейших действий. Как он тебя контролировал? Да никак. Сказано было. Если отклонюсь от плана, остальные суммы не получу. Отличный стимул. Ну и как, заплатил заказчик? А то. Много? Лимон двести. Ты купил машину, шмотки, часы, наверное, новые? Тебе-то что за дело? Меня начальник допрашивает. Значит, заберите у него оставшиеся деньги, и не сдачу, а то, что осталось от полученной суммы. Бедным раздать? Сначала на экспертизу, а потом бедным. А тебе от Белова тоже привет? Да, дорогая, привет. Я еще на работе. Нет, все в порядке, дорогая. Да. Нет, к сожалению… Да, да, да. Ну… Проследи, чтобы завтра с утра… Что? Купюры… Да, да. Купюры были у экспертов. Я понял. Хорошо. Да. Да. Нет, не тебе. Ну, послушай, мы работаем, а нет времени разговаривать. Не хочешь подержать в руках такую кучку? Подзарядиться социальной ненавистью? Успокойся. Валерьянку пей. Исследования показали, что все банкноты из одного банка. И руководит этим банком Сергей Разин, что и требовалось доказать. Не болеешь? Нет больше. У-у-у! На каком этаже кабинет управляющего? На пятом, только его нет. А где он? В отпуск уехал он только что. Поехали. Смотри, что творится. Ну да. Уважаемые пассажиры. Система на домане и ребенка находятся на третьем металле. Камера хранит. Весь квадрат. Строго на первом металле. Удивительно. Я не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сергей Афанасьевич! Добрый день! Так, вы куда? Здравствуйте! Вы кто? Куда вы меня? Я ничего не... Пустите! У меня поезд! Я сейчас... Я сейчас уезжаю! Пустите! Пустите! Я ничего не знаю! Лучше меня убейте! Куда я иду? Куда я иду?! Откройте окно! Я открыл уже форточку! Успокойтесь! Не он это! Кто-то его подставил! Да понимаю я. С такими нервами даже убийство мухи. Откройте форточку, Сергей Афанасьевич! Успокойтесь! Да вы присаживайтесь! Послушайте, я... Только один вопрос. Кому недавно вами была передана крупная сумма наличная? Да! Я ничего не знаю! Я не знаю ничего! Откройте воздушно! Воды мне! Марш воды! Воды! Можно мне воды? Воды мне можно? Принеси ему воды! Принеси ему воды! Дайте воды! Господи, душно вас ну... Э-э-э! Что ты мне даешь? Даешь? Это обычная вода! Я прошу вас! Назовите только имя! Мы можем сами проверить! кого проверить! Кого проверить? Проверить посмотрим сами Кого проверить? Кого проверить? Мы сохраним время друг другу... Какое время? У меня нет часов! Какое время? У меня нет часов! Возвольте... Ну и что, делайте теперь. Доигрались? Вы хоть понимаете, чем это пахнет? СМИ нас на куски разорвут! Оперативники замучили задержанного! Представить страшно! Хочу заметить, Юрий Юрьевич, что оперативники действовали в высшей степени профессионально. Глеб Сергеевич пытался вывести задержанного из психопатической истерики. Откуда? Из психопатической истерики. Вы это расскажете службе внутренней безопасности? Извините, мне нужно ответить. Это эксперт. Да, я слушаю. Владимир Александрович, скажите Данилову, пусть, пусть выдыхает. Да, да. Органическое повреждение миокарда. Путем введение яда на основе бария. Укол, 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 да. Да, и место укола тоже отчетливо видно. Спасибо, Володь. Не за что. Кто-то должен был с этим Разиным общаться утром и незаметно его уколоть. Наверное, тот, кого он хорошо знал. И кто мог подойти к нему близко. Тот, кому честный чиновник Семенов мог помешать завладеть землей. Кто знал, где господин Соснора хранит оружие. Тот, кому банкир Разин мог предоставить крупную сумму наличных. Да ладно вам. Дайте пройти. И мне почему-то кажется, что это он. Почему он? Вокруг него образовалась какая-то странная пустота. Человек метит в короли. Теоретик. Бегунов, Васильев. Анечка, так это что, все вчерашние посетители? Как жалко Сергею Афанасьевичу, да? А? Да, несомненно. А это все посетители? Сергей Афанасьевич был такой нервный в последнее время. Да я это заметил. Я говорю, как насчет посетителей-то? Это все, кто из предварительного списка. А незапланированных встреч не было? Он всегда был такой внимательный, отзывчивый, знаете. Анечка, давайте сосредоточимся, давайте соберемся. Давайте попытаемся что-нибудь вспомнить, Ань. Ну, пожалуйста. Да, да, конечно, да. Меня интересует утро. Вчерашнее утро? Ничего необычного не было. Приходил Константин Петрович, но он часто ходит. А? Шумарин. Он клиент нашего банка. Все? Можно я пойду? Извините меня, пожалуйста. Шумарин. Так что придется вам поверить, господин Шумарин, что мы не продаемся. Да ладно вам из себя неподкупность-то изображать. Просто, видимо, вам мало предложили, вот вы из себя романтикой корчите. Мне вот интересно, сколько вы Семенову предложили за муниципальные земли. А Семенову как раз столько, сколько вам и не снилось. Но ведь вы же проиграли в результате. Ну, почему же? В результате он умер. Он не умер. Ты его убил. Править захотелось. Королем стать. Ничего. Скоро на зоне будешь парашу выносить. Это я тебе обещаю. Послушайте, вы. Динозавры вы доморощенные. Откуда вы взялись? Сейчас все продается. Все стоят на своей панели. От чиновника до проститутки. А вы, население. Вы будете молча ждать свои подачки. Пятого и двадцатого. И делать то, что вам скажут. Все понятно. Так хочется вам по роже дать. А-а-а. Но вам все-таки что-то мешает. Верно? Да нет. А все-таки иногда ты бываешь нормальным. Это была минутная слабость. Не более того. Ну что ты за человек такой, а? Раз в жизни! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Валентин Николаевич, это я. Да, материальчик у меня. Я за ночь его переработаю. И с утра можно в печать отправить. Угу. Все, отбой. Мне возле арки остановите. Счастливо. Спасибо, счастливо. Привет. Привет. О, привет. Привет. Слушай, ну пошли. Как у тебя дела? Слушай, давно не виделись. Глеб Сергеевич, я хочу, чтобы ваш отдел занялся убийством журналиста Хромова. Товарищ полковник, у нас и так много дел. А этим могут заняться и районные опера. Стандартное ограбление, таких по нашим сводкам населения. Убийство произошло два дня назад. А убийца до сих пор не найден. Юрий Юрьевич, вы, может, не в курсе, но если такие дела сразу не раскрываются по горячим следам, то со всей вероятностью мы получаем очередной глухарь. И два дня — это не показатель. А меня это не волнует. Меня волнует другое. Два дня во всех газетах только разговоров об убийстве Хромова. Вот, пожалуйста. Расследование гибели нашего коллеги весьма показательно. Похоже, полиции легче спустить это дело на тормозах, чем найти преступников. Если через некоторое время руководство МВД официально выступит с заявлением, что Николай Хромов сам нанес себе несколько ножевых ударов в спину, удивление это не вызовет. Удивительно будет другое, если полиции все-таки удастся найти настоящего убийцу. Вот так, Глеб Сергеевич. Откладывайте все дела и займитесь этим убийством. Раскрыть его нужно в кратчайшие сроки, чтобы руководство главка могло отчитаться. И меня не волнует, как вы это сделаете. Меня волнует, чтоб вот это вот прекратилось. Приказ ясен? Приказ ясен? Так точно. Я позвонил в районное отделение подполковнику Качанову. У них этим делом занимается майор Нефедов. Отправляйте оперов. Пусть подключаются. Есть. Вот не было забот. Купила баба порося. Это если так дальше пойдет, мы наркоманов по подъездам будем собирать, что ли? Андрюк, Данилов что сказал? Район на уши поставить, а урода этого найти, чтоб желтая пресса не шумела. Руководство прикажет, будем по парадным ходить. Здравия желаю. Здрасьте. Майор Савельев. Капитан Белов. Как бы нам найти старшего оперуполномоченного майора Нефедова? Угу, Нефедова. А майор Нефедов на задержании. А вы по какому вопросу? По делу Хромова. Майор Нефедов пятнадцать минут назад как уехал, как раз по этому делу. Так может быть и мы присоединимся? Не дадите адресок? Обязательно. Давайте. Я согласен. Ну и получится. Ничего не получится. Стоять! Кто добегался, да? Чего надо? Ты задержан Лебедев. Да за что я ничего не знаю? За ограбление убийства. Не знает ничего. Да я, да я дома целую неделю сидел гриппом болел. А кто это может подтвердит? Мужики, не мешайте, да помогли ей. Да мы вообще-то тоже на работе. Мы как раз по поводу дела об убийстве Хромова. А, вы из главки что ли? Ну так Лебедев, что скажете? Да у меня все общежитие может подтвердить, что я болел. Ладно, в управление разберемся. Давай покой его. Давай пошел. Ну что, будем знакомы? Вадим Нефедов. Сергей Савельев. Белов Андрей. Вадим. Ну что, поехали в управление, разберемся с этим Лебедевым. Вадим, может к нам в машину, заодно поговорим? Ну давай. Езжай. Разрешите, Юрий Юрьевич? Да, Владимир Александрович, проходите. Что вы хотели? Я по поводу убийства журналиста. Я уже поручил Глеб Сергеевичу заняться этим делом. Я знаю. Я бы хотел подключиться. У вас есть какие-то мысли? Я считаю, что это не было банальным ограблением. Я думаю, что это было преднамеренное убийство, связанное с профессиональной деятельностью убитого. Чего вы делаете такие выводы? Присаживайтесь. Я изучил сводки по району, в котором произошло убийство за последние два месяца. Там действительно было много грабежей. Но ни одного с летальным исходом. Но это еще ни о чем не говорит. Юрий Юрьевич, убийцы и грабители – это два разных психотипа. Не всякий грабитель сможет убить. Если такое происходит, то обычно случайно. Ударили по голове, не рассчитали силу удара. Или пырнули ножом, если жертва оказала сопротивление. Но здесь был нанесен удар в спину. И заметьте, первый же удар был смертельным, после чего грабитель нанес еще несколько ножевых ударов. Я делаю выводы, что целью было именно убийство, которое грабитель потом выдал за ограбление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, Владимир Александрович, подключайтесь. Я бы хотел изучить материалы, которые находятся в компьютере убитого. Изучайте. Владимир Александрович, дело резонансное. Ну что, выходит, этот Лебедев действительно не при делах? Да, да, да. Ну а с чего вы взяли, что это вообще вам? А на месте убийства был мужичок, по описанию, очень похожий на Лебедева. Вот я и подумал, что Лебедев как раз на драгоценностях промышлял. Цацки у баба отнимал. Вот и подумал, может, квалификацию сменял. Ну понятно. Что дальше тут делаем? Слушайте, мужики, я с утра ничего не ел. Может, поедим? Кафешка тут за углом есть. Пожрать было бы неплохо. Вот, принес. Молодое дарование, вот это компьютер убитого журналиста. Угу. Там стоит пароль, в редакции его не знают. Может, у вас что-то получится? Владимир Александрович, с этим даже школьник справится. Вы же знаете. Вытащим батарейку из биоса. Он обнулится и будет нам счастье. Можете считать, что я все понял из вашего птичьего языка. Разбирайтесь. Угу. Михаил Николаевич. Да. Проанализируйте, пожалуйста, все газетные публикации убитого. Может, там есть какая-то зацепка. Понял. Ну и Вера Андреевна. Да. Когда Алексей вытащит информацию с компьютера, изучите ее, пожалуйста. Я хочу знать, чем занимался Хромов в последнее время. Хорошо, товарищ подполковник. Оп. Спасибо. Сейчас подвинем. Не-не-не-не. Нет. Нет, Вадим. Сегодня нет. Ну, за знакомство. За знакомство. Давай. Будем? Давайте. Раз, два. Ну и что по этому убийству? Удалось уже узнать, сделать. Да ничего. Эксперты рано изучили. Удары нанесены обоюдоострым ножом с широким лезвием. Но на месте преступления нож не нашли. Участковые пришерстили, но безрезультатно. Я чего на этого Лебедева-то подумал? Понадеялся, что это он… А что у этого журналиста украли? У него ноутбук был дорогой. Телефон какой-то крутой. Да, он еще пятьдесят тысяч гонорара получил. В день убийства. Вот, но в скупке пока вещи не всплыли. Я думаю, что грабитель на деньги пока пухает. Потом закончится, так может, понесет. Это ждать, как у моря погоды. Но это если еще повезет, если он местный окажется. А если залетный какой-нибудь? Так вот и я о том же. Сейчас. Простите. Да, Колян. Белов, ну ты тормози уже давай. Да ладно, за знакомство. Это который Хомченко? Ну тогда закусывай, хорошо. Закусывай. Ну ладно, я занят сейчас. Подъеду, освобожусь, подъеду. Давай. Простите, участковый звонил. У него на участке один урка неделю назад откинулся. Валерий Хомченко по кличке Хома. Я как раз закрывал его дело последний раз. Чего за Хома-то? Да. Наркоман, рецидивист. Участковый говорит, устроил целое шоу в магазине. Пошел за водкой ночью, а продавщица принципиальная попалась. Давай. И не продала ему. Так он пять тысяч за бутылку предлагал. Ничего себе парня припёрнут. У наркоманов всегда так. Когда наркотиков нет, так они за водку мать родную продадут. И это к чему? У Хомченко-то денег никогда таких не было. А тут пять тысяч за бутылку. Ну так давайте слетаем к этому Хоме. Проверим его. Чего делов-то? Так давай. Девушка. Маша. Машенька. Да. Почитайте нас, пожалуйста. За счет заведения? В смысле? Ну, ребят. Вы же у меня на земле. Нормально. Знал бы, вторую бы котлетку заказал. Машенька, а можно с тобой? Ой, Белов, вечно голодный. Не позорь, главка. Да ладно, чё ты. Приветствую. Привет. Здорово, Колин. Привет. Ну чё, он дома? Да я не знаю, без вас соваться не стал. Здорово. Но с соседкой пообщался, говорит, вчера весь день куда-то уходил, потом приходил, опять уходил. Ну что, заглянем в гости? Какой этаж? Второй, вот два окна. Андрюха, остаешься с участковым, вдруг он чемпион по паркуру. Да ладно, может, колен один постоит? Нет, брат, ты мой по революции. Два раза за месяц в больнице для тебя жирно лежать будет. Здесь? Да. Походу, нет никого. Да нет, походу, есть кто-то. Чё надо? Валерка дома? Ух ты, красавица. Ты куда? Там и поговорить только, поговорить. Уважаемая, а вас как зовут? Света. Светочка, вот вы меня сейчас дверью чуть не убили. Скажите, а где Хома? Не знаю я. Ага, последний раз дома он когда был? Вчера пришел с козлом каким-то, всю ночь бухали, я вырубилась. А у этого козла имя есть какое-нибудь? Не знаю. Сереж, смотри, телефон журналиста, по всем описаниям. Похоже, что Хомченко его и завалил. Ну вот, осталось Хому на две. А, Свет, так, ну я так понял, у этой Снегурочки мы уже ничего не узнаем. Держи. Давай на экспертизу телефон. Слушай, Вадим, и пригласи своих людей, пусть здесь похороняют, вдруг Хома появится. Ага, понял. Если что, мне сообщи сразу. Хорошо. Ага. А это бесполезно. Семенович, наряд пришли. Вот, смотрите, еще в этой директории можно посмотреть. Там обычно временные файлы остаются. А в них очень много чего интересного бывает. Ну какие результаты? Миша, что у тебя? Странное дело, Владимир Александрович, за последние полгода Николай Хромов ничего такого не писал. Обычные городские новости про плохую уборку снега, про сосули, но еще про заросли борщевика, правда. Слушайте, так а может быть это борщевик его? Того. Очень смешно, Алексей. Займитесь делом. Александрович, Владимир Александрович, я изучила на этом компьютере черновики, но они все той же тематики, о чем говорит Миша. То есть моя версия о том, что убийство связано с его работой не верна. Я тут кое-что выяснил. Хромов до этого работал по криминальной тематике, но полгода назад резко сменил направление. И сразу в газете появился новый корреспондент, некто Виктор Игнашевич. Все его статьи связаны с коррупцией в нашей системе. И, судя по комментариям на сайте, его материалы пользовались большой популярностью у читателей газет. Это интересно, Миша. Давай мы свяжемся с редакцией и попытаемся позвонить этому Игнашевичу. Попробуем. Да, слушаю. Добрый день. Скажите, могу я услышать Виктора Игнашевича? А что вы хотели? Дело в том, что у меня для него есть важная информация. Вы знаете, Игнашевич – это наш внештатный автор, и он работает дома. Скажите, пожалуйста, а телефон, могу я его узнать? Или, например, электронный адрес, почты? Нет, я вам ничем не могу помочь. Эта информация не разглашается. Спасибо, до свидания. До свидания. Мы не разглашаем эти данные. Совещание через тридцать минут. Хорошо. Зайцев, чтобы через пять минут материал был у меня. Хорошо будет. Валентин Николаевич. Звонили из главного управления. Спрашивали про Игнашевича. Что ты им сказала? Ну, что наш внештатный автор. Если они еще раз позвонят, скажи, что у нас больше не работает. Уехал. В ЭСПУ. Поняла? Хорошо, Валентин Николаевич. Гриша проверил телефон. Пальчиков на нем нет. Но телефон действительно принадлежит Хромову. Ну, уже что-то. Да, сейчас на квартире Хамы дежурит группа Нефедова. Ждем от него сигнала и все. Ладно, Серега. Я домой пошел. Результаты будут, звони. А то Карпенко достал. Конечно, Сергеич. Счастливо. Сергей, извини, я краем уху услышал, что ты произнес фамилию Нефедов. Не тут ли это майор Нефедов Вадим Васильевич? Ну, допустим, и что? Не, ничего. Просто хотел тебя предупредить, что майор Нефедов, как сказать, очень непростой человек. В смысле непростой? Ты понимаешь, по прошлой своей работе я пересекался с ним несколько раз. И, как сказать, с этим человеком надо быть очень осторожным. Миш, ты у себя там в аналитическом отделе немножко переработал. Нормальный он, мужик, нормальный. Я просто хотел предупредить. Вер, скажи, ты статьи Хромова читала? Ну, да. У меня к тебе просьба большая. Ты не могла бы почитать еще статьи Игнашевича? Так. Мне очень нужен сравнительный анализ. Кутру сделаешь? Хорошо. Спасибо тебе большое. Ты просто… золото. Ну, как у тебя дела на работе? Да, все как обычно. А у тебя? Тоже. Вот сдали книжку в печати этого молодого автора. Детективная серия. Понятно. Интересно? Ну, мне не очень. Ты же знаешь, мне хочется чего-нибудь серьезного. Угу. Ну, не модно. Люди не хотят думать, им подавая приключения, фантастику современную. Да уж. Глебушка, я в пятницу пригласила Волошиных. Генну с Людой. Ну, они очень хотели к нам зайти. И Смирновых. Ты бы не мог отпроситься с работы пораньше. Пораньше? Не знаю, как получится. Ну, пожалуйста. Ну, ради меня. Ну, хорошо, Нют, я постараюсь. Ну, и слава Богу. Да, да. Слушай, нормально. Если позвоним, мы заранее договоримся, конечно. Алло, Сергей, это Нефедов. Мне сообщили адрес, где Хамас скрывается. Я сейчас туда. Вы как? Да, мы тоже подъедем. Какой адрес, Вадим? Шестая Красноармейская, 4061. Хорошо. Алло, Андрюха, ты сейчас где? Очень хорошо, тебя сейчас там близко. Короче, Нефедов едет на задержаниях, а мы. Да я тоже подъеду. Ну, я в другом конце города. Пока пробьюсь, давай езжай сам, только будь осторожен. Адрес запоминай. Миша. Да. Миша, посмотри. Вот я сравнила статьи Хромова Игнашевича, как ты меня просил, да? Ага. Вот. Сам посмотри. И что? Вот. Это писал один человек. Ты уверена? Во-первых, во всех статьях, смотри, очень часто предложения начинаются с вводных оборотов. Причем, одних и тех же. Во-вторых, длина предложения, плюс используемый словарный запас. Плюс характерные эпитеты и речевые обороты. Сомнений нет. Один человек. Спасибо, Вер, тебе большое. Очень помогла. Здорово. Здорово. Холодно. Вот эти окна. На первом этаже квартиры. Они тут с дружком всю ночь классили. Группу вызвал? Вызвал. Сейчас должны подъехать. Хомченко! Стоять! Руки! Руки! Отлично. Вокруг давай! Вокруг дома! Отошли! Стоять! Отошли! Вокруг. Вокруг, в Кринусе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отошли! Ого! Рот с ножом на меня бросился. А, обоюдо-острый нож с широким лезвием, так твои эксперты говорили. Да вроде так. Валентин Николаевич, скажите, а почему Хромов стал писать свои статьи под псевдонимом? Да не было у него никакого псевдонима. Просто раньше он выдавал хорошие материалы, потом и списался. Ну, бывает такое у творческих людей. Я предложил ему перейти на легкие темы. Вот так. Интересно. Вы знаете, сотрудники нашего отдела вчера сравнили статьи Хромова и вашего внештатного сотрудника Игнашевича. Странная штука получается. Писали они, как близнецы-братья. Те же самые обороты, стиль тот же самый. Знаете, мне кажется, так не бывает. Может быть, Хромов и Игнашевич — это один и тот же человек? Про это никто не знал. Кроме меня и Хромова. Нефёдор, ну что такое, ну? Ты бы хотя бы смотрел, куда стреляешь-то, ну? Да какой смотрел? Он на меня с ножом бросился. Вон, Андрюха подтвердит. Ага. Ну, мог бы поаккуратней как-то. Как? Дело в том, что Коля опасался за свою жизнь. А теперь боюсь и я. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Ну, понимаете, Коля был такой борец за правду. И я это приветствовал. Я, знаете ли, журналист старой закалки. Я считаю, что журналистика должна лечить болезни общества. И поэтому, когда Коля накопал какой-то материал о коррупции в полиции, попросил написать цикл статей, и я дал добро. Угу. Ну, в общем, с тех пор все это началось. Угроза. Ну, да. Стали звонить. Говорили, что если он не прекратит копать, ему не поздоровится. Я ему предложил остановить дело. Он сказал, что хочет дело довести до конца. Скажите, вы не знаете, а кто именно звонил? А откуда мне знать? Они не представлялись. В общем, после всего этого мы договорились с Коля, что следующий материал он будет печатать под псевдонимом. Но еще раз повторяю, об этом знал только он и я. Скажите, а кто-нибудь в редакции догадывался об этом? Нет. Мы старались держать все это в тайне. Валентин Николаевич, у меня к вам просьба такого характера. Мне нужны полные списки сотрудников вашей редакции. Значит, вы считаете, что Коля предал кто-то из наших? Не знаю. Но проверить все равно надо. Хорошо. Я вам сегодня же вечером пришлю. Ну и вы, пожалуйста, тоже держите меня в курсе. Я, знаете ли, теперь тоже боюсь выходить вечером на улицу. Договорились. Всего доброго. Спасибо. Официально заявляю, что дело об убийстве журналиста Николая Хромова раскрыто. Убийца найден. Найдено орудие преступления. Есть неопровержимые улики. Дело было раскрыто в кратчайшие сроки и, значит, полиция выполнила свою работу профессиональным. Да. Юрий Юрьевич, а где сейчас находится преступник? И кто он? Некто Хомченко Валерий Викторович. Рецидивист, неоднократно судимый. При попытке к бегству был убит. Извините, а вы могли бы отметить кого-нибудь из участников операции? Кто-то отличился? Если вы знаете, то в подобных операциях принимает участие большое количество сотрудников. И выделить кого-либо особо, ну, было бы как минимум некорректно. Хорошо. А кто курировал дело об убийстве? Дело курировал лично я. Спасибо. Ну что, может, выпьем? Давай за тебя. Давай за тебя. Все нормально будет. Нормально? Че ты? Нормально. Темного кружечка. Надеюсь. Не знаю. Ну, а че? Тогда, может быть, ко мне пойдем? Сегодня? Да, когда еще. Ну, завтра будет. Ну, завтра уже поздно будет. Неожиданно. Ты че здесь делаешь? То же, что и ты. Только не говори, что тебя ностальгия замучила. А почему нет? Я здесь очень давно не был. Хотя за последние 30 лет, по-моему, здесь ничего не изменилось. Такое ощущение, что мы сейчас с тобой по кружечке и пойдем на лекции. Забавно. Да. Есть такое дело. Так же это сбавляют, так же не доливают. О чем задумался, Глеб Сергеевич? Да, думаю о сегодняшнем заявлении, Карпенко. А что тебя не устраивает? Да не знаю я. Все как-то просто в этом деле. Словно хому этого нам специально подкинули, чтобы дело побыстрее их закрыть. У меня больше вопросов, чем ответов. И что делать с этим, я не знаю. Похвально. Начальник оперативного отдела борется за правду, а не за раскрываемость. Да хватит тебе, Володь, ну. Ладно, остынь. У меня тоже очень много сомнений на эту тему. А ты что нарыл? Мы не роем, мы анализируем. Ну не хочешь говорить, не говори. Шульгина покопалась в рабочем компьютере этого Хромова. Нашла много интересных материалов. Информации, конечно, мало. Потому что, насколько я понимаю, основной он сливал к себе в ноутбук, который так и не нашли. Так вот, он готовил серию статей о коррупции в этом районном отделе МВД. Дело в том, что наши коллеги из этого района обложили данью коммерсантов. Если тебе не платили, они их прессовали. А если не помогало, они вешали на них криминал. Они что там, совсем нюх потеряли? Ну что ты хочешь? Время такое. Некоторые товарищи расценивают нашу службу, как возможность быстро заработать. Слушай, а может их слить в УСБ? Пусть им проверки устроят. Нельзя этого делать. Если настоящий убийца Хромова связан с этим районным отделом, мы его можем спугнуть. Ну а что теперь, сидеть, сложа руки? Ну нет, почему? Почему? Я думаю, что я скоро все узнаю. А как только узнаю, я сразу поделюсь с тобой информацией. Договорились. Посидите пока. К вам сейчас подойдут. Я проанализировал списки. Она самая вероятная кандидатура. Значит, Марина Самсонова, секретарь главного редактора. У всех остальных в биографии темных пятен нет. А у нее что? У нее брат Дмитрий, отбывает срок, уже год сидит за сбыт наркотиков. Именно на это могли надавить. Держи. А понимаешь, Борисов мне сказал в беседе, что они всех тщательно проверяют. Всех сотрудников. Если бы он знал факт ее биографии, она бы там не работала. Понятно. Не слишком строго? Дум ты брось. Очень хорошо. Иди. Здравствуйте, Марина. Добрый день. Я не понимаю, зачем вы меня к себе вызвали? Скажите, Марина, в каких отношениях вы были с Хромовым? Да ни в каких. Нет, но у нас в коллективе у всех нормальные отношения. Коля нормальный парень был. Понятно. Понятно. Скажите, Марина, это из-за вашего брата вы сказали кому-то, что Хромов носит псевдоним «Игнашевич». Я… Я никому. Откуда вы знаете? Кроме вас больше некому. Он подошел ко мне и сказал, что если я ему не расскажу, кто такой «Игнашевич», то он Димке в колонии устроит проблему, а он мне все время пишет письма, что его там всегда избивают. Я не хотела. Успокойтесь, Марина. Вы можете мне все рассказать, кто к вам приходил. Я боюсь. Марина, если вы нам поможете, то ни вам, ни вашему брату больше никто угрожать не будет. Кто он, Марина? Привет. Здорово. Здорово. Че, по мою душу? По твою, Вадик, по твою. Может, в кабинете у меня поговорим? Давай. Лежать. Тихо. Лежать. Лежать майор, я сказал. Тихо. Ляг, ляг, ляг. Белов, ты как? Нормально. Белов, ну давай уже, стреляй. Ну че ты машет опять? Колеса-то видишь, нет? Держи ровнее! Стоять! Серега! Нефиг, ай, нефиг. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Молодец, Андрюха. Нефиг, ай. Ну что ж ты сломался-то? Этоки за Белова. А за обед мы позже рассчитаемся. Давай-давай, пошли. Значит, я буду говорить, только в присутствии своего адвоката. Еще добавить? Дурак ты, майор. Рассказывать будешь? Че рассказывать-то? Хомченко был причастен к убийству журналиста? Естественно. У вас что, мало доказательств? Ты лучше скажи, Нефедор, откуда в квартире Хомы оказался телефон Хромова? От верблюда. А где Хома? Вчера пришел с козлом каким-то. Всю ночь бухали, я вырубил. А у этого козла. Сереж, ау, смотри. По описаниям журналистский телефон. И убил ты его специально, да? Чтобы нож потом подкинуть. Не стреляй. Я все равно ничего под протокол говорить не буду. Вадик, ну ты по-любому сядешь. Либо за то, что Хромова убил, либо за то, что в нас стрелил. Либо за то и за другое. Кстати, сейчас у тебя на квартире идет обыск. Интересные вещи находят. Слушайте, вы действительно идиоты? Или вы реально ничего не понимаете? Это ж не я все придумал. Я выполнял приказ. Вот ты и расскажи, кто тебе приказ отдавал. Себе же лучше сделаешь. Глядишь, на суде меньше дадут. А если нет, я лишь один. За всех. Уговорил подполковник. Задержанный сегодня майор Нефедов признался в убийстве журналиста Хромова. Кроме того, Нефедов заявил, что готов дать показания против своего руководства. В связи с этим руководство районного УВД отстранено от своих должностей. Ведется следствие. И к другим новостям. Продолжение следует... Вызывали, Юрий Юрьевич? Вы извините, я зайду позже. Нет, проходите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я слушаю вас. Владимир Александрович, какого черта вы влезли в это дело? А что вы на меня так смотрите? Вы понимаете, что у нас теперь будет огромное количество проблем? А у меня, как у вашего непосредственного начальника, будет их еще больше. Мне уже звонили, что не нужно было выносить ссоры из избы. Юрий Юрьевич, насколько я понимаю, наша задача состоит в том, чтобы преступник был наказан. Настоящий преступник. Да перестаньте вы! Настоящий, ненастоящий! Владимир Александрович, а ведь я вас брал на службу не для того, чтобы вы меня подставляли. Я работаю не лично на вас. Я работаю в системе МВД. И с этой точки зрения я… Подполковник Старыкин! Ваша точка зрения меня сейчас не интересует! Значит так, Владимир Александрович, если вы себя считаете человеком не моей команды, вам лучше поискать другое место службы. Я понял вас. Я подумаю над вашим предложением. Могу идти. Идите. Идите. Алексей, а вы почему домой не идете? А я хочу с начальством пообщаться. По поводу? Да так. Что? Володь, все хорошо? У меня все хорошо, Миша. Точно? Точно. Иди домой. Товарищ подполковник. Вы что хотели? Я бы хотел попросить вас задавать мне более серьезные и ответственные задания. А то, честное слово, чувствую себя как школьник на практике. Более серьезные и ответственные задания Маслов в других отделах. Если вас что-то не устраивает, можете уходить. Я никого насильно не держу. Не знаю, а не знаю. Да, конечно, я не знаю. Ну что, Алеша? Поговорил? Да уж. Ну тогда, до завтра. Угу. Слушай, вот я не понимаю, как, как так можно? Да слушай, ты вообще никогда ничего не понимал. Ну а что? А что я могу? А что я могу? Ну как ты учился в полицейской академии? Романов, видишь, я по поводу майора Нефёдова. Мерзавец оказался редкостный. Извини, что сразу к тебе не прислушался, но у нас тоже бывают проколы. В общем, прости. Да ничего страшного. Обращайтесь. Спасибо. Еще винегрет положу. А вот моя Люда так меня не балует. Как тебе не стыдно, а? Слушай, Анюта, сегодня видела новую книгу вашего издательства на прилавках. Не успела купить, торопилась к вам. А вот мы с Тамарой уже читаем. Да. Купили целых два экземпляра. Ну что, между пятой и шестой перерывчик небольшой. Не чисти, красавчик. Давайте. За здоровье. Ой, за нас, девочки-мальчики. И вот, почитали мы первую главу. Могу сказать, затягивает. Образ главного героя такой правильный. Крутой полисмен, который в одиночку справляется с мафией. Анна, а продолжение серии будет? Конечно. Книжка хорошо раскупается, так что договор заключают уже на следующую. Ага. Да. Да, Федор. В общем, через пять минут я буду. Давай, жди. Ты красотуль мой. Ты у меня такой разный. Пять минут назад был такой добрый, родной. А сейчас опять такой деловой. Девочка моя, если б я был бы со всеми таким, как с тобой, я был бы никем, как твой Валера. К сожалению, мне пора. Много дел. И потом, через два часа, очень важная вечеринка. Ага. А меня на эту вечеринку возьмешь? Ты же знаешь, что нет. Ты все прекрасно понимаешь. Правда? Ладно, поняла. Не соответствую, да? Перестань. Перестань, я сказал. Все. Вечером увидимся. Мужик, стой! Я тебя за Ксюху все равно убью. Ай! Молчи! Слушай, Сюдак, ошибка природы. Насколько мне известно, Ксюша с тобой развелась. Так будь добр, сделай так, чтобы я тебя видел здесь в последний раз. Ты понял? Не понял! Я тебя все равно найду и грохну! Да, Марго, привет. Привет, Старыгин. Ну, я думаю, что тебе что-то нужно. Ты же просто так мне позвонишь. Угадал. У меня к тебе сегодня будет необычная просьба. Устраивается благотворительный вечер, и мне нужен кавалер. Одно мне будет скучно. Ты думаешь, со мной будет веселее? Ну, Старыгин, ну пожалуйста. Я тебя очень прошу, женщине отказывать нельзя. Согласен. Я за тобой заеду, целую. Машину подгони. А, Владимир Александрович, забываю спросить, как себя чувствует Маргарита Витальевна? Вот она только что звонила. У нее все хорошо. Спасибо. Ну, передавайте привет. Маша, меня сегодня не будет. Подготовь на завтра эти договора и уборщица скажи, чтоб убралась как следует, иначе будет уволена. Евгений Николаевич! Ну, что еще? Завтра во сколько будете? Я не понял, а что за вопрос? Тебе какая разница? Во сколько буду, во столько и буду. Опять к этой поедете? Послушай меня, милочка. Если у нас с тобой когда-то что-то и было, это не повод звонить мне после работы. И очень прошу тебя, перестань писать эти пошлые эсэмэски. Сволочь. Ну что, дальше патрон у меня заканчивается. Палено направляет на меня пистолет, прижимает вот так вот стенки. Я думаю, ну все, конец, Савельев, приплыли. Ну а страшно-то было? Да страшно было, Илюх. Дурак только не боится. Вспомнил всю жизнь. Вся жизнь пролетела перед глазами. Дальше что? Дальше появился Данилов. Так бы я сейчас с тобой здесь вдруг не разговаривал. Понял? Всем привет. Глеб Сергеевич, приветствую. Здравствуйте. Серега, что у нас по текущим делам? Ну что, особо новостей нет. По ограблению на Суворовском. Там работают местные опера. По рецидивисту Цезарю поставили наружку на его адресе. Но есть подозрение, что он подался в Псков. Там у него родственники. Но я уже позвонил туда операм, они сказали проверят. Разрешите обратиться, товарищ подполковник? Да, слушаю тебя, Илья. Глеб Сергеевич, у меня скоро заканчивается стажировка. Я только пару раз на выездах был, а так на телефоне постоянно сижу. Да? Ну и что? Ну возьмите меня на какую-нибудь операцию. Это все? Нет. Ну послушайте, ну я что сюда пришел? С секретаршей работать? Я хочу настоящую мужскую работу, а вы на меня даже внимания никакого не… Илья, прекрати истерику. Отправляйся в архив и собери все материалы по Цезарю. Есть. Вот так-то. Мужскую работу. Ну-ну. Ну с ним по-любому уже надо как-то определяться. Определяться. Да молодой он еще, Серега. Ну значит надо сказать, так мол и так, парень, ты нам не подходишь, чтобы он иллюзию не строил. Ну, Глеб, ты себя-то вспомни в его возрасте. Ну что, шампанская дрянь? Конечно. Я удивляюсь, устраивать такой вечер и даже не купить нормальный алкоголь. Ну а ты знаешь, у каждого свои понятия о нормальном. Чё, правда понравилось? Ну… Марго! Прошу прощения. Марго! Какая неожиданная встреча. Здравствуйте, Евгений. Как дела? Познакомься. Это Евгений Николаевич Бородулин. Преуспевающий бизнесмен. Владимир. Я бы даже сказала, весьма преуспевающий. Это Старыгин, мой старый знакомый. Угу. Очень приятно. Ну, только если уж мы так встретились. А я по поводу нашего давнего разговора. Ты не передумала? Женечка, я не передумала. Ну что же, я подожду, подожду. Угу. Долго ждать придется. Ну, ты же знаешь, я умею долго ждать. Очень долго. Или я что-нибудь придумаю. Извините. Слышь, ты урод! Ты че делаешь, а? Кто? 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 Маму! Прекратите! Маму! Маму! Пустите! Руки упери! Руки упери! Просто как малые дети. Успокойтесь. Кого-то они напоминают меня. Да отпустите вы меня! Я сказал, руки уперите! Иди, иди, иди ко мне! Иди сюда! Сейчас, сейчас подойду, конечно. Все, все, все. Ну, конечно. Вот, полюбуйся. О, кто это тебя так? Да в школе. Там Макс… Что не поделили? Что значит, что не поделили? Ну, почему-то как, как на работе. Ты на сына внимание обрати. Сына побили. Ой… Ну, что там, Макс? Ну, он сильнее. Вот и докапывается постоянно. Ладно. Ну, покажись. Красавица. Витя, если ты его будешь бояться, он тебя так и будет постоянно бить. Надо уметь давать сдачи. Ну, пап, он вообще здоровый! Вот такой! Да, ждите, он выше и сильнее. Всегда есть способ, чтоб его успокоить. Как? Пойдем, я тебе покажу. Сколько было, Хлопков? Четыре. Привет. Привет. Здорово, Антон. Здорово. К участковому по квартирам отправил? Так точно. Андрюха, к участковому… Видно, что они были похожи? Здорово. А вы кто? Я телохранитель Евгений Николаевича. Серёв, поработай. На кухню пройдемте. Хорошо. Здравия желаю. Ну, здравствуй, Гриша. Привет. Рассказывай, что у тебя тут. Ну, а что тут? Дело ясное, что тут дело темное. В общем, дверь осмотрел, следов взлома нету, открывали ключом не отмычкой. Но, скорее всего, кто-то из своих. Ну, видимо, да. Опять же, следов борьбы нет. Кстати, Глеб Сергеевич, а почему нам это дело передали? Убитый крупный бизнесмен Бородулин Евгений Николаевич. Понятно. Владелец заводов и пароходов. Да. Кстати, Гриш, оружие нашли? Да. Плохо. Володь, пиши. Выстрелы были произведены с близкого расстояния. Метра полтора, два. По периметру кровати найдены гильзы. Также следы пороха на одежде. Доброе утро. Все в курсе убийства Бородулина? Угу. Конечно. Ну, туда опера поехали разбираться. Ну, пусть они разбираются, а мы уже начнем работать. Работать будем на опережении. Вера Андреевна, съездите, пожалуйста, в офис Бородулина. Пообщайтесь с сотрудниками. Угу. Миша. Да. Вера Андреевна, мы работаем на опережении. То есть, динамично. Миша, выясни, чем он занимался в последнее время. Хорошо. А мне нужно встретиться с одним человеком. Ну-ну, продолжайте. Ну, он к девчонке-то часто приезжал, ночевать оставался. Я его и вчера сюда привез, и должен был в десять утра забрать его. У него какое-то совещание важное сегодня. А тела как обнаружили? Ну, я приехал в десять, подождал его десять минут. А потом позвонил ему, телефон никто не брал. Я подумал, сами понимаете, дело молодое. Подождал еще полчаса, потом опять позвонил. И уже понял, что что-то не то, и поднялся наверх. А дверь открыта была? Ну, да. Была открыта. Я увидел тела и сразу вам позвонил. Угу. А что стоим-то? Присаживайтесь. Спасибо. Ну, и позвонили нам, и что стали делать? Ждать. Расскажи мне про этого Бородулина. Что за человек был? Я не люблю с тобой разговаривать на серьезные темы. Я помню, как это однажды закончилось. Ладно, Марго, извини. А ведь не отстанешь, чувствую. Ну, все-таки. Я о нем много могу чего рассказать, но если коротко. Бизнес свой вел довольно жестко. Не всегда порядочно. Своей цели добивался любой ценой. И то, что его сейчас вот нет среди нас. А вот не жаль, ты знаешь, не жаль. И думаю, даже тем людям, которые с ним работали, тоже так думают. Даже так? Интересно. А что за мужик, вот с которым он вчера поссорился? На презентации? Завьялов Леонид. Он был компаньоном Бородулина. Я помню, они один раз поссорились, а потом даже у них судебный процесс был по разделу этого совместного предприятия. Понятно. От тебя-то он что хотел? Что вы с ним вчера там обсуждали? Ничего особенного. Просто он когда-то хотел выкупить мою долю в одном финансовом фонде. Все? А ты отказывалась? Ну да, я отказывалась. Мало денег платить. Как всегда хотел за одну копейку в рай попасть. Но это вообще-то было его перманентное состояние. Что за фонд? Дорогой мой, этого я тебе сказать не могу. Почему? Ну не могу, потому что такой информации не делится. Бизнес как бизнес. Допрос окончен? Ну перестань, Маргуева. Я спрашиваю, допрос окончен? Да. Пойдем есть? Да. Что-нибудь вкусненькое? Пошли. Пойдем. Глухо. Никто ничего не видел и не слышал. Ну а камеры видеонаблюдения в доме есть? Ну, так-то камеры в парадных есть. Но вот конкретно здесь ее пару недель назад какая-то шпана выдернула. Понятно. А новую так и не поставили. Ну а про хозяйку дома что-нибудь можешь сказать? Ну что, квартиру эту сняла где-то полгода назад. Вроде как с мужем разошлись. Девочка тихая была. Ни пьянок, ни гулянок, все нормально. Понятно. Не густо. Ну, давай. А у вашего хозяина по бизнесу проблем не было? По бизнесу? Да вроде не было. Ну может угрожал кто-нибудь? Да нет. Хотя был один инцидент. Муж этой девчонки объявился. Муж? Ну да. Ну и что? Подкараулил Евгения Николаевича возле подъезда. Угрожал ему с ножом. Ножом? Да. Обещал его порешить. Хорошо, я отреагировал. Но он все равно обещал его убить. Стоп. Спасибо. Да не за что. Глеб Сергеевич, тут такое дело. Скажите, Маша, во сколько вчера Евгений Николаевич ушел с работы? Часов шесть, кажется. Уехал на какое-то мероприятие. Скажите, а как у него вообще с личной жизнью было? Я откуда знаю? Я в его личную жизнь не лезла. Себе дороже. А почему у него ничего с вами не получилось? Не поняла. Но вы же пытались добиться его расположения. У вас это даже почти получилось. Он вас просто использовал, да? Не лезьте не в свое дело. Понятно? Понятно. А как вы отнеслись к тому, что у него появилась новая любовница? Субтитры делал. Цветков слушает. Илья, пробега адреса. Чесноков Валерий Викторович. Имел условную судимость. Сейчас. Сейчас. Я подожду. Ну и что, мы прямо сейчас поедем? Не, Андрюха, мы можем, конечно, подождать немножко, чтобы дать ему спокойно куда-нибудь уехать. А вас что-то беспокоит, капитан Белов? Да я просто не жрал ничего с утра. А что ж ты не жрал-то с утра ничего? Не хотел. И сейчас не хотел. Ну, нашел? Так, да. Вот. Валерий Викторович Чесноков. Так. Сейчас. Адрес. Улица Подковырово. Дом 8. Квартира 4. Хорошо. Товарищ подполковник. Я про наш вчерашний разговор. А может быть, я съезжу? Ну ладно, Илья. Поезжай. Тебя там близко. Только сам никуда не суйся. Ты меня понял? Есть, товарищ подполковник. Погнали. Володь, вот что я выяснил. Смотри. У Бородулина в последнее время никаких конфликтов по бизнесу не было. Единственное, за что можно зацепиться, это судебный процесс. С его бывшим компаньоном Леонидом Завьяловым. Именно. Через неделю должно было состояться очередное судебное слушание. Добрый день, Вера Андреевна. Здравствуйте. Что у вас нового? А у меня состоялся один очень интересный разговор с секретаршей Бородулин. У них там практически мексиканская драма. Да что вы говорите, у них были отношения. Нет. Хотя секретарша этого очень хотела. Но после одной бурно проведенной ночи, Бородулин к ней охладел. Девушка погревала и решила отомстить. Каким образом? Ей предложили сливать информацию на Бородулина, и она согласилась. Интересно, на кого она работала? Она работала на некоего Завьялова, бывшего компаньона. О! Так, так, так. Ты чего? Я тебе говорю, он больше успокойся. У нас нет оснований для его задержания, поэтому поезжай к нему в офис и побеседуй. Хорошо. А лучше не в офис. Почему? Потому что в это время Завьялов посещает бассейн. Маша рассказала мне, что они встречаются в обеденное время. И она сливает ему всю информацию. Вера Андреевна, будьте любезны, дайте адресок. Валерка, ну как тебе не стыдно на детской площадке пить? Иди ты к себе домой и там пей. Теть Надь, иди куда шла. Без тебя тошно. Глеб Сергеевич, он там на площадке сидит, пиво пьет. Ага. Хорошо, хоть народу нет. Серега, Андрей, работаем. Глеб Сергеевич, а я? А ты здесь оставишь, Сергей. На всякий случай. Здорово, Валерий Викторович. Здорово, Валерий Викторович. А в чем дело? Эй, мужики, вы че? Вы кто такие-то? Андрюх, прими его с той стороны. Ага. Стоп. Сергей, ты ко мне с вами ехать? Нет, здесь оставаться. Стоять! Глеб Сергеевич! Глеб Сергеевич! Черт! Серега, ты как? Челюсть пробел, скотина. В машину, быстро! Джей, как? Что ты, Дорога? Вау, беда. Хр one цветом! Р nieuweewизия! Оерий Нурабил проблема теперь. Как? Стоп. Беденん… П Jo р и не вот этот раз. Тихо, 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 ну, ты спошли, все, молодец, Цветков стал. Спасибо. Ну, да, ну, конечно. Нет, я не это имел, но в общем, не знаю. Хорошо, я понял. Эй, мужик, ты куда? Я перезвоню. Тебе чего? Мне надо пообщаться с господином Завьяловым. А ты вообще кто? И чё? Ну, в общем, ничего. Чё думаешь, если ты мент, перед тобой все двери открыты? Леонид Иванович принимают только по предварительной договоренности. А тебе он не назначал. Так что давай вали отсюда. Слышь, Колян, смотри, какие ментовки теперь балбесы. Видно, у них там недобор. Макс, слыхал о пирата? Убийство этого мужика, ну, который бизнесмен. По горячим раскрыли. Это они его сейчас в допросной прессуют. Да. Катюш, ну, вот здесь все, вроде бы, перечислено, да? Я должна спросить, я позвоню еще, по-моему, должны... Гриш, привет. Привет. Полис убийства Бородулина? Именно. Только привезли подозреваемого. Изъяли пистолет. Вот, сравниваю. Как результаты? Подожди, а? Жду. Ну, не убивал я. Ну, реально вам говорю, мужики. Тогда почему ты по нам начал стрелять? Испугался я. Думал, что этот мажор киллеров прислал. А ствол у тебя откуда? Откуда? Нашел. Я вообще, когда узнал, что Ксюха с кем-то там встречается, у меня прям башню сорвало. Валерий Викторович, вот телохранитель говорит, что ты бросался на Бородулина, угрожал ему ножом. С этим-то как быть? Было дело. Хотел я его завалить, даже пистолет для этого приготовил. Ну, не успел, опередил меня кто-то. Все понятно с ним, Глеб Сергеевич, он сейчас так с нами и будет. Не с ознанку играть! Да ну, не убивал я! Да сиди ты! Да я бы того, кто это сделал, за Ксюху до куски порвал. Глеб Сергеевич, можно вас на минуту? Продолжайте. Валерий Викторович, давай еще раз, что ты всех запутал? На себя, кого убивал, кого не убивал. Давай все сначала. Угрожал Бородулину? Нет. А Бородулина бросался с ножем? Бросался. А ствол у тебя откуда? Говорю же нашел. Никаких прояснений, значит, да? Здравия вас. Ну, что у тебя? Это не он. Опять двадцать пять? Почему? Я только что от эксперта. Гриша посмотрел пистолет вашего подозреваемого. Ствол старый, а пули с убийства Бородулина с четкой нарезкой. Они не могли быть выпущены из этого оружия. А у тебя как всегда своя версия? У меня есть своя версия. Я ее проверю и все тебе расскажу. Извини. Да, сынок. Что? Что? Хорошо, я вечером подъеду. Что-то случилось? Да нет. Не важно. Прекратите безобразничать! Я буду жаловаться! Господин товарищ, гражданин полицейский, ну, выпустите, пожалуйста. Ну, вода холодная, ну, имейте совесть. У меня к вам еще один вопрос. Вы-то сами где были сегодня утром? Дома я был, дома. Да это сто человек могут утвердить. Ну, скажите мне, какой смысл мне было убивать Бородулина, а? Ну, подождите, как же? Через неделю состоится судебный процесс по вашему общему предприятию. Так? Ну, и что? Ну, я вам человеческим языком говорю. Ну, не было у меня никакого смысла грохать Бородулина. Не было! Это почему? Да потому что! Потому что я, судья, отбоксал пол ремонта. Чтобы он принял решение в мою пользу. Ну, Бородулин-то об этом, естественно, догадывался. Вот какой скандал на Баткете учтил. Он понимал, что ему не выиграть дело. А теперь что? Это дело закрывают, открывают новое. А мне что? По второму разу бабки выкладывать? Ну, что здесь непонятного? Ну, выпустите, пожалуйста. Очень холодно, а? Пожалуйста. Спасибо. Ага, сейчас. Бород! Леонид Иванович, да вы… Я как раз вас пригласила поговорить именно о вашем сыне. Вы понимаете, что его поведение возмутительно? Он совершил отвратительный поступок. Он на перемене подошел и ударил одноклассника просто так. Максима Кравцова просто так по лицу. Вы понимаете? Просто так! Подождите. Вы хотите сказать, что если этот Максим бьет моего сына, это нормально? А если мой сын решил дать сдачу, то вся школа стоит на ушах, так? Ну, что я могу сказать? Теперь я понимаю, почему в вашем сыне столько агрессии. А вы же ведь где-то там в полиции работаете, да? Я понимаю. И на вашей работе избить человека просто так, это в порядке вещей. А вы задумайтесь, задумайтесь, кем вырастет ваш сын? Мой сын вырастет добрым и порядочным человеком. До свидания. А я вот как раз в этом сомневаюсь. Возмутительно. Вот потом из таких, как ваш сын, вырастают всякие убития и воры. Давай! Эй, мужик, тормозни! Эй-эй, мужик! Ты, Данилов? Чего надо? Слышь, Данилов, если твой шлепок еще хоть раз моего сына пальцем тронет, я его и тебя в асфальт закатаю. Понял? За своим следи. Зачем ты дрался? Я же тебе говорила, что это плохо. А папа сказал, что если на тебя нападают, надо дать сдачу. Ну ты же понимаешь, что у нас теперь из-за этого в школе проблем прибавилось. Мам, ну а что, если меня бьют, я терпеть должен. Мне папа вчера пару приемчиков показал. Так что теперь ко мне никто лезть не будет. Всем привет. Папа, я сегодня Макса так зарядил, он аж упал. Молодец, так и надо. Мы проверили секретаршу Бородулина. У нее алиби, да она и не могла знать адреса Ксении. А Бородульн тщательно скрывал эту связь, потому что он считал, что Ксения не его уровня девушка. Угу, сам придумал. Еще версии есть? Основная версия такая, есть только один человек, который был в курсе всех передвижений Бородулина. Но против него у меня нет никаких доказательств. И что вы предлагаете? Я предлагаю его спровоцировать. Мы ему сообщаем, что у нас есть неопровержимые улики. Либо отпечатки пальцев, либо записи в видеокамер. Приглашаем его к нам. Если это он, своими действиями он себя выдаст. Глеб Сергеевич? Соглашусь. Работайте. Да. Здравствуйте. Это майор Савельев. Вы не могли бы к нам сегодня подъехать? Мужика что ли этого опознать? Не, не совсем так. Мы просто обнаружили отпечатки пальцев убийцы, и нам хотелось сравнить их с вашими отпечатками пальцев. Простая формальность, просто так положено. Конечно. Хорошо, подъеду. Чудесно. Да как подеете? Скажете дежурному, что вы к майору Савельеву, ну и он вас проводит через бюро пропусков. Добро сделаю. Спасибо. До встречи. Молодец. Хорошо держался. Артист. Ну что, осталось ждать. Дальше будем отслеживать все его перемещения по телефону. Мужики, у меня же стажировка заканчивается. Давайте сходим на улицу. Пойдем куда-нибудь сегодня вечером в кафе, посидим, отметим. Илюх, я сегодня не могу, у меня вечером дело особой важности. Глеб Сергеевич, я по поводу Симонова, телефона, технарям. Может тогда завтра? Завтра? Завтра я и не могу. Дело накопилось. Илюха, давай как-нибудь в следующий раз. Ну ладно. Да понял я, понял. Едем. Сработало. Да, Симонов, стремительно движется к выезду из города. Так. Савельев, Белов на выезд. Есть. Я свяжусь с горячей. Глеб Сергеевич, а я? Ты и я стоишь на телефоне. Глеб Сергеевич, ну я же вчера. Я сказал, ты остаешься на телефоне. Глеб Сергеевич! А-а-а! 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 Андрюха! Пригнись. Седьмой! Седьмой! Я пятый! Я пятый. У нас погоня. Задержание. Стрельба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега! Я рапорт писать не буду. Ой, да ладно тебе, Андрюх. Вера ушла уже? Да, да. Ты же ее сам отпустил. Ага. Володь, расскажи, о чем ты так напряженно думаешь? Ты не поверишь. Я думаю об убийстве Бородулина. Да нет, все сходится. Гриша только что изучил пистолет телохранителя. Бородулина застрелили действительно из него. По картине преступления все сходится. Симонов заказал себе дубликат ключей от квартиры. И эти ключи нашли у него в кармане. Ну, если бы это был муж Ксении, был бы скандал, а так вошел телохранитель. Все спокойно. Ну, ну, и что тебя смущает? Мотив, Миша, мотив. Если бы это был муж Ксении, у него был мотив. Ревность. У Симонова какой был мотив? Ой, слушай, Володя, это мы уже, наверное, вряд ли узнаем. Опера наверняка уже отправили дело в архив за смертью подозреваемого. Потом, ты знаешь, я все-таки считаю, что в жизни люди иногда совершают необдуманные, неадекватные поступки. Нет, Миша, у каждого поступка есть свой смысл. Все зависит от того, под каким углом смотреть на происшествие. Володь, по поводу смысла я уже слышал от тебя. Вспомни ту историю с кражей икон. Тогда подозреваемого и заказчика тоже не нашли. В том-то и дело. Ну что ж, Глеб Сергеевич, благодарю вас и ваших сотрудников за то, что оперативно вышли на убийцу. Одно жаль, не смогли взять его живым, но, в общем, это уже не важно. Я могу уйти? Да, конечно, вы свободны. И к деловым новостям. Сегодня состоялась крупная сделка. Акции фонда, которые принадлежали убитому вчера бизнесмену Евгению Бородулину, сегодня были выкуплены у родственников покойного. Суммы и имя покупателя по условиям сделки не разглашаются. Однако, стало известно, что акции были выкуплены по цене намного ниже их реальной стоимости. Акции фонда. Привет, Илья. А где Савелий Филибелов? Да нету, дела у них какие-то. А что, что-то случилось? Да засада вообще. Слушай, езжай по этому адресу. Я не могу до Глеба Сергеевича дозвониться, он трубку не снимает. А по этому адресу вор рецидивистов, там соседка позвонила. В общем, давай разбирайся, теперь это твоя головная боль. Местные менты уже там. Вот черт. Местные менты Местные менте pardon nego Все оставаться на местах, Естре! Мужики, вы что здесь делаете, а? Спокойно, Илья. Это наша явочная квартира. Ну и шуточки у вас. Да, цветков! Светков, ты чего? Присаживайся, ну. Наши рюмки запотели. Все, Илюха, ты при деле. Поздравляю, Илья. Теперь ты официально работаешь в нашем отделе. Спасибо. Поздравляю. Спасибо, мужики. Поздравляю. От души прибыли. Президента малыши. За Илюху. Ура! Классная тачка. Алло. Илья. Да, привет. Но устаю еще. Иду? Да. Илья. Тихо-то, подождались в шоке. Илья. КОНЕЦ Ура. Илья. Бости. А. Илья. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Откуда эти менты вообще нарисовались? Да тупо на пальму примчались. Круто мы пошумели, а? Ладно, хорош базарить. Грузимся и валим. А то сейчас шухер подымется. Леха, разберись с машиной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Глеб Сергеевич, что по ограблению кассаторов? Районные пера уже работают. Во дворах нашли сожженный минивэн. Отпечатков, естественно, нет. Грамотно сработали. Хозяина минивэна установили? Так точно. Только нам, он не помощник. Вторую неделю лежит больница. Минивэн стоял во дворе и, скорее всего, его угнали прямо перед ограблением. В общем, я своих подключил. Работаем. Понятно. Что по убийству Поповича? Попович, владелец авторынка, предположительно убит тяжелым тупым предметом. Орудия убийства не найдено. Пока не найдено. По этому делу работы Савельев. Он сейчас поехал пообщаться с замом Поповича. Возможно, удастся узнать, у кого были счеты с хозяином. Ну что ж, в целом к вашему отделу у меня вопросов нет. А вот к вам, Владимир Александрович, вопросы есть. Скажите, вот это что? Это отчет по деятельности организованных преступных групп. Как вы просили? Я просил отчет, а не роман в четырех томах. Юрий Юрьевич, я составил подробный отчет. Сократить до человеческих размеров. А за невыполнение приказа ставлю вам на вид. Все свободны. Глеб Сергеевич, будут новости сразу ко мне. Хорошо, товарищ полковник. Ты смотри, как Карпенко разошелся, а. Да. Теперь ты у него новая жертва. Раньше он меня прессовал, теперь до тебя добрался. Как у вас это называется? У нас это называется смена приоритетов. А ты что, радуешься? Да я совсем не об этом хотел сказать. Ладно. Ну что ты за человек, молоть? Алло. А Валентин Петрович не может ответить. У него важный разговор. Так вы поищите. Михаил Михайлович таким человеком был. Таких сейчас не делают уж. Найдите этого урода. Застараемся. Ну а мы для вас сами знаете. Всегда для вашего ведомства автосервис по высшему разряду со скидкой. Тачки самые лучшие. Где вы сейчас таких найдете в рассрочку без процентов? Это да, это да. За это спасибо. Пожалуйста. Валентин Петрович, основной это я у вас узнал. Давайте все-таки подумаем, кто бы это мог быть. У вашего Поповича были конфликты с кем-нибудь? Да ну, какие конфликты? Человек спокойный был. Даже не знаю, даже не знаю. Ну пожалуйста, подумайте. Просто так же не будут на человека сбитый бросаться. Хотя, я кажется догадываюсь, кто это может быть. Ну, тут мы месяц назад паренька одного молодого взяли. Леша Смирнов такой. Так. Ну, тот, что и на работу просился. Ну, Михаил Михайлович, сердце-то доброе, взял на свою голову. Ну, пожалел, а Смирнов что? Смирнов неделю-две проработал, вот этот охранник. Ну, он потом что-то ни с твоей ни сего пальцы стал гнуть. Говорит, давайте зарплату повышайте, все такое. А сам, кто на работу опоздает, то под этим делом придет. А Попович ваш как реагировал на это дело? Ну, он терпел, терпел и уволил его к чертовой матери. И вот этот вот Леша, тут так бычить стал. Я, говорит, вам еще всем устрою. И у вас есть адрес этого Смирнова. А он, значит, где-то в области живет. Деревня то ли Шатнево, то ли Шатнево. Что-то наша. Все, я понял. Спасибо. Да за что спасибо? Я сам порвал бы этого урода. Не надо. Самодеятельности не надо. Спасибо. Всего доброго. Володя, можно? Что случилось, Миша? Да, честно говоря, хотел тебя спросить. Что случилось? Чего такой хмурый? Старость, наверное. Чего? А если серьезно? Ну, а если серьезно, я, наверное, уже больше не подхожу на роль мальчика для битья. М-м-м. Карпенко. В конце концов, я не затем возвращался в полицию, чтобы бороться с системой. И с этим нашим вот начальником. Зачем мне это все вообще нужно? Решил уйти? Твоё право, пожалуйста. Если хочешь, валяй. Только, я думаю, ты прекрасно понимаешь, как и я, что завтра ветер переменится, и все будет по-другому. А ты хочешь просто с полпинка все разрушить. Ты подумал, что будет с твоим отделом? С нами. Илья, завязывай. Здорово, начальник. Здорово. Чего звал? За вчерашнее ограбление инкассаторов, слыхал чё? Ну, слыхал. Весь город уже на ушах стоит. Ну, и кто это был? Я тебе так скажу. Из наших мест на такой беспредел никто не пойдет. А в чем беспредел? А в том, что это надо быть больным на голову, чтобы бабки Викуловича умыкнуть. У нас таких отморозков нет. Слушайте, а Викулович кто такой? Молодое поколение пришло. Глупая и необученная. Тпиму, что ли, ликбез провел? Чтоб он таких глупых вопросов не задавал. Проведу, 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 не переживай. Так что получается, это инкассаторы Викуловича были? Его. У Викуловича свой банк. Инкассаторы его были. Угу. Ну, если чего еще узнаешь, мои книги. Любой каприз за ваши деньги. Андрюх, кто такой Викулович? Ой, слушай, у тебя ручки не будет? Купи себе диктофон. Не вообще заканчивай со своей писаниной. Викулович, Сергей Костыневич Викулов. Криминальный авторитет. В прошлом полгорода держал. Сейчас приличный бизнесмен. А Касач? Касач – бандит серьезный. Мы его на крючке держим, а он им информацию сливает. Поэтому на воле до сих пор. Ну что, пойдем? Пойдем. Да. Юрий Юрьевич, к вам посетитель. Я занят. Но это господин Викулов Сергей Константинович. Ну, пригласите. Здравствуйте. Юрий Юрьевич, у меня к вам важное дело. Присаживайтесь. Андрюх, ну как мы теперь этих бандитов-то найдем? Ну, если не удалось сразу, воспользуемся традиционными методами. А именно… Оперативно-розыскными мероприятиями. Правильно. Андрюха, ты че? Мать Васи Лосева, сержанта ППС, которого вчера эти отморозки убили. Самое жуткое, когда матери наших убитых ребят к нам приходит. Сколько лет здесь работаю, никак не могу привыкнуть. А наше руководство разведет руками, похоронят его за казенный счет и все. На нем вся семья держалась. А что дальше с этой семьей будет, уже никого не интересует. Вот такая система, Илюха. Так что подумай, надо ли тебе оперативником работать. У тебя ведь тоже есть мама. Да, товарищ майор. Слушай внимательно. Меня интересует по области такая деревня Шатнёва. Ты записываешь? Запоминай. Шатнёва. Да, мне нужен Алексей Смирнов. Его адрес. Молодой парень, лет двадцати пяти. Срочно найди. Ага. Найдешь, отзвонись. Я все понял, товарищ майор. Алексей Смирнов, да. Здравствуйте. Да, понял. Ну что? Что Касач сказал? Ну, а что он скажет? Говорит, что никто из городских на банке Кулова наезжать не станет. Себе дороже. Да, логично. Гастролеры, получается. Не знали, на кого наехали. Ну, тоже вариант. Только в этом случае мы рискуем повесить на себя еще один глухарь. Я возьму, ладно? Или я завязываю, у меня ручки. Ну, ладно. Ну, я сейчас запишу и отдам. Знакомьтесь. Сергей Викулов. Владелец банка СКВ. Да, мы как бы знакомы. Да, мы знакомы. Слава Богу, мне тогда хорошие адвокаты попались. Глеб Сергеевич, господин Викулов заинтересован, чтобы людей, которые напали на инкассаторов, нашли как можно быстрее. Вы поговорите. Может быть, Сергей Константинович вам чем-то и поможет. Хорошо, товарищ подковник. Я всю службу безопасности на уши поднял. Но пока все по нулям. Так что прошу вас, Глеб Сергеевич, мне очень нужно, чтобы этих уродов нашли и наказали. Да нам вроде тоже это нужно. И мы над этим работаем. Вот. Чтобы вам веселее работалось, я обещаю вам от себя лично премию. Найдете? Два процента от того, что было в машине, вашим. Сергей Константинович, скажите, а вас что больше волнует? Пропавшие деньги или то, что из-за этих денег погибли люди? Глеб Сергеевич, давайте обойдемся без лекций на тему этики и морали. Я ж просто хочу, чтобы преступников нашли и наказали. Договорились? Договорились? Продолжение следует... Продолжение следует... Ух. Ух. Да сколько ж можно! Володь! Хочешь, я перепишу этот отчет. Я хочу заниматься своей работой, а не марать бумагу, как канцелярская крыса. Что у нас по ограблению анкассаторов? Я распечатал фотографии с места убийства. На сколько произошло ограбление? Около девятнадцати. Минивэн сожгли. Во сколько? Девятнадцать тридцать. Это кто? Это директор авторынка, Попович. Во сколько? Девятнадцать. Девятнадцать тридцать. Ты уезжал на убийство? Какое? Инкассаторов? Поповича. Нет. Коллеги, ну когда мы научимся работать нормально? Держи. Я извиняюсь, конечно. Добрый день. А Алексей Смирнов где здесь живет? Не подскажете? За бутыльник? А болтус? Я? Да. И ты, и он. Да я… Он нигде не работает, с армией пришел, только водку пьет каждый вечер. Да? Секундочку. Простите, как ваше имя, отчество? Варвара Ивановна. Варвара Ивановна, я совсем по другому делу. Давайте я вам помогу? Ну, помоги, сынок. Только не расплескай. Так, а чего он натворил, а? Так, Варвара Ивановна, это и выясняем. То-то. Говорила я его покойнице матери. Вот, натворит твой Лешка бед. Так и пожалуйста. Так, где его дум-то? Да вон, сосед мой. Я каждый день трясусь. Как бы хату не спалил, а огонь ко мне перекинется, и кошмар. Все сгорит. А у меня хозяйство – куры, порося. Так вот, я здесь для того, чтобы он ничего не спалил. Он вчера вечером здесь появлялся? Нет. Вчера не было. И в окошках было темно, и тихо было. Наверное, где-то колобродил в другом месте. А тут, в двенадцать я легла, тоже темно было. Согласен. Куда ведет-то? Сынок, ну в дом. Проходи, тику попьем. Значит так. По нападению на инкассаторов надо ускориться. Ускоримся, Глеб Сергеевич. А если они уже из города свалили? Нам же хуже, Андрей. Товарищ подполковник. Да. А вот если бы нам сейчас Сергей Константинович не предложил деньги, мы бы тоже ускорились? Или нет? Задача ясна? Так точно. Ну, че ты начал-то? А что я такого сказал? Что я такого сказал? Ты в розыске без году неделя уже вопросы задаешь. Не надо. Андрюх, я просто не понимаю. Мы сейчас всем этим только ради премии будем, что ли заниматься? Вырастешь — поймешь. Андрей, я не понимаю. Что? Закрыли тему. Приветствую. Алексей Свердов? Ну, и че? Ничего. Уголовный розыск. Леша, Леша, я безоружный, а ты с вилами. Тихо, тихо. Ну, тихо. Ну, че ты делаешь-то? Отдай вилы. Майор Савельев, иди сюда. Пошли в дом. Ну, не смотри на часы. Ну, опоздала. Ну, что это? Нет, Марго, ты абсолютно не опоздала. Ну, чего ты такой суровый? Что, на работе что-то произошло? Нет, на работе, как всегда. Ну, ладно, давай расскажи. Что? Что случилось? Да нет, Марго, все нормально. Все нормально. Да вижу я, вижу, что ненормально. У тебя на лице вон вселенская скорбь. Что, опять впал в немилость к своему Карпенко? Никуда я не впал, Марго. Да не убивал я Михаила Михайловича. Он единственный нормальный мужик там был. Не то, что его зам. Где ты вчера был вечером? Соседи говорят, тебя дома-то не было. В кино. В соседнем поселке кинотеатр «Пегас». Что за кино ты смотрел? Кино. Сеанс на восемнадцать сорок. Серега, свяжись с кинотеатром, проверь. А чего тебе с рукой-то, а? Да так, ерунда. Зацепил, мусор выносил. А Кочергин утверждает, что ты вырожал Поповича, когда он тебя уволил. Да врет он все. Кочергин этот сам еще тот урод. Постоянно орал на меня. Ну? В «Пегасе» вчера сеанс на восемнадцать сорок отменили, там трубу прорвало. Да-да, прорвало трубу, и вернули деньги, и я пошел домой и лег спать. Да я клянусь, это не я. Чем угодно могу поклясться. Ладно. Пусть до утра в камере посидит. Утром будем разбираться. Дежурный. Вот твоя работа, а. Наверное, вот здесь вот у тебя уже. Ни денег, ни морального удовлетворения. Ну что, я не права? Частично. А, кстати, слушай, ты знаешь, у меня же есть приятель, который как раз ищет себе начальника службы безопасности. Ну ты же когда-то этим занимался, очень неплохо даже это делал. Слушай, я вообще не понимаю, чего ты в эту полицию опять пошел? Почему ты думаешь, что я все брошу? Да по тебе видно. Потому что на все уже готов. Ладно. Давай теоретически. Чисто теоретически обсудим. Если я вдруг соглашаюсь, что тогда? Тогда завтра я тебе устраиваю встречу с твоим работодателем. Завтра? Я молодец? Я подумаю. Поцелуй еще раз. Глеб Сергеевич, мне нужна информация по ограблению инкассаторов. Время идет, мы топчемся на месте. Результатов пока нет. Понимаете, скорее всего, что бандиты не из города. Отрабатываем версии. Двое суток прошло. Да, но зато мы взяли подозреваемого по делу об убийстве Поповича. Его Савельев вчера задержал. Правда, тот пока не дает признательных показаний, но… Глеб Сергеевич, ну не мне же вас учить. Никто не дает признательных показаний. Работайте со свидетелями. Работаем. Хотя, с другой стороны, вы установили подозреваемого. Пусть этим делом дальше занимаются следователи. Да, и Глеб Сергеевич, займитесь делом ограбления инкассаторов. Поверьте, сейчас это важнее. Хорошо. Товарищ полковник, я подключил к делу инкассаторов группу подполковника Старыгина. А разве я дал такой приказ? Они должны заниматься своим делом, вы своим. Я понял вас. Я рад, что мы поняли друг друга. Работайте. Есть. Вера Андреевна. Вера Андреевна, здрасте. Доброе утро. Ой, так приятно. Хоть у кого-то сегодня утро доброе. Вера Андреевна, ну не торопитесь, дайте ей слово молить. Да, я вас слушаю. У меня к вам просьба. Даже две. Да? Какие? Ага. Во-первых, я прошу прощения за инцидент в столовой. Если вы сейчас не примете, мне как офицеру придется застрелиться. Стреляйтесь. Не могу. У меня еще одна просьба. А это уже по работе к вам, как к психологу, профессионалу. Понимаете, мы вчера задержали подозреваемого в убийстве Поповича. Вот не могли бы вы с ним пообщаться? Он все отрицает, но алиби у него нет. Нам бы хотелось понять, он при делах вообще? А, или нам кого-то другого искать? Так, на первый взгляд, вроде не врет. Угу. Хорошо. Поговорю. С меня кофе. Со сливками. Добрый день, извините. Вы в этом доме живете? Да. Я вас долго не задержу. Вы не поможете мне. Я расследую убийство, которое произошло у вас во дворе. А, так нас уже всех по сто раз опросили. Но я так видела кое-что. А что видели конкретно? Вы знаете, все случилось так быстро, двое напали на одного, с какими-то палками, раз, все, убежали. А человека, оказывается, убили. А вы не подскажете? Не можете описать этих людей, которые нападали? Нет, я не успела разглядеть. Я ж говорю, все случилось так быстро. А вот, человека убили какие-то обычные парни. Извините. Ага. Ага. Да. Смирнов это по убийству Поповича? Да. Так вот. Вину свою он не признает. Я вижу, что он не обманывает. Но алиби у него нет. И где был позавчера вечером, сказать не может. То есть, мы его обвиняем в убийстве, ему светит лет десять, а он молчит. Да. Нелогично. Мутный он какой-то вот. Как будто что-то скрывает. Но вот что? То, что страшнее убийства, в котором его обвиняют. Стоять! Стой! Стрелять буду! Я сказал, стоять! Стоять! Стой, стрелять буду! Я сказал, стоять! Ну что, Кочерген, приплыли! Да пошел ты! Стой! Тихо, тихо! Держи! Садись, Дорога! Ну что, застрелил бы ты его? Кто б этому показания давал? Да понял я, понял! Думать же надо! Ух ты! Слушай, Глеб, я по поводу твоего задержанного. А что такое, Володь? Ну не убивал он этого, хозяина авторынка? Да я знаю. Мне как-то… Ну вот, Глеб Сергеевич, как мы и думали, обнаружили при опыске на квартире исполнителя, даже следы крови остались. Битл на экспертизу. Уже в камере сидит. И кто же он? Наркоман обычный. А вот этот ему деньги передавал, так что взяли, так сказать, с поличным. С этим-то что делать? Давайте его в допросную, я скоро подойду. И второго ищите, нападавших было двое. Хорошо. В общем, Володь, мне как-то сразу не понравилось, что Кочергин этот быстро перевел в Стрелкина Смирнова. Так вот этот Леша тут так бычет стал. Я, говорит, вам еще всем устрою. Тем более, что смерть Поповича была ему выгодна. Авторынком этим они на двоих владели. Ну и мы решили проследить за ним. Кочергин, видимо, решил, что раз Смирнова взяли, можно расслабиться, но тут мы его и… Так что опера тоже умеют думать, Володь. Понятно. А Смирнов этот в камере? Зачем? Мы его отпустили. Но как только меня звонили, что Кочергина взяли, я сразу распорядился отпустить его. Вот, ну я думаю, что все решаемо, и я думаю, по обед встретимся. Да, хорошо. Давайте. Вот это вы зря. В смысле? Но он же так и не предоставил никакого алиби. Ну и что? И он же Поповича убил. А вот то, Глеб, что он не захотел вам рассказать, где он был позавчера вечером. Потому что, возможно, во время нападения на Поповича он совершал другое преступление. Какое? А вот давай подумаем. Молодой человек. Да. Обронили. Спасибо. Поповича убили где-то между семью и половиной восьмого вечера. Ну? И Смирнов скрывает что-то очень важное. И это важное произошло тоже где-то между семью и половиной восьмого. Не понимаю, к чему ты клонишь? И об этом уже все знают. Вот ты когда его допрашивал, ты заметил, что у него рука забинтована? Ну да. Ерунда. Мусор выносил, зацепился. Сказал, что зацепил где-то. Или обжегся. Шульгина сказала, что во время разговора она почувствовала, что от него пахнет бензином. Твою налево, а? Кроме того, Глеб, мы тупо пробили все машины, которые в вечер ограбления попали под камеры видеонаблюдения. На ближайших улицах от того места, где был брошен мини-вэн. Одна из этих машин, Рено Логан, зарегистрирована на некого Ерохина, который живет в той же деревне, что и Смирнов. Младший брат этого Ерохина учился со Смирновым в одной школе. Слишком много совпадений. Серега, надо срочно задержать Смирнова. Как опять? Я же вот только что… Быстрее! Ну, хорошо. Здравия желаю. Товарищ полковник, привет Сергеевич! Извините, Сергеевич! Там ничего им не сболтнул. Не-а. Да они вообще там, когда этого козла взяли, так обрадовались, что на меня тупо забили. Чего куда мы теперь? Петрозаводск. У меня там дружбан. Отсидимся, а потом финку рванет. Бабла-то у нас теперь по самой не балуйся. Погоди, я можно еще разок посмотрю? Давай, давай. Ужи! 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 Да ты чё, это не я! Шесть восемь один, останови вашу! Давай на выход! Ты чего, это не я, я тебе отвечаю! Давай на выход! Чёрт! Давай за ними! А вот и они! Ну что, пощекочем подонкам нервы? Чё ты делаешь? Спокойно! Серёга, не грею, жми! Да чё, они делают? Да вы чёкнулись? Они же отморожили на всю голову! Капитан Белов, расслабься! Серёга, жми! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ребят, ребят! Ребят, всё, не стреляйте! Не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте! Всё, пожалуйста, не стреляйте! Не стреляйте! Какой кофе предпочитаете? Ну я же обещал! Ну, вообще, заварной! Но поскольку здесь нет, тогда эспрессо! Намёк понял! В следующий раз будет заварной! В связи с этим приглашаю вас в ресторанчик! Прошу! Спасибо! Так как насчёт? Я подумаю! Я подумаю! В общем, это их первое дело! В деревне работы не было, вот они решили срубить денег по-лёгкому! Нашли место потише! Украли машину! Ну и, конечно, они не знали, что банк Викулова трогать нельзя! Понятно! Ну что ж, спасибо за отличную работу, Глеб Сергеевич! Ну, тут и заслуга Владимира Александровича! А вот к Владимиру Александровичу у меня снова вопрос! Да? Вы что, издеваетесь, товарищ подполковник? Вот это что? Вы просили сократить! Я сократил? Послушайте, сделайте то, что я прошу! Свободны! Хорошо! Андрюх, а я капитана Шульгину в кафе пригласил! И чё? Ничего! Вот здесь потёр, и она согласилась! Вот ты котяра, Серёга! А у тебя чё с этой медсестрой Мальвиной? Марина! О! Не забыл! Помнишь! И чё? Ничего! Всё тебе расскажи! Да, Илья! Да! Это гонорар! Он самый! Володя, ну что ты делаешь? Как дитём малое! Не смог отказать себе в удовольствии! Товарищ подполковник! Виколов передал, что обещал? Так точно! Вот! Всё в точности! Два процента! Угу! Хорошо! Илья, ты что-то хотел? Всё! Всё в порядке! Чё-то такое ощущение, как будто мы украли эти деньги! Да ладно! Зелёный ищу! И мы даже хотели с ним привезти собаку! Упс! Какой-нибудь небольшой, но очень симпатичный! Понятно! Пожалуйста! Да, Миш! Слушай, ну мы подготовили новый вариант доклада! Получилось пять страниц! Ну, хорошо! Карпенко, устроит такой объём? Или он опять начнёт? Слушай, отнеси то, что есть! А ты сам смотреть не будешь? Миш! Ну как? Дал добро! Нет, ну это бред, конечно! По сто раз одно и то же переписывать! Такая работа! Ну что, где? Вот здесь, по-моему! Утюг выключила? Да выключила! Давай! Здравствуйте! Вы к кому? Вот! Просили передать! Извините, мы пойдём! Алло! Алло, Марго! Скажи, пожалуйста, кого я жду сорок минут? Старыкин, не нуди! Ну ты же знаешь, что такой большой город и деловые люди! Деловые люди на сорок минут не опаздывают! Ну, я не знаю, что случилось! Ну подожди, он сейчас придёт! Через десять минут я ухожу! Спасибо! Спасибо! Господин Старыгин! Одна общая знакомая рекомендовала вас как отличного специалиста! Мне нужен начальник службы безопасности! Предыдущего я! Уволил! Господин Викулов, я думаю, что произошла какая-то ошибка. Я просто зашёл выпить кофе. Что,üyorumя в Викахе находится! , которые к неравнодалюбируются, не вернете? Не вернете? Это к неравнодалюбируется. Не вернете? Жди здесь. Что хотел-то, Ромыч? Случилось что-то? Случилось. Салимов вышел. Откуда знаешь? Знаю. Что делать теперь будем, мага? Он же нас за свои бабки на ножи поставит. Может, из города свалить? Ага. Сейчас, чтобы я из-за какого-то урки по углам шкирился, как мальчишки. Расслабься, Ромыч. Что ты предлагаешь? Ждать, когда он нас найдет? Я вон своим пацанам скажу, они его сразу найдут. Он и маму позвать не успеет. Ну-ну. Ты как знаешь, мага? А я свалю. Ура! 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 Этот готов? Готов. Ура! Ура! Здорово! Молодец, Жорик. Сделал все, как надо. Молодец. Салим, ты это, насчет деньжа. Обещал же вроде. Ну, раз обещал, так заплачу. Хороший ты парень, Жорик. Только жадный и тупой. – Сигарета есть? – Есть. Господи, я чуть с ума не сошла. Это было так быстро. С ума сойти. Подожди, подожди. Это еще не все. Что еще? Сюрприз. Откуда? Да это еще с клуба осталось. Вот, держи. Офигеть. Ну что, выпьем за тебя? Нет. Выпьем за нас. Давай выпьем за нас. Да, Серега. Что случилось? Да не знаю, Глеб. Местные опера говорят, три трупа похожи на разборки. Сейчас с Беловым съездим, выясним. Так может мне подъехать? Да не надо, Глеб. Сами разберемся. Я как что узнаю? Я сразу тебе перезвоню. Ладно, договорились. Ну, Андрю, чего? Ничего, поехали. Марина! Ты знаешь, что я сделал? Марина! Потом? Марина! О, пап, привет! А мы тут с Толиком. Здрасте. Что у тебя в руках? Шампанское. А что такого-то? Мне ж не пятнадцать лет. Да, мы, мы по чуть-чуть. Так. Живо домой. Я с тобой там поговорю. Папа! Я сказал, быстро домой. Отдам, когда протрезвеешь. Эй, да я трезвый. Выключай. Дайте, как я домой-то поеду? Если ты еще раз будешь мою дочку спаивать. Понял. Понял. Псих. О, Серега. Что, Андрю? Да не хочу я сегодня на трупы смотреть. Ну, иди с экспертами пообщайся. Ага. Не хочу-ха. Узнали, что за личности? Да. Вот этот наш местный типа авторитет, Тимур Магомедов, кличка Мага. За машиной его телохранитель. Понятно. А это что за фигура? Про этого точно не скажу, но похож на Рому Кочана. Палочкой пломбир делили, а потом их всех убили. Осталось выяснить, кто. Ну что, Андрюх? Ну, слушай, все глухо. Стреляли из двух стволов, подъехали на машине, какое-то время стояли, там следы от протектора. Ну, эксперты всякий хлам собирают. Ну, это все ни о чем, Серега. Ну, свидетелей нет. Дождь прошел. Ну, и вообще, нет за что зацепиться. Грустно. Грустно не до слова. Самое грустное, что мы сейчас должны это все бросить и искать одних отморозков, которые убили других отморозков. Чего ты возмущаешься? По-любому этих гангстеров нужно найти. По мне, Серега, уже давным-давно эти гангстеры перестреляли бы друг друга. И мне, я думаю, что и тебе стало бы жить гораздо легче. Ты вот это Глеб Сергеевичу расскажи, чтобы он так Карпенко и передал. А я похохочу. Ты-то похохочешь. Ну, что же ты устроил? Я устроил? Я устроил? Глебушка, тише. Витя спит. Потому что думать надо. Мозгами. Из института она уходит. На работу она устраиваться не хочет. Лишь бы шляться с этим своим Толиком по ночным барам. Папа, это моя личная жизнь. И я сама буду решать, с кем и где мне шастать. А Толика я люблю. И если тебя это не устраивает, это твои сугубо личные проблемы. Кого ты любишь? Вот этого придурка, который пьяный за рулем ездит? Он не придурок. И вообще, это моя личная жизнь, и ты не имеешь права в нее вмешиваться. Что? Я твой отец, поэтому я имею право. Мар, ты вспомнил, что ты мой отец? Спасибо тебе большое. А ничего, что я тебя раз в год по праздникам вижу. Поздно уже воспитывать. Папочка, поезд ушел. Мариночка, ну как ты с отцом разговариваешь? Мама, я не умею! Молчать! Я отец. И будет так, как я сказал. Глеб. Ну, Глеб, ну… Ты поняла? Что? По делу об убийстве на пустыре. Разрешите? Пожалуйста, проходите. Извините, задержался. Есть версия, что к убийству Качанова и Магомедова причастен рецидивист Николай Салимов. Он как раз освободился две недели назад. Салимова осудили последний раз по делу об убийстве бизнесмена Гаспаряна. У следствия были подозрения, что к этому делу причастны Магомедов и Качанов, но не было достаточно улик. И что самое интересное, с квартиры Гаспаряна пропала крупная сумма денег, которую до сих пор не нашли. Понятно. И где сейчас этот Салимов? Ищем. Но даже если мы его найдем, доказать его вину будет практически невозможно. Дело в том, что у нас есть информация только от агента. А что Салимов интересовался Качановым и Магомедовым, никаких доказательств нет. Какие варианты? Надо взять его на деле. Есть мысль внедрить своего человека. Этим как раз занимается сейчас майор Савельев. – Здравствуйте. – Здрасьте. Опа. Лешаков работает сегодня? – Да, где-то здесь был. – Спасибо. Лешаков! Лешаков! Ну что опять-то? Здорово, Ген. Здрасьте, Сергей Михайлович. Отойдем, поговорить надо. Иваныч! – Чего? – Затяни, я сейчас подойду. Глеб Сергеевич, вы поработайте поплотнее с вашей агентурой. Нам нужно знать, что готовит Салимов как можно раньше. Хорошо. Да, и еще, Глеб Сергеевич, передайте, пожалуйста, списки ваших агентов Владимиру Александровичу. Зачем это? Я хочу, чтобы аналитический отдел проверил вашу агентурную сеть и выяснил, кто работает лучше, кто хуже. Я прошу прощения. А какова цель этой проверки? С теми агентами, кто работает плохо, нужно прекращать сотрудничество. Иначе это просто бессмысленное расходование бюджетных средств. Товарищ полковник, ну вы же знаете, что в списке агентов это закрытая информация и передавать ее кому-либо… Глеб Сергеевич, вы хотите обсудить мой приказ? Сергей Михайлович, вы бы хоть предупредили заранее что ли, а то не лишний раз с вами светится, сами понимаете. Да понимаю, Ген, понимаю. Но то дело срочное, но сложное, сразу предупреждаю. Кроме тебя никто не справится. Да я зачем? Я как пионер всегда готов. А то здесь каждый день одно и то же, скукотень, дребедень. Говорите, что нужно. Короче, ты Салима-то знаешь? Салима? Вот я к тебе как раз по этому поводу. Ну чего встал-то? Пойдем. Алексей, а что это ты сегодня? Молчаливый какой-то. Что-то произошло? Почти. Ну давай, делись проблемами со старшими товарищами. Понимаете, так уж вышло, что я очень хорошо разбираюсь в компьютерах. И мне вдруг показалось, что мои знания могут кому-то принести пользу. Ну, они и пригодились. Ты неоднократно помогал нашему отделу. Но это все не то. Мне хочется что-то сложное решать. А мне дают задачки, с которыми может справиться любой школьник. Получается, что я никому не нужен. Можно без меня обойтись. Что значит, никому не нужен? Почему? Нет, без тебя невозможно обойтись. Здравия желаю. У себя? У себя. У себя. Приказ есть приказ. Анализируй. Только я очень тебя прошу, не потеряй. Для тебя это может быть просто бумажки, а для меня это люди, которые каждый день рискуют жизнью. Глеб, я… Да мы тебя прикроем. Постоянно будем на связи. Че ты? Да задачи-то я понял, только… Ну, кроме тебя сейчас некому это сделать. Вручание. Ты же понимаешь, что Салим может натворить, если вовремя не тормознуть. Ты самое главное выясни, что он планирует. Дальше мы разберемся. Ладно. Война план покажет. Сделаем. Ну вот. Надеюсь. Молодое дарование, вам опять нечем заняться. Мне нужны все данные из этой папки в электронном виде. А что это? Это список агентов, с которыми работает наш оперативный отдел. Угу. Так с этим секретарша справится. Алексей, я много раз повторял вам, что двери из нашего отдела для вас всегда открыты. И не хочу объяснять вам, что это секретная информация. И доверять ее всякой секретарше я не могу. Проанализируйте эти данные и отберите бесполезных и левых агентов. Миша, возьми это дело под свой контроль. Хорошо. Я ухожу, меня уже сегодня не будет. Я чуть не понимаю его. Что значит выявить бесполезных и левых агентов? Леш, у оперативников есть агентурно-оперативный план. Каждый год они обязаны вербовать новых агентов. Иногда эти агенты, ну скажем так, придумываются. Угу. Человек числится агентом, а сам даже не подозревает об этом. Понятно объяснил? Понятно. Ну как-то так. Так. Ага. Благодарите, пожалуйста. Ой, хорошо. Наш Леший. После зоны пива. Райский напиток. Ну давай, из-за тебя что ли? Давно я тебя не видел. Ты еще скажи, что соскучился. Ну, что хотел ты, Леший? Понимаешь, Салим, дело такое. Короче, я вернуться хочу. Что ты говоришь? А не ты ли еще тогда-то ныл? Что мол, надоело тебе все, спокойной жизни захотелось, а? А спокойной жизни не получается, Салим. А это… Ну вот смотри, женился я, а эта дура ушла от меня к какому-то крутому. А я-то что, автослесарь обычный? И бабок мало платит, да? Ну, сам понимаешь, не тебе курортов заграничных, не шмоток дорогих, не золото бриллиантов. А бабы, они деньги любят. И все, что за эти деньги можно купить. А что я у тебя в мастерской зарабатываю? Ну так, ну пожрать. Лежи. Будь сюда. Ну, а может, тебя послал кто? А? Ты что, Салим? С дуба рухнул. Я не сукач. Ну-ну. Ну-ну. Ну, правда, я говорю, Салим, бабки нужны. Достало уже за копейку горбатиться. Бабки, говоришь, нужны? Да. Что ж тогда меня-то угощаешь, а? Салим, ну я ж понимаю, что ты только что вышел. И с бабками наверняка голяк. И чё, я кинутую кружку пива не поставлю? Обижаешь, Салим, уж на это я точно заработал. Ну, раз заработал, сгоняй за беленькой. Надоело этот квас гонять. Не вопрос. Сейчас. Девушка, а, пожалуйста, можно ноль пять вот этого? Ну... Алексей. Да. Может быть, вам помочь? Да нет, спасибо, не надо. Терпеть не могу, когда техника работает медленнее, чем я. Долбанный компьютер. Ну, я пошел домой. Счастливо. Ага. Какого черта? Что такое? Старыгин, объясни мне, какого черта ты послал Викулова? Я, понимаешь, стараюсь, ищу ему работу. А он ведет себя, как настоящий полковник. Ну, во-первых, я никого никуда не посылал. Особенно твоего Викулова. Я нахваливала тебя. Говорила, что ты замечательный специалист. Что нужно, если есть возможность, как можно быстрее брать. А то кто-нибудь уведет. Ну, это же чистая правда. Я действительно отличный специалист. Хватит валять дурака. Марго. Ты ушел со встречи, даже с ним не поговорил. Мне не о чем с ним разговаривать. А если б ты мне заранее сказала, что это Викулов, я бы вообще на эту встречу не пошел. – Да? – Да. А что так? А ты не понимаешь? Тебе объяснить? Он бандит, Марго. Ну что? Старыгин, ну что, неужели ты не понимаешь? Все успешные коммерческие структуры и бывшие бандиты. Поэтому там нет ни одного порядочного человека. Марго, ты исключение. Ты самое прекрасное исключение из всех коммерческих структур. Угу. Кружите меня, кружите. Да, дорогая. Нет, я не могу. Я на работе. Я… Да я. Хорошо, я скоро буду. Все. Всем пока. А он взял и из тачки вывалился. Да ладно. Ну ты… – Алим. – На. Ну ты хоть скажи, хоть что ты там решил-то насчет меня? Че решил? А ты ствол достань. Там мы поговорим. Понял? – Ага. – О. Понял. Видишь, Леший? А вот и ствол твой идет. Вот. Прям тебе в руки. Давай. Давай. Ты че там копаешь? – Ну что, решили? – Давай. Валим отсюда. Давай. Валим отсюда. Братишечка, бабками-то не богат случайно? А то нам вскорешем догнаться нечем. Валим отсюда? – На. – На. – Мочи. – Да, ты, да, стоп. – Погнали. – Давай. – Погнали. – Давай. – Давай. Тихо. Что случилось? Толик разбился. После клуба поехал кататься и на большой скорости врезался в какой-то отбойник. Был пьяный, разбился. Давай, поговори с ней. Мариночка! Открой, дочка! Как я мог доверить документы «зеленому пацану»? Ну, знаешь, он, он сам виноват. Он прекрасно знал, что издание документы выносить нельзя. Нарушил инструкцию. Мне от этого не легче. Я даже думать не хочу, что будет, если эти документы попадут в руки… Да. И дать, что это не будет, что это будет, если эти документы попадут в руки… А Данилова не подключить. Да лучше бы, чтобы он вообще об этом не знал, а не готовит операцию по внедрению агента. Ты представляешь, что будет, если эти списки всплывут? Да вроде все нормально получилось. Только это… Только что? Тут дело такое. Я… Я там патрульного зашиб, кассетом по голове ударил. Ген, ты что, с дубра ухнул, что ли? Зачем? Да я же аккуратно. Там кровь была, сотрясения не будет. Салим меня проверял. А чё, без крови нельзя было? Ладно, разберемся. Давай по делу. Короче, там расклад такой. С Салимом сейчас работает Вадим Зубриянов. Погонял и Зубр. Сидели вместе. Оружие? Ну так, у каждого по Макару. Ну и я вот надыбал. Но вчера Салим еще где-то калаш раздобыл. Серьезно? Ген, а что они задумали? Стволы собирают. Людей. Похоже на подготовку к чему-то крупному. У Зубра этого есть какой-то знакомец. Он в коммерческом банке работает. Вот Салим хочет этот банк подломить. Сегодня вечером. Как сегодня? Ну, через два часа я с ними встречаюсь. И отзвониться, понятное дело, не смогу. А дальше… Держи. Володя. Миша, я попробую вернуть документы. У меня остались кое-какие связи. Давай, Миша. И возьми с тобой это молодое дарование, чтобы… Хорошо. Если что, телефон не отключай. Мы тебя по телефону отследим. Само собой. Не первый год замужем. Ну все, на связи. Как они выглядели? Да, обычно. Штаны спортивные, кроссовки, куртка. Классика жанра. Характерное описание среднестатистического хулигана-гопника. Откуда пришли? Оттуда. Да вот, где-то здесь это все и произошло. Так, один высокий, худой, с татуировкой вот здесь, на руке, а второй чуть поменьше, покрепче. Они? Вроде похожи. Да я не разглядел особо. Ага. Понятно. Да. Ну, Миша, готовь пузырь. Ты их знаешь? Это два брата-акробата. Гоша и Гена. На реке. Видимо, бабки у них закончились, вот они решили выйти на тропу войны. Я тебе сейчас этот рисок напишу. Прогуляйтесь туда. Если они с района не слились, то они сейчас там и находятся. Ну, спасибо тебе, Коль. Да не за что. Обращайтесь, если что. Ага. Все. Счастливо. Давай, пока. Да, слушай, нашим привет передавай. Само собой. И пузырек не забудь. Хорошо. Держи. Терпила. Значит так, Зубр. Когда вовнутрь зайдем, ты там особо не злобствуй. Охрану просто вырубишь. Просто вырубишь. Нам трупы не нужны. Много трупов. У ментов много энтузиазма будет нас искать. Салим. Ну-ка. О! Леший! Здорово! А я уж думал, ты не появишься. Ты че? Мы ж договорились. На колени, падла! Тебе че, Салим? Мозги на зоне отбили. Давай колись. Кому ты уже про нас настучать успел, а? Так сколько, ты говоришь, у тебя денег-то было? Пятнадцать тысяч. А, понятно. Значит, они либо в отключке, либо зависают где-то. Пойдем, проверим. А это законно. Че стоишь? Закрой меня. А? 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 – Он? – Да, он, точно. Отлично. Давай, давай, давай! Мужики! Кажется, нашел! Мужики! Что вы делаете-то? Проверь! Мужики! Тихо, тихо, тихо. Да вроде все на месте. Проверь, проверь. Ага, сейчас. Мужики, да отпустите меня! Алло! Коля! Ну, в общем, взяли мы одного по тому адресу, который ты дал. Да, высылай сюда наряд. Хорошо. Ты кто? Тихо, тихо, тихо. Я. Михаил Николаевич, вы в порядке? В порядке, в порядке. Да. Тихо, тихо, тихо. Ты ствол-то убери. Ага. Что случилось-то? Что? Что вы пристали-то, а? Значит, везите их к Суздальцеву, Николаю. Он в курсе. Так это, а содержание на себя оформлять или как? Оформляйте на себя. Считайте это дружественный подарок. Все. Всего доброго. До свидания. Михаил Николаевич. Да. Вопрос можно? Какой? Ну, там, в квартире. Что с вами было? Ничего. Так, что-то я хотел позвонить Старыгину и обрадовать его. Да, Миша. Нашли? Миша, какой ты молодец. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Миш. Салимов вышел. Спасибо, Миша. Спасибо, Миша. Салимов. Салимов. А что мы сюда-то ломанулись? Банк же этот вроде в другой стороне. Да планы немного поменялись. Человечка одного навестить нужно. А ты чего так напрягся-то, леший? Да мы вроде с тобой за бабки базарили, а ты меня в какие-то свои разборки впрячь хочешь. Да не пыли. Будут тебе бабки. Ладно, другой базар. Леший, а ты телефончик свой за окошко выбрось. Ну так, чтоб я худого о тебе не подумал. Слушай, обижаешь, Салим. Понял. Не вопрос. Серега, Собра уже на месте? Да, уже. Заряженных при руки. Ну что, поехали? Алло, да. Что? Где? Ну ты держи меня в курсе. Здравствуйте. Глеб Сергеевич, подождите. Ребята позвонили, которые отслеживают телефон Лешего, и они говорят, что сигнал пропал где-то в районе Выборгского шоссе. Стоп, стоп. К банку это в другую сторону. Ну да. Глеб, куда поехал этот Салимов? В унитарбанк, а что? Он мог поехать в другой адрес. Почему? Я еще раз просмотрел материалы дела, там кроме убитых Магомедова и Качанова, был еще один фигурант, которого отпустили раньше всех. Некто Голубев Олег. Из всех троих на свободе он поднялся выше всех. У него есть сеть ресторанов, супермаркетов и так далее. Вот его адрес. Так. Что такое? Так это же Выборгское шоссе. Ну все верно. Отсюда у нас и пропал сигнал с телефона агента. Серега, звони с образцем, срочно. Давайте. Значит так, охрану не мочим. Мне нужен только Олег. Паша, за угол. Леший, на тебе охранник на входе. Не вопрос. Колян! Колян! Чего? Там камера не работает, иди проверь. Хорошо. Мужики, вы чего? Мужики, вы чего? Паша, останьтесь здесь. Володь! Володь! Здорово! Целин. Ну вот, как говорится, и встретились. Я тебе заплачу! Сколько ты хочешь? Лежать я сказал. А я вот сидел и думал. Целин! Молчать я сказал! А думал я о том, как вернусь и положу вас изверх. И Мару, и Хачара, и тебя в особенности за то, что вы меня кинули. А я вот тебя сейчас грохну здесь, и все твое мое останешься. А? Валим! Ай! Ай! Черт! Сдаюсь! Спокойно! Руки в гору! Все-все-все! Спасибо тебе, Миш. Большое спасибо, на самом деле. Да, хорошо, что они ее не выбросили. А вообще, нам, надо сказать… Нам повезло. Да уж, повезло. У тебя все нормально, Миш? Да, все в порядке. Володя, я насчет Маслова хотел сказать. Он, конечно, очень сильно ошибся. Очень. Но он мне сегодня жизнь спас. Хорошо. Ты кто? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я? Вот. Может быть, ты обойдешься просто словесным внушением? Миш, разберемся. Но вот это, я ему больше не доверю. Володь, ну так ведь я могу этим заняться. Мне ведь ты доверяешь? Возьми перчатки… Ну что, уже идем? Ну, Серега, ну если бы СОБР не подъехал, опять пришлось… Не хочу больше о работе. Больный черт. Ну вы даете. А если б в голову попали? Ну не попал же. Спасибо, конечно. А так ведь работника потерять могли. Не могли. Такие, как ты, у нас на вес золото. Терпи. Терпи. Зато Салим не будет подозревать. Это да. Я уж думал, что вы не приедете. Придется самому как-то Салима валить. А как вы догадались, что он сюда поедет? Подсказали. Понятно. Да, кстати. Вот, возвращаю. В целости и сохранности. Вы уж там пацана этого, ну, патрульного не присуете. Он тоже вроде как помог. Не волнуйся. Разберемся. Да. Товарищ предполковник, разрешите? Да, только я уже ухожу. Я понимаю, что я виноват. Но была ситуация… Алексей, я думаю, что вы не сможете работать в моем отделе. После того, что произошло, вас могли в лучшем случае уволить. А в худшем – завести уголовное дело. Я понимаю. Не надо перебивать меня. Я знаю, что в отделе К есть место. Они занимаются преступлениями в сфере информационных технологий. Я постараюсь вас туда устроить. Это максимум, что я могу для вас сделать. Ну, раз нет других вариантов… Что? Я согласен. Доброе утро, Миша. Доброе утро, Володь. Что такое смешное ты нашел? Ой, слушай, я дошел здесь до десятой страницы. И по каждому, понимаешь, Володь, по каждому агенту одна и та же история. Вот смотри, здесь собраны имена, фамилии и отчества людей, которые либо давно уже умерли, либо никогда не рождались. Вот смотри. Арефьев Игорь Геннадьевич. Умер в две тысячи третьем году в возрасте девяносто лет. Далее. Так, это у нас Кучкумов Петр Афанасьевич. Ну, это вообще фантом, он даже не рождался на этой бренной земле. Базаров Константин Семенович. Этому славному мальчику сейчас пять лет. И так по всем фамилиям, по всем. Вот такой вот списочек. Привет, Марго. Привет, привет, дорогой мой. Как дела? Я хорошо. А вот ты, похоже, не очень. Чего вздыхаешь-то? Маргош, тут такое дело, мне твоя помощь нужна. Помощь? Ну, в общем, моя дочь из института ушла. Слоняется без дела. Ты бы не могла ее куда-нибудь на работу устроить, а? На работу, говоришь? Она в институте училась на эксперта культурного наследия. Ну, может, пригодится по твоей же тематике? Знаешь, давай сделаем так. Пусть она сегодня ко мне подойдет на мойку. Тридцать два. Там фотостудия. Давай к пяти часам. Фотостудия? Да, Данилов. Скоро меня увидишь на обложке глянцевого журнала. Как самую успешную бизнес-вумен. Спасибо тебе, Маргош. Она сегодня подойдет. Целую. Пока. Здравия желаю. Здорово, Кость. О, добрый день, Глеб Сергеевич. У меня дело в тебе есть. Слушаю. Тут недавно нападение на патрульного было. Табельное оружие у него отобрали. Так Ермолаев, знаю. Он у меня в коридоре сидит. Рапорт принес. Позвать? Не надо. Я вот думаю, что с ним делать. Характеристики у него хорошие. Ну и что ты надумал, Кость? Ну… Вот я не знаю. Но если у каждого патрульного любой бандит сможет вот так легко оружие отобрать, ты понимаешь, что начнется? Это да. Продолжай думать, Кость. Угу. Будь здоров. Ну что, будем расставаться, гражданин Ермолаев? Глеб Сергеевич, вы бы не могли объяснить мне вот этот казус? Хочу объяснять, Володь. Агентура — это святая святых. Кстати, можешь написать номер рапорт, Карпенко. Да я не об этом. А о чем? Ну… Когда ты успел сотворить вот эту вот липу? Служу я давно, Володь. И служба научила меня всегда быть готовым к любым проверкам. Да. Алло. Так, плечи немного правее разверните, пожалуйста. А голову левее. Ага. Подожди, подожди. Давай не так. Давай лучше вот этим профилем. Все-таки он у меня самый выигрышный. Давай. Маргарита Витальевна, здрасте. Здравствуйте, вы кто? Я Марина, дочка Данилова. Папа просто сказал, что у вас для меня работа есть. Угу. А, Мариночка, а что вы можете? Ну, я учусь, училась. На третьем курсе, на эксперта по объектам культурного наследия. Угу. Что, что не так? Да все отлично. Угу. Кресло-то видите? Можете определить возраст, стиль, раритетность, приблизительная цена. Ну, вообще-то, это новодел. Ему цена три копейки. Угу. Устраивайся ко мне в магазин на Зверинской. Поработаешь сначала стажером. Твой фарт, Клим, что деда нет. Он бы тебя быстро в стойло поставил. Живешь сам, дай жить другим. А кто тебе мешает цену скинуть? Получил партию, быстро реализовал, лаве в оборот. Пусть твои ухари меньше бодяжат. А твои не бодяжат? Бодяжат. Но не так. Вот твои нарихи ко мне на правый берег и ломанулись. Значит, договариваться ты не хочешь и цену ты не поднимешь. Ну, почему же? Давай баш на баш. Я поднимаю цену, а ты мне галеру и опрашку. А ты ничего не попутал, Клим? Может, тебе еще центр отдать, а? Спокойнее, господа, спокойнее. Нам только разборок не хватало. Я надеялся, поужинаем в дружеской обстановке. В дружеской не получится. Все ему мало. Оборзел, Клим. Город сходка делила. Я к нему не лезу. Успокойся, Камо. Дай время. Он остынет. Разведете рамсы. Нам эти разборки сейчас ни к чему. Ты о чем? Ты не видишь? Все! Он по-хорошему не понимает! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ребята, извините. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как там дела у Мариночки на работе? Не спрашивала? Нормально. Устала, спит. Если бы ты пришел пораньше, ты бы сам с ней поговорил. Ань, ну, не начинай, а? Да, Серега, что случилось? У нас тройной убой, Глеб. Где? В центре. Какие-то дорожные войны начались. Свидетели говорят, две машины не поделили полосу. Один водитель достал волыну и пристрелил троих человек с другой машины. Личности убитых установили? Установили. Не поверишь. Один из них Климов Борис Ефимович. Дальше его телохранитель и водитель. Твою налево, а. Я сейчас подъеду. Да не надо. Глеб, мы разберемся сами. Адрес давай. Гитровская набережная, дом восемь. Ну, чего у тебя там? Ну, что, говорят, здесь два свидетеля. Вон в той припаркованной машине напротив Сиделя. Говорят, что даже лицо киллера видели. Да ты что? Ну? А адреса его случайно не знают? Адреса его случайно не знают. Плохо. Ну, что говорят? Что говорят? Среднего роста, плотного телосложения, широкое лицо, светлые волосы, джинсы и серая куртка. Да. Ну, чего ему дома-то не сидится? Пойдем. Здорово. Здравия желаю. Представьте, что сейчас в городе начнется, а? Убили человека, который держал весь правый берег. Свидетели есть? Да, двое. Отправляйте их в управление, пусть составляет фоторобот. Оружие нашли? Да, нашли. На экспертизу. А машину? Нет еще пока. Плохо. Все это очень плохо. М-да. Это называется, вечер перестает быть томным. Илюш, что-то ты последнее время на работу как на Голгоф уходишь. Случилось чего? Папа, если честно, я вообще не хочу идти на работу. Это почему? Обижают там тебя? Я позвоню у Карпенко, разберусь. Не надо никому звонить, нормально ко мне относятся, и не в этом дело. А в чем? Ну, сначала эта работа мне нравилась, сейчас даже не знаю, что тебе сказать. Ну, говори, что я с тебя информацию должен клещами доставать? Ну? Понимаешь, вот Данилов мне постоянно говорит, опера – это не профессия, опера – это состояние души, а получается, что это состояние души, то ценой в лимон. Ты об этом? Об этом. Ну, такое у нас случается в профессии. К тому же мужчина должен зарабатывать деньги. Ну, так нашли бы другую работу и зарабатывали деньги. Зачем так, пап? Молодой ты еще. Об этом поговорим с тобой вечером? Или нет? Завтра утром. Поехали. В общем, здесь все, что у нас есть по климу. Направление по бизнесу, в том числе наркорынок. Связи, в том числе личные. Отношения с конкурентами. И главное – анализ, прогноз возможного развития событий. То есть, кто с кем будет воевать? Вроде того. Спасибо, Миша, очень вовремя. Так не за что, Вере надо спасибо сказать. Она с шести часов за компьютером сидела. Я ей отдельное, спасибо. Киллера, пока мы не нашли, фоторобот составили. Что по машине? Машину нашли в двух кварталах от места преступления. Ее угнали за час до убийства. Угу. Какие версии, Глеб Сергеевич? Есть две версии. Либо это обычное стечение обстоятельств. Ну, человек угнал машину, попал в ДТП, ну и расстрелял ненужных свидетелей. Вы сами в это верите? Да нет, конечно. Но озвучите, проверить эту версию я обязан. И вторая версия, она же основная. Это хорошо спланированное убийство криминального авторитета. Разрешите, Юрий Юрьевич? Входите, Владимир Александрович. Справка по климу, как вы просили. Здесь аналитика и прогнозы того, что может случиться после этого убийства в городе. Нет, хорошо, я посмотрю. Вы мне пока на словах. А расскажите, что вы об этом думаете? Если убийство заказное, а я так понимаю, это основная версия подполковника Данилова, заказать клима могли только ближайшие партнеры. Те, кто рангом пониже, на это не пошли бы, потому что слишком большой риск. Кто может быть заказчиком? Вариантов два. Ираклий Камаян и Никита Шерстнев. Ясно. Значит, нам надо в кратчайшие сроки найти заказчика и убийцу. Иначе не мне вам объяснять, что будет в городе. Ты знаешь, Володь, мне кажется, читать твою справку он не будет. А если прочтет, все равно ничего не поймет. Это не важно. Главное, чтобы мы все понимали. Я предлагаю разделить задачи. Давай так, вы будете заниматься стрелком, а мы попытаемся вычислить заказчика. Логично, договорились. Добрый день. Юрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о ходе расследования убийства Бориса Климова. По вчерашнему убийству мы успели многое сделать. Есть версии, есть зацепки. А как вы считаете, у этого преступления могут быть последствия? Мы возвращаемся в лихие девяностые, опять в городе начнутся кровавые разборки? Возвращение девяностых мы, естественно, не допустим. Поверьте, на это дело брошены лучшие силы. И в ближайшее время я вам расскажу о результатах. Может быть, круг подозреваемых уже определён? Я не имею права называть никаких фамилий в интересах следствия. Да. Любит наше начальство позировать на хамеры. Ох, любит. Да, зря это он про ближайшее время сказал. Потому что если убийцу не найдут, все уже первые спросят. Причём не те, а свои, наши. Глянь, Ильюха-то дуется. Дуется, надуется и взлетит. Эх, чую. Добавочку придётся брать. Ты котлетку будешь? Белов, кто про что, тебе лишь бы полопать. Скоро хлюкать будешь. Ну что, я два дня не ел ничего. Я бы сейчас тоже поспал бы, часики три. Ильюх, ты чего такой хмурый ходишь? Всё в порядке. Где ж в порядке? Мы же видим, что не в порядке. Лицо такое, как будто лимон без сахара проглотил. Мы интересуемся, какая муха ЦЦ тебя укусила. А мне кажется, вы интересуетесь совсем другим. Ну-ка, ну-ка. Миллион-то уже потрачили? А, конечно. По назначению. Всё. Вот вы какие. Оборотни. Да, мы такие. А хочешь, я тебя сейчас укушу, и ты таким же станешь. Ты поперчи себе, Цветков, поперчи. Приятного аппетита. Спасибо. Оборотни. Вот люди интересуются. Как так получилось, что после вашей встречи был убит Клим? Сера, это что, предъява? Тогда давай конкретнее, кому за что. Пока не предъява. Но объяснить людям вы оба должны. Что у вас там с Климом не срослось? Встречу я назначил. Хотел с Климом один вопрос решить. И как? Решили вопрос? Нет. Он психанул и свалил. Куда поехал, я не знаю. Он мне не докладывал. Но я бы в жизни руку не поднял на брата. Ну-но. Хорошо, если так. Потому что тот, кто это сделал, должен понимать, что его жизнь пошла на дни. Вот что. Предлагаю пока резких движений не делать. Менты только и ждут, что мы друг друга покрышим. А этого быть не должно. Мы им не доставим такой радости. Пускай они поработают пока на нас. Когда выйдут на стрелка, нам эту информацию сольют. Тут мы и подсуетимся. А так, если его менты раньше возьмут? Ну, возьмут. Что мы его в крытке не достанем? Ладно. А то мы порешим. Если люди не против. Да, конечно. Помогите! 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 Пусти ты! Пусти, мужик! Все, уходим! Девушка, с вами все в порядке? Да. Спасибо вам большое. Я испугалась просто. Да, в общем-то, я не сделал ничего особенного. Но мужчины в наши дни прошли бы мимо. Так что вы скорее исключение. Ой! Я даже не знаю, как вас благодарить. Ой! Ну, давайте поужинаем вместе. Тут рядом есть неплохой ресторанчик. Девушка приглашает мужчину? Как-то странно. Ничего странного, просто благодарность. Отказывать девушке в просьбах неприлично. Ну, пойдемте. Пойдемте. Хорошо. В общем, я все тщательно изучил. На данный момент Камаян для нас более перспективен. Смотри. Потому что его интересы пересекались с бизнесом Климова. Смотри. Сеть АЗС. Авторынок. И сеть аптек. Ну и, конечно, наркотики. Понятно, что ни того, ни другого к этой теме не пристегнуть. Доказательств не хватает. Но мы-то понимаем, что наркотики контролировали они. Каждый на своей территории. А Никита Шерстнев, что по нему? Шерстнева другие интересы. Смерть Климова напрямую ему ничего не дает. Ну, значит, работаем по Камаяну. Да. В городе такой шухер поднялся. Мама, не горюй. Вся мелкая шушера на ушах стоит. Раньше-то было ясно и понятно все. А теперь неизвестно, как оно вывернется. Ладно. А что говорят? Кто Климу мог положить? Да разное говорят. Говорят, у Клима с Камой конфликт накануне вышел. По наркоте. Посмотри. Знакомое лицо? Вроде знакомый специалист. На кого он работал? Если это тот, о ком я думаю, он на многих работал. А на кому работал? Вроде и такое было. Так, хорошо. А как мне найти этого специалиста? Ну, тут я уж не помощник. Не знаю. Спрошу у людей. Может, в курсе. Отзвоню, если что. Ладно. Только давай не затягивай. Сам же говоришь, весь город на ушах стоит. Тяжелая у вас, наверное, работа, да? Скорее, нервная. Ответственная. Но я не жалуюсь. Наташа, что вам? Все обо мне, да обо мне. Расскажите о себе. Мне же интересно. Да я даже не знаю, что рассказывать. У меня все просто, банально. У меня жизнь не такая насыщенная, как у вас. Это для девушки. От того столика. Это ваши знакомые? Да нет, я их впервые вижу. Наташа, я ревную. Так сразу? Ну, не ревнуйте, Юрий, они вам не конкуренты. И вообще, это же вы меня от хулиганов спасаете, а не они. Марина? Здравствуйте, Мариночка. Здравствуйте. Я Андрей. Андрей Белов, помните меня? Я помню. Здравствуйте. Как ваше плечо? Как вы себя чувствуете? Ну, если честно, то не важно. Но вот, встретил вас и стало гораздо лучше. Как вы поживаете? Спасибо. Хорошо. Может быть, вам помочь? Нет, спасибо. Я сама. Разрешите проводить? Нет, извините. Я действительно очень тороплюсь. У меня сегодня еще ночная смена. Я понимаю. Извините. Марина, а может быть, как-нибудь, где-нибудь мы поужинаем с вами вечером? Нет, я не смогу. Вы извините. Всего доброго. До свидания. Прошу прощения за столь нескромный вопрос. Могу ли я пригласить вашу прекрасную спутницу на танец? Виталя. Прошу прощения, но отвечу вам отказом. И прошу вас нас больше не беспокоить. Да ладно. Что вы так сразу? Я же, по-моему, вежливо попросил. А я вежливо отказал. Пока, во всяком случае. А вам что жалко, что ли? Я что, непонятно выразился? Ну, все-все-все, Виталь, угомонись. Вы извините моего друга. Просто, ваша девушка нам очень сильно понравилась, да? Ну, а мы накидались сегодня. Да, Виталь? Ну, вот и все. Так что, друзья, давайте не будем ссориться. И предлагаю примеряющий тост за красивую девушку. Чтоб таких красивых девушек было больше и хватало, ну, на всех достойных мужчин. Держи. Выпьем, друзья. За тебя, красавица. Будем здоровы. Ильюх, заканчивай строить мрачные рожи. Ведешь себя, как ребенок. Что ты на нас елся-то? Из-за денег, что ли? Ты что думаешь, мы эти деньги… Андрюш, я уже ни о чем не думаю. Я сам все увидел и сам все услышал. Ах, вот оно что. Ты у нас сам все увидел, сам все услышал. Ну-ну. Здравствуйте, товарищи. Привет, Серега. Здравствуй, Сергей Михайлович. Чем занимаемся в рабочее время? Так, что ищем? Марину Медведеву. Кто такая? Почему не знаю? Свидетельница? Ну, почти. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это ж сестричка из больнички. Мальвина. Марина. Андрюх, нехорошо пользоваться служебным положением и секретной базой городской полиции. Ладно, раскусил, раскусил. Я, конечно, не против. Но своими симпатиями занимайся, пожалуйста. Не в рабочее время. Заканчивай, помог бы лучше. Чем? Телефон. Телефон. Алло. Майор Савельев. Да. Дано. А кто говорит? Че такое? Кто звонил? Инкогнито. Сообщил о месте нахождения убийцы Климова. Андрюха, собирайся, надо проверить. Илюха, остаешься за старшего. Понятно, понятно. Опять деньги поехали зарабатывать? Не завидуй нам. Прошу прощения за скромный вопрос. Могу ли я пригласить вашу прекрасную спутницу? Да. Господин Карпенко, вы уже посмотрели почту? Кто это? Это сейчас неважно. Я предлагаю встретиться в этом же ресторане через полчаса. Это в ваших же интересах. Кто это? Мужки, ну вы бы еще духовой оркестр с собой взяли? Восьмая квартира, второй этаж. Прикрывайте нас на улице. Пойдёмте. Че, по ходу, нет никого? Выбивай дверь. А если пустышка? Серёга, назад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подойдите! Светлана! Подойдите быстрее! Очень рад познакомиться с вами лично, Юрий Ильич. С кем я говорю? Ну, моё имя вам всё равно ничего не скажет. Для вас я просто адвокат. Что вам нужно? Мне нравится такой деловой подход. Сейчас ваши сотрудники поехали брать киллера, который убрал Бориса Климова. Я думаю, что живым его взять не удастся. Вы не можете этого знать. Поверьте, я знаю гораздо больше об этом деле, чем вы думаете. Андрюха, ломай дверь. Данил спросил брать живым. Значит, возьмём? Брось оружие! Брось оружие! Ну, Белов, ты как всегда, будет установлено, что киллер работал на известного криминального авторитета Ираклия Камаяна. И что вы хотите? Сегодня вы соберёте вечером пресс-конференцию и скажете журналистам об оперативном интересе к Камаяну в связи с убийством Климова. Взамен вы получите карту памяти с этими фотографиями. Мне нужно подумать. Конечно. Конечно. Только, пожалуйста, Юрий Юрьевич, давайте будем ценить ваше и наше время. Потому что эти фотографии могут в течение дня попасть в редакцию городских газет. И тогда подумайте сами, сколько дней вам останется занимать свою уважаемую должность начальник криминальной полиции за столом с криминальными авторитетами. Я вам оставлю свой телефон, а вы, когда примете решение, мне позвоните. Майор, Саверия только что озвонился. Под печатком пальцев установлено, что именно Тарасов стрелял в Климова. К сожалению, взять его живым не удалось. Почему? Почему не удалось? Тарасов находился под действием наркотиков, оказал сопротивление. Других вариантов ребят не было. Понятно. Установили, на кого он работал? Сейчас в его квартире проходит обыск. Кое-что обнаружили. Фотографию Климова и визитку Камаяна. Да и мои источники мне подтвердили, что Тарасов когда-то работал на Камо. Я тут же считаю, что заказчиком был именно Камаян. Камаян. Убийство Климова ему выгодно. Хорошо. Работайте. Мне надо подготовиться. К чему? К чему? К пресс, как к конференции. Да неважно, идите! Капитан Белов, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Да мы вряд ли вам чем-то поможем. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь можете рассказать про этого человека? А, да я этого мужика особо-то и не видел. Он здесь недавно поселился. Вроде как квартиру снимал. Так, тихо, не шумел, ничего. Ну, может быть, приезжал кто-то? Может, видели кого-нибудь? Да нет, никого. О, а я-то видела. Я как раз утром с дочкой гулять выходила. И к нему мужчина подъехал. Так, и что за мужчина? Ну, мужчина крупный, и шрам у него на лице. Ну, понимаете, я просто из подъезда выходила, а он так свою машину припарковал, что мне с коляской вообще не пройти было. А что за машина? Иномарка. Ну, вроде. Большая такая, черная. Номера, конечно, вы не запомнили. Нет, запомнили. Номер такой блатной был. Три тройки. Серег, три тройки. Спасибо. Да не за что. Значит, все-таки Камаян. Но пока все факты указывают на него. А меня в этой истории что-то смущает. Поделитесь вашими сомнениями. Если это Камаян, значит, он как-то глупо себя ведет, хотя дураком его не назовешь. Вот почему, почему он не просчитал возможные последствия? Ведь он сразу попадает в круг подозреваемых. Согласен. Меня смущает вот какое обстоятельство. То, что наши соседи по этажу слишком быстро и легко вышли на стрелка. Все это напоминает какую-то хорошо спланированную игру. И если предположить, что Камаяна нам подставляют специально, то игру эту ведет кто-то другой. Кто-то из ближнего круга. Да, Серега, что у вас? Глеб Сергеевич, тут такая интересная история происходит. Сейчас Белов все расскажет. Ну, хорошо. Докладывай, Андрей. Здравия желаю, Глеб Сергеевич. В общем, у нас тут такая история. Свидетели говорят, что к Тарасову приезжал мужчина. Сегодня утром приезжал, а первый раз позавчера вечером. Как раз после убийства Клима. Вот это самое интересное. Судя по описанию и номерам машины, это Аркадий Кабанов. Кабан? Подожди-ка. Кабан не работает на Камаяна. Так, так, стоп. Получается, что убийство Клима... Организовал Никита Шерстнев. Да, спасибо, Андрей, я все понял. Держи. Ну что, поехали? Поехали. К киллеру приезжал человек Шерстнева Кабанов. Перед нами разыграли очень хороший спектакль. Да. Ну? Шерстнев решил убрать и Клима, и Камаяна. Одного он решил убить, а на другого повесить убийство. Даже если бы мы взяли Камаяна, прямых улик против него у нас нет. Да, но если бы как-то об этом узнали наши местные авторитеты, я думаю, что Камаян до СИЗО не дожил бы. Китро, Акар, Бианка, он же что-то говорил про пресс-конференцию. Юрий Юрьевич, нужно отменить пресс-конференцию. Камаян не причастен к убийству Климова. Это невозможно. Почему? Это Резой Куба. Не самые великие, скажем, люди, но в авторитете, конечно, раньше под Шерстневым ходили, теперь решили проявить самостоятельность. Решили вписаться по старой памяти. Шерстнев оказался даже умнее, чем я думал. Рассказывайте, Юрий Юрьевич. Мне поставили условие оригинал и фотографии только после пресс-конференции, на которой я должен заявить о Камаяне, как о возможном заказчике. Кто с вами связывался? Представился с адвокатом. Вы можете, Юрий Юрьевич, позвонить этому человеку и назначить встречу где-нибудь неподалеку? Я попробую решить этот вопрос. Я надеялся, что Юрий Юрьевич приедет сам. С кем имею честь? Подполковник Данилов. Ну, я надеюсь, наша договоренность с Юрий Юрьевичем остается в силе? Послушайте меня внимательно. Я дам вам всего час времени. И если вы через час не привезете мне оригиналы фотографий, то я довожу до сведения нужных людей информацию о том, кто именно устроил всю эту разводку с Климом. Мне кажется, вы блефуете, подполковник может сильно пострадать, и ваш непосредственный начальник. А вы серьезно думаете, что мне есть дело до его карьеры? Ну, одного сниму, другого назначат. А мне от этого ни тепло, ни холодно. А вот вам, как вас там, адвокат, придется очень быстро уезжать из города, если, конечно, успеете. Сами понимаете, еще с него-то после этого недолго жить останется. Как и всем тем, кто с ним вместе эту разводку и устроил. Понимаете, о чем я? Я вас понял. Но я должен подумать. Да, конечно. Подумайте. Подполковник. Да, Шерстнев придумал практически идеальную комбинацию. Насколько я понял, он был в курсе того, что у Камо давно претензии к Климову. Климов сбивал цены, Камо терпел убытки. И Шерстнев решил убить двух зайцев сразу. Нашел киллера, который работал с Камаяновым. Ну, а когда Тарасов выполнил свою работу, его решили убрать руками оперов. Предварительно накачав наркотиками. Потом нам подбросили улики, которые указывали на Камаяна. Ну и позвонили и сказали, берите, мол, тепленький. А для того, чтобы уже максимально подстраховаться, они решили использовать вас, Юрий Юрьевич. И устроили весь этот спектакль с девушкой. Товарищ полковник, отменяйте пресс-конференцию. Здесь оригиналы фотографий. Спасибо. Почему вы не решили вопрос Карпенко? Вы должны были решить. Вы вообще понимаете, что мы теперь проиграли? Но что делать? Полиция оказалась умнее. Мне не важно, кто умнее. Важно то, что у нас теперь проблемы. Очень серьезные проблемы. Только не надо передергивать. Проблемы не у нас, а у вас. Что? Вы придумали эту комбинацию, и она провалилась. Всего доброго. Куда вы собрались? Я еще не договорил. Я не люблю общаться с трупами. Илья, а что ты в последнее время такой смурной, а? Даже не знаю, что вам ответить, Глеб Сергеевич. Послушай меня, парень. Говорю, один раз больше, повторять не буду. Мне в отделе нужны мужики, а не обиженные дети. И если у тебя есть ко мне или к ребятам претензии, скажи об этом прямо. Да нет, Глеб Сергеевич, мне нет никаких претензий. Есть скорее понимание, ради чего все делается на самом деле. Та сумма пошла семью убитого подробного. Вся сумма. До копейки. Миша, у тебя же были знакомые журналисты. Да, есть такие, а что? Надо бы с ними поделиться одной информацией. Алло, Мариночка, ну подождите. Ну, неужели у вас совершенно нет времени? Марина, Марина. Хорошо, я понял. Но я все-таки надеюсь, что, может быть, мы... Уже не можем. Обломали Ромау? Да не то слово. В больнице так хорошо общались, а сейчас просто нет и все. Даже разговаривать со мной не хочет. Извините, Андрюша, но вы балбес. Ни черта в женщинах не понимаете. Ой, ну куда уж там до вас-то, героев-любовников. Нет, я тебе просто, как другу, хочу подсказать. Ну, подскажи. Элементарно. Берешь цветочек, шампанское отменяется, бутылочку в вина. Да, торт не нужен, коробочку конфет. Звони же в дверь. Она открывает дверь в халатике, а ты ей говоришь, добрый день, Марина. Как по отчеству? Не помню. Неважно. Добрый день, Марина. Полицию вызывали. Ты уверен? Уверен. Мужики, я домой пошу. Пока, пока. Давай. Не забудь, главное, цветы, бутылочка вина, коробочка конфет. Добрый вечер, полицию вызывали. Так знаешь, ты что мне говоришь? Старик, а дальше тебе шпаргалку напишу. Ну, не прав я был с этими деньгами. Ну, все, 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 старик, мы все поняли, поняли, Цветков. Илюх, все нормально. Что-то случилось? Так, спокойно, молодой человек, спокойно. Ваш отец задержан, а подозрение в получении взятки. И к криминальным новостям, как сообщил нашей радиостанции... Звук прибавь. ...источник в главном управлении МВД по городу и области, заказчиком недавнего убийства бизнесмена Бориса Климова, выступил криминальный авторитет Никита Шерстнев. К сожалению, задержать его пока не удалось, а его местонахождение ничего не... КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, вот, мой хороший, мой родной, ну, давай, вот так, сейчас погуляем, ну, да, вот так хорошо. О, воздухом, воздухом подышим. Погода хорошая. Алло. Андрюха, ты где ходишь? Да так, нигде. Быстро езжай на северную дорогу, там Шерстнева свои же завалили. Я тоже по деду. Хорошо. Привет, здрасте. До завтра. Володь, можно тебя на секундочку? Мне только что сообщили, что Шерстнева завалили. Ай-яй-яй. От тебя утечка? Ай-яй-яй-яй. – Ну что? – Великоватый. Нет, поменьше? Нет, к сожалению, нет. Давайте посмотрим другую модель. Спасибо. Ну что ж. – Вера Андреевна? – Савельев. – Здрасьте. – Здрасьте. – Не ожидал вас здесь увидеть. Ну как-то даже слишком не ожидали. Да, нет, в смысле, ожидал, но не здесь. О, Ирина, Гера Андреевна, так сказать, служим вместе. Ирина, жена моя. Коллега, очень приятно. Да, мне тоже очень приятно. Вы меня извините, мне нужно идти. До свидания. До завтра, Гера Андреевна. Коллега, значит? Коллега, коллега, конечно. Савельев, скажи мне, это когда-нибудь закончится? Ну что опять такое? Я оставила тебе на пять минут, ты ни одной юбки пропустить не можешь. Ой, Ирина, ну правда же, ты своей ревностью совсем уже. Вера Андреевна с аналитического отдела. Да, и что же вы там анализируете? А? Я ведь с тобой разговариваю? Ну, отреагируй как-нибудь, я все-таки с тобой говорю. Ира, подожди, я сейчас… Сережа! Купишь, что ты там себе хотела? Я с коллегой еще садим поздороваюсь. Сережа! Аппарат… 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 Ой, Глебушка, только бы не опоздали. Надо поменьше копаться. Глебушка, а ты выключи телефон прямо сейчас. А то опять во время спектакля. Стыдно. Я его не выключу, но сделаю без звука. Ага. Так, черт! Что ты? У меня телефон сел. Надо срочно возвращаться домой. Глебушка, ты с ума сошел со своей работой? У тебя же сегодня выходной, мы в театр в кое-то веке выбрались. Анечка, да жи в театре, я должен быть на связи. Глебушка, я тебя умоляю, ну, ну не порти, нам вечер. Аппарат… О jurъ zaj'я вдаль Продолжение следует... 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 Вера Андреевна, Вера Андреевна, здрасте. А, Савельев, как супруга себя чувствует? А при чем эта супруга? Нормально чувствует? Судя по вашему лицу, она была не очень-то рада нашему знакомству. А про это ты кошку поцарапала. Очередная. Я… Ну, вы знаете, я думал, вы мудрее. Что? Да все, все. Прошу. Капитан, нам необходимо проверить рабочее место лейтенанта Цветкова. Пожалуйста. Товарищ полковник, а у нас что-то изменилось? На каком основании вы собираетесь обыскивать рабочее место Цветкова в его отсутствии? Насколько я знаю, ли я, под следствием не находится? Ну, это дело времени. Яблоко от яблони недалеко падает. Какое глубокое знание российского фольклора? Капитан Белов, сядьте на свое место и займитесь своими делами. Или у вас их нет. А, лейтенант, а мы вас ждем, ждем. Илья, это сотрудники Управления собственной безопасности испределят. Обыск, да? Если это обыск, то какое вы имеете право рыться в вещах без моего присутствия, а? Нет, молодой человек, это пока еще не обыск. Это просто профилактические меры. Вы знаете, лучше все заранее предугадать. А то вы нам какой-нибудь сюрприз преподнесете в стиле своего отца. А вы знаете, сюрпризы я не люблю. Так что на вашем месте лейтенант Цветков. Я бы тут не качал права. А что здесь происходит? Да ничего особенного, Глеб Сергеевич. Обычная проверка. Товарищ полковник, если у вас нет конкретных претензий к лейтенанту Цветкову, то я срочнее попрошу. У нас много работы. Данилов, ты перегибаешь. Ты у меня уже вот здесь. Загругляйтесь. Илюха, ты посмотри, у тебя там ничего из личных вещей не пропало? Пропало, Глеб Сергеевич. Да, а что? Средство контрацепции. Да это эти увели. Чтоб больше не размножаться. Вер, у тебя база по лидерам ОПГ под рукой, а? Что-то у меня не открывается. У тебя не открывается, потому что у меня уже открыт. Ой, слушай, Верочка, сделай должение. Убери дело Куполевского. Да, а что, уже задержали? А, почти. Вчера майор Савельев отличился. В каком смысле? В хорошем. Он Куполевского застрелил во время задержания. Да ты что? Ага, насмерть. А, да ты не в курсе? Нет. Ну, слушай, короче так. Купола вся страна ищет в поте лица. А он возьми да и пойди в торговый центр на шопинг. Ну и встретил там майора Савельева. Ну и, естественно, погоня, перестрелка. Угу. Вот такая вот история. Какая же я дура? Вера дура. Вера дура? Я не в курсе. Вера, 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 Вера дура. Ты почему решил Купола в одиночку брать? Он же особо опасен. Захотелось в Супермена поиграть? Почему в Супермена? У тебя телефон был отключен. Черт, так и знал. Ну, случилось, как случилось. Чего ругаешься? Черт. 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 Такой кипш поднимут. Привезем этого мента бабе, заберем все лаве и тогда будем тратить бабки. Понял? Ну да. Ну да. Кстати, а ты пробил что за мент? Да этого мента ведь город знает. Майор Савельев. Купола вон завалил. Резкий он. Так что с ним пожестче. Понял? Ну да. Вот это как-то видишь неправильно разобнуло немножко. Вот сверху, вот здесь ошибочка. Алло. Алло, Сергей, здравствуйте. Это Вера. Вера Андреевна? Неожиданно. Я хотела извиниться. Я не знала, что вы вчера Куполевского задержали. Ну, ну, в общем, простите, я так неловко пошутила про ваше царапино. Да ладно. Воздухом пойду подышу. Да нет, ну чего, бывает. Ну, всякое. Верна. Ну, хорошо. В общем, еще раз прошу прощения. Ага. Кстати, Вера Андреевна, в качестве нашего примирения я приглашаю вас на чашечку кофе, тем более скоро обед. В кафе? Ну, я же обещал кофе. Ну, вообще-то мне нужно было в архив отъехать. Ну, хорошо, ну, давайте. Тогда сразу же в кафе встретимся. Давайте. Через час. Договорились. Отлично. Серег, ты похож на кота, который нашел подпольный склад сметаны. Почему подпольный? Официальный. И чего к тебе бабы клеятся, не понимаю. Слушай, Белов, а ты много у меня женщин-то видел? Товарища с аналитического отдела пригласил на кофе со сливками. И все. Ты чего меня заводишь-то? Чего ты завелся-то? Да ты даже не знаешь, о чем я хочу с ней поговорить. Да ладно, успокойся. Что, тебе уж слова не сказать, что ли? Котяра. Ментяра. О, какие люди. Давненько я тебя не видел. Здорово. 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 Как раз. Здорово. Котяра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ты скорость-то позбавь. Если нас остановят, сам будешь объяснять, почему у тебя мент без сознания в машине валяется. Не шурши. Я тут все улицы знаю. Куда мы его? К нам повезем. Там его все равно даже с собаками не найдут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сережа, вы где? Это... Кто это? Это дворник я. Какой? Какой дворник? Телефон тут на улице валялся. Это… Я и подобрал. Кто? Это вы? Я телефон. К улицу подметал. Вот, нашел телефон. А где хозяин телефона, вы видели? Видел. Подъехала машина, темно-синего цвета, микроавтобус. Его затолкали в машину и увезли. Быстро уехали. Номер вы запомнили? Нет, к сожалению, не запомнил. Далеко стоял. Ух ты! Тяжелый. Собака. Проверь, живой? Да какая разница? Большая разница. Если живой, то бабки будут. Если нет, то нет. Нормально, живой. Так, в машине возьми шприц, колем ему пару губов. Ага. Так. Шудина сказала, что машину видела. Но номер не запомнила. Так, в любом случае, Илья, дай аронтировку на машину. А камеры видеонаблюдения там были? Шудина как Раща с этим и занимается. Да бред какой-то. Кто мог его похитить? И главное, зачем? Я… Илья, у каждого опера врагов вагон и маленькая тележка. Да нет, мужики. Это вряд ли. Тогда зачем его было похищать? Грохнули бы, да и все. Может, за него хотят выкуп? Какой выкуп он? Джип-то брал в кредит. Что будем дальше делать-то, Глеб Сергеевич? Думать. Закончил? Ну да, ну да. Приезжайте, он у нас. А где вы находитесь? Заброшенная лодочная станция, недалеко от Сестрорецка. Хорошо. Я буду через час. Бабки возьми. Что? Бабули не забудь. Не дергайся, все будет. Новой информации нет. Вера проверила камеры видеонаблюдения. Нужных нам записей не обнаружила. Номер машины нет, а таких иномарок в городе тысячи. Володя, его сейчас где-нибудь там на куски режут. А ты сидишь и рассуждаешь. Вы же аналитики. Но не боги же, Глеб. Миша. Да. Иди к операм, посмотрите вместе с ними последние дела Савельева. Может ты увидишь то, чего не увидели они. Мы же аналитики. Понял. Вера, займитесь телефоном Савельева. Проверьте все последние звонки и СМС. Может есть какая-то зацепка? Я, я еще проверю все телефонные звонки в этом районе. До и после похищения. Разумеется. Уже. 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 Идем. Уже. Уже. Едемь. Уже. Глеб Сергеевич. Честно говоря, я не совсем понимаю, что я могу для вас сделать. Я знаю, что ты до сих пор в авторитете у городской братвы. Ну, это чьи-то домыслы. Я уже очень далек от криминала. Очень. Так что… А мне все равно, кто от чего далек. У меня пропал сотрудник. Если с ним что-нибудь случится, я поставлю на уши весь город. И тебя это тоже коснется. Ты меня знаешь. Я этими делами не занимаюсь. Ладно, я пробью тему. Только не затягивай. Хорошо. Но, Глеб Сергеевич, раз уж я взялся вам помогать, не могу ли я рассчитывать на ответные шаги? Не понял. Но вы же знаете, что сфера моих интересов достаточно обширна. И ваша помощь мне бы очень пригодилась. Моя помощь в том, что ты ездишь на дорогой машине. И обидуешь в дорогом ресторане. Не питаешься, баллада где-нибудь на севере. Понял? Понял. Просто поинтересовался. Едем. Лень, мне нужен очень толковый сотрудник. Самый толковый сотрудник. У нас пропал человек. И что мой сотрудник должен будет делать? Я знаю, что у вас особые отношения с сотовыми компаниями. Ну, я тебя понял. Маслов, ко мне. У тебя что, других сотрудников нет? Ну, ты ж просил самого толкового. А Маслов такие вещи вытворяет? Все мои спецы удивляются. Поступаешь в распоряжение подполковника Старыгина. Надеюсь, ненадолго? Ну, по достижению результата. Сегодня похищен майор Савельев. Я понял. Чем я могу помочь? Вера, у тебя есть что-нибудь? Честно говоря, нет. Только личные вызовы и по работе. У тебя как дела? У меня тоже глухо. Судя по делам и фигурантам, у Сергея были, конечно, враги. Но никому из них нет смысла его похищать. Я вообще не понимаю, кому понадобилась эта чехарда с похищением? Ну, че, живой? Да живой, че им будет-то? Ну, че, живой? Да живой, че им будет-то? Где он? Где бабки? Держи. Ну, все. Мы сваливаем. Стоять! Я вам за что деньги заплатила? Не оплатила. Не, подруга, не пойдет. Он сдохнуть должен. Ну, так сама его и грохнет. Ну, что у вас? Да, пока что ничего. Никакой закономерности. Больше сотни звонков, и ни один из них нам не подходит. Возможно, вы что-то пропустили? Нет, невозможно. Это специальная программа, она ничего не выпускает. Слушайте, если звонки ничего не дают, может, стоит проверить эсэмэски? Вера Андреевна, это больше, чем на сутки работа. Алексей, а как-то можно ускорить этот процесс? Да, возможно, но мне нужно больше личных данных, какая-то конкретика, какие-то ключевые слова, в общем, то, за что можно уцепиться. А так, получается, что мы ищем неизвестно что и неизвестно где. Это твоя работа. Ты ее не сделал. Хочешь, чтобы я его грохнул? Тогда ты должна привезти нам триста тысяч зелень. У меня нет таких денег. Да. А у меня другая информация. Что у купола с последнего дела полляма баксов осталось. Ну, давай, думай быстрей. Привозишь бабки, и мы его грохнем. Значит так, если бабки не привезешь, мы мента отпускаем. Он нас все равно не видел. Она тебя рано или поздно выйдет. Ладно. Вот это правильный ответ. Я достану. Значит, картина такая, Глеб Сергеевич. Есть два отморозка. Ренат и Руслан. Беспредельщики. Похожи это они. Ренат хвалился перед одним человеком, что ему заказали мента. Где их искать, знаешь? Последние два месяца они обитали на лодочной станции. Я послал туда своих бойцов. На всякий случай. Зачем? Пусть идут как раз к вашему приезду. Вот это адрес. Все, чем могу. Спасибо. Удачи. Андрей, бери оружие и выходи. Я тебя жду. Вера Андреевна, о чем вы так напряженно думаете? Мы почему-то совсем не берем во внимание задержание Куполевского. Куполевского же убили. Что вас смущает? Что он делал в торговом центре? Вера Андреевна, да мало ли что, масло зашел купить. Находясь в федеральном розыске. Рядом. То есть, вы считаете, что он приходил туда, к кому-то, кто там работает? Торговый центр на Савушкинох. Охрана слушает. Торговый центр на Савушкинох. Извините, мы таких справок не даем. Кто звонил? Баба какая-то. Говорит, майор полиции. Просят список всех сотрудников центра. Алексей. Да. Мне нужен список всех сотрудников торгового центра на Савушкинох. Сможете найти? Ну, я постараюсь. Правда, это займет какое-то время. Надо узнать, какое охранное предприятие работает в торговом центре. Войти в их сеть, поднять архивы. Так, тут нас не пускают. А мы сверху попробуем. Меня за это не посадят? За взлом базы данных. Я же полицейский. Ух, ничего себе. Алло, гараж. Вы Викуловские? Да, а вы кто? Подполковник Данилов. Почему стреляете? Так мы приехали сюда, а здесь нет никого. Но в ангаре явно недавно кто-то был. Вот мы и подумали, что они вернулись. А нашего человека в ангаре не было? Не, не было никого. Андрей, иди сюда. Вот список сотрудников торгового центра. Ну, что-то в этом роде я и ожидал. Надо ехать. Оперативников надо вызывать. Они в области, могут не успеть. Мы ближе к этому центру, так что едем. Получай оружие. Я с вами. Нет. Оружие получите. Давай, подруга, неси бабки и поедем мента хоронить. И смотри без фокусов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Этот телефон принадлежит Лидии Ореховой. Я думаю, она была связана с Куполевским. Мы вместе с Алексеем вбили данные сотрудников торгового центра. И сопоставили с нашим списком звонков и смс, которые были сделаны в этом районе кафе. И вот один номер, он действительно совпал. Он принадлежит Лидии Ореховой. Я думаю, она была как-то связана с Куполевским. А какой смысл ей похищать Савельева? Решила отомстить. Вы считаете, она была любовницей Куполевского? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, а вы не подскажете, где хозяев найти? Так, Лида, она только что ушла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О боже, боже мой. Живой! Скорую вызывайте. Они ему что-то вкололи. Давай. Осторожней. С ним все будет в порядке. Ну что, поехали. Поехали, что стоим. А это вместо извинений или вместо спасибо? Спасибо. Это не вместо. Спасибо. Представляешь, Ирина, меня, Савельева, чужая женщина. Ногами по лицу. Даже ты себе такого не позволила. А ты все шутишь, Савельев. Помолчи. Прости. Спасибо, Володь, что помогли. Хоть вы и не боги, но сработали четко. Да. Знаешь, лучше будет, если по таким вопросам вы к нам обращаться больше не будете. А вы к нам. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравствуй, Илья. Я слушаю тебя. А это что? Рапорт на увольнение. Я не подпишу. Глеб Сергеевич, мне все равно не дадут работать у вас в отделе. Подпишите. Всем от этого будет только легче. ВОООН БУССНИЕ Слышь, губа? Волыны не верти, не на параде. Да ладно, Куцу, не шуми, стекла тонированные. Чего ты такой смурной? Скоро рванем в теплые края. Жутуха пойдет, мама, не горюй. Говори гоп, пока не перепрыгнешь. Гоп, гей гоп. Гоп, 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 что-то мне вообще не рвяк. Главное помни, все должно быть тихо, аккуратно. Да ладно, куца, не парься, все будет пучком. Чего ты? Ну… Нет. – Привет. – Привет, Алиса. О, Люсь, привет. А ты чего здесь? Андрюш, ты до сих пор не готов? Ты же обещал мне на вокзал проводить. Я? Почему готов? Три секунды. Забыл, как всегда. Ничего не меняется, что вместе жили, что порозень. Люсь, чего ты начинаешь ты опять? Ладно, помоги мне сумку вниз спусти, щас так себе под... Дай мне три секунды. Чего ты начинаешь ты опять? Да ничего не начинаю, просто с тобой невозможно. Ты обязательно косячишь, о чем тебя не попросишь? Вот пока ты здесь ругаешься, я бы уже десять раз собрался. Угу. Девушка, меня интересуют бытовые предметы эпохи модерн. Угу. Что? Стоять! – Сидеть, быстро! – Быстро! Иди туда, сказал! Быстро! Сидеть! Сидеть всем, не дергаться! И никто не пострадает! Бабло гони! – Сидеть, говорю! – Гони бабло, сказал! Не дергайся! Куба охранник! Ах ты гад! Куба, ты чего? Брят, охранник! Это что, все что ли? Да. Ты чего меня паришь? Да я… – Где сейф с лавками? – Ах, мне не надо, я все покажу! Иди сюда, сказал! Следи, вали их, если что! Чего? Чего, здрасте тогда? Пу! Ну что, где твое такси? Я так на службу опоздаю. Вот, ты даже не можешь жену нормально проводить. Хоть почти и бывшую. Люсь, ну перестань. Ну, ты же сама все знаешь. Да знаю, Андрюш, пора этот балаган заканчивать и развестись наконец-то. Ну, разведемся, мы заберут у нас комнаты. И где мы будем жить тогда? Андрей, ну так нельзя. Ты предлагаешь тогда старости жить? Извини. Да, Глеб Сергеевич. Андрей, срочно выезжай на Зверинскую. Ограбление антикварного салона. Бандиты взяли заложников. – Там же ваша дочь работает? – Да. Понял, еду. Люсенька, извини. Командир, планы меняются. Едем на Зверинскую. Люсенька, я тебе все объясню. Билов, ты с ума сошел? Люс, побудь человеком хоть иногда. Я вызову тебе другую машину. Билов, я вас даю. Десять минут. Десять минут. Гони на Зверинскую. Десять минут. Вот поэтому и я развелась с тобой. Все выходы в здание блокированы. Поэтому мы предлагаем вам сдаться. Иначе мы будем вынуждены применить оружие. Не высокупляйте ваше положение. Выходите по одному и без оружия. Гуцый, Гуцый. Чего делать-то будем? Они же нас положат. Не положат, у нас эти есть. И чего? Они свой СОБР вызовут. Может это, может выйдем, а? Ты подувало свое закрой. И чего? Все путем будет, понял? Слушай сюда. Слышишь? Сунешься? Всех перебьем. Людей не трогай. Чего ты хочешь? Короче. Слушай, ты дашь нам спокойно уйти. Мы возьмем заложника. И когда убедимся, что хвоста нет, и когда убедимся, что хвоста нет, отпустим. Понял меня, мент. Иначе всех перебьем. Надумаешь, звони. Майор, что тут у вас? Да уйти хотят. Либо людей положат. Личности преступника установили. Нет. Вон их машина стоит. Мы пробили. А на второй день как в угоне числится. Сколько человек заложников? Да кто их знает. По идее охранник, продавчица. Но может посетители какие еще были. Глеб, послушай, может СОБР дождемся? Они разберутся. Им не до этого. У них учение замминистра приехало. Глеб Сергеевич, что делаем? План в здание. План давай. Ну вот, смотрите. Ну чего? Ждем пока. Куцый, ты что несешь тут, а? Ты что, реально думаешь, они нам тачку дадут? Да мы только отсюда выйдем. Они нас сразу хлопнут. У них там стопудово уже и снайперы, и все остальное. Заткнись ты. Чего заткнись? Ты чего мне сказал, а? Не помнишь? Ментов никто не вызовет. Сигнализации нет. Тут, тут вообще тут такая шляпа. Что за что такое? Это все из-за этой дуры. Я ее сейчас хлопну. Девку не трогай. Чего не трогай? Ты куда меня пиздал, а? Куцый! Слышь ты, тут другие выходы есть, а? Хлебало завали. Понял? Успокоился. Ну, с планом-то все понятно. Сергеич, может, получится? Товарищ подполковник, я, конечно, все понимаю, но я не дам рисковать жизнью заложников. Ну, мы пошли? Пошли. Слушайте, Глеб Сергеевич, телефон дай. А если что-то пойдет не так? А если они их там перестреляют? Продавщица в салоне. Моя дочь. Так что же вы? Ешки-матрешки. Да. С вами разговаривает подполковник Данилов. Мы согласны выполнить все ваши требования. Только для начала я должен убедиться, что все заложники живы. Шишки винтовские подтянулись. Хорошо. Ну, заходи. Заходи, подполковник, если не боишься. Куцый, ты чего творишь-то, а? Куцый, я тебе говорю, завалят нас. Давай сдаваться, давай сдаваться. А Куцый, давай сдаваться. Туда встань. Хорошо. Живо. Пройди здесь. Ну-ка. Закрыто на замок. Может, стрельнуть? Что, все услышали, что ли? Иди сюда. Быстрее, что говоришь? Я иду, я иду. Руки. Шишки. Белов, ты где? Я не мог пролезть. Жрать надо меньше. Давай вперед. Ну, смотри. Все живы, здоровы. С вами все в порядке? Да-да. Да, пап. А, вот чем тема-то. Отпусти ее. Ага, сейчас. Ты в порядке? Ага. Все, ну, все. Все, все. Все. Белов, у нас сегодня герой. В бронике девушку закрыл с собой. Ага, в бронике. Андрюха, где бронежилет? Да я его на улице оставил. Мне в нем не пролезть было. Сдурел, что ли? Лопать надо меньше. Брат-то мой по революции. А если бы случилось что-то? Я бы тебя убил. Так ведь ничего же не случилось. Все, все, все. Встаем, встаем. Чего как на пляже? Давайте. Все хорошо. Идем домой. Улыбаемся. Все в порядке. Быстрее, 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 быстрее. Ну, результаты исследования все в норме. ЭКГ и вон как у космонавта. Все в порядке. Щитовидка, почки, печень. Все в порядке. Ну, а что делать, доктор? Рука-то все равно трясется. Иногда очень даже сильно. Ну, злоупотребляете, наверное, да? Да? Алкоголем, наркотиками. Нет. Препараты употребляете какие-нибудь? Нейролептики, антидепрессанты? Тоже нет. Ну, давайте так. Ограничим потребление кофе, крепкого чая, шоколада. И начнем с лечебной физкультуры. Я вам выпишу сейчас бетаблокаторы. Я думаю, они помогут. Употребляйте, пожалуйста, по полтаблеточки три раза в день. Утром, днем и вечером. Хорошо? Хорошо. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмите воду. Спасибо. – Привет. – Здорово. Сергеич, как Марина? Да и как? Шоковое состояние. Глеб, ну все будет хорошо. Ладно. Личности грабителей установили. Ну да. У одного из них нашли два билета. Приехали неделю назад с Петрозаводской. Алексей Губин, Игорь… Ну, предположительно, Игорь Куценко второй. Глеб, мне кажется, кто-то их навел на салон. Фамилии могут быть Липовой, но мы проверим. Глеб Сергеевич. – Здравствуй, Марго. – Что здесь произошло? Твой салон пытались обнести. А Марина сегодня работала. С ней все в порядке? Слава Богу, в порядке. Как ты думаешь, кто мог навести? Глупые вопросы задаешь. Откуда я знаю? И еще. Кто-то мог знать, что в магазине будет крупная сумма денег. День только начался. Какая крупная сумма денег? Где Марина? В машине скорой помощи. Странно получается, Глеб Сергеевич. Люди приехали неделю назад, ограбили первый попавшийся магазин, даже не предполагая, есть ли там деньги. Да мне кажется, или залетные, или наркоманы-беспредельщики. Вот еще что странно. Марина сказала, что один из грабителей, как будто специально тянул время. Второй же сразу предложил сдаться. Ну да. Так, стоп, черт побери. Мужики, похоже, это отвлекающий маневр. В смысле? В смысле? Товарищ подполковник, в соседнем квартале букмекерскую контору обнесли. Убиты три человека. Ну, в общем, преступники воспользовались тем, что вся районная полиция находилась у антикварного салона. И спокойно пошли грабить букмекерскую контору. Сейчас идут финалы по футболу, боксу, люди делают ставки, так что куш был довольно-таки большой. Да, сработали грамотно. Что собираетесь делать, Глеб Сергеевич? Сейчас Саверев с Беловым изучают записи с камер наблюдения. Надо отметить, что грабители действовали очень слаженно. Урек не оставляли, работали в масках. А машину, на которую они приехали, конечно, мы объявили в розыск. Но результатов пока нет. Плохо, Глеб Сергеевич, плохо. Одного не могу понять. Откуда такая жестокость? Зачем было убивать охранников? Ну, по всей видимости, решили пристраховаться. Побоялись, что те могут оказать сопротивление. А если они побоялись оставлять свидетелей? Свидетелей? Вы думаете, кто-то из охранников мог узнать грабителей? Послушайте, они же были в масках. Какие свидетели? А если кто-то из грабителей раньше работал в этой букмекерской конторе? И охранников поэтому и убили. Они могли их узнать даже в масках. Эту версию надо отработать. Владимир Александрович, подключайте свой отдел. Я понял. Глеб Сергеевич, как дочь? Спасибо. Сейчас лучше. Ну-ка, прокрути назад. Да елки зеленые. Слушай, ну тебя к электронике подпускают. Ты или компьютер Данилова сломаешь, или сервер Пентагона взломаешь. Серега, это вообще не моя специальность в железках копаться. Вон Ильюха. Не надо жаловаться. Жаловаться потом будешь. Лучше думай, как этих клоунов. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравия желаю. Я извиняюсь, что руководство опять посчитало, что мы своими силами не исправимся. Шуточки прекратили. Андрей, покажи-ка записи нашим коллегам. Ну, привет, сын. Угу. Как вы, м? В порядке. Кофе. Хочу кофе, Илюха. Как с ума сошел. Угостишь папку кофе. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ну что, очень профессионально и слаженно сработано. А СОБР точно у нас на учениях был? Так, съезжу-ка в гости к полковнику Зарецкому. Съездите, Глеб Сергеевич, а мы еще раз посмотрим записи. Коллеги, стульчик не дадите? Да, конечно. Да, конечно. Спасибо. Я знаю, Илюш, о чем ты думаешь. Система у нас, пойми, такая. Все берут. А те, кто не берет, система просто отторгает. Выбрасывает. Я брал эти деньги. Да. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо, что понимаешь. К тому же нам не ответственность перед семьей. Я должен был обеспечить нам достойную жизнь, хорошую квартиру, дорогую машину, и тебе тоже. Мужчина без денег, бездельник настоящий мужчина. Ну, а как же Данилов? Тоже берет? У него ведь семья, дети, жена, или Данилов не настоящий мужчина? Данилов настоящий мужчина. Но этот настоящий мужчина уже давно как должен быть на пенсии. И только благодаря мне он остался на службе, чтобы он учить тебя уму-разуму. Ладно, об этом мы поговорим потом. Сейчас главное решить, как мне остаться на свободе. А вот тут как раз эта система мне и поможет. Веришь? Увидишь? Ну ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Налее, вот. Дистанция три метра. Бегом. Марш. Здорово. Георгий Степанович. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пойдем. Георгий Степанович. Георгий Степанович, а твои бойцы все были на учениях или какие-то подразделения в городе оставались. Глеб, да ты вообще что ли опалден? Ты моих что ли подозреваешь? Да я никого и не подозреваю. Ну? А я что, не вижу? Я что, тебя плохо знаю? Нет, Глеб, это не мои. Мои все на учениях. Что, у нас мало спецов в городе? Посмотри, обрати внимание на жесты. Они похожи на наши, но все-таки не такие. Спасибо, Георгий Степанович. Только мне бы еще списки с КПП. Ну, мало ли. Хотелось бы посмотреть, кто уходил, кто входил, в какое время. Договорились? Ладно, будут тебе списки. Веселей, веселей, ребята. Побежали. Ну что, Миша, увидел что-нибудь? Слушай, Володя, я вот одного понять не могу. Зачем они охранников сразу завалили? Они ведь даже оружие не успели достать. Мне тоже это странным показалось. Знаешь, Миша, иди домой. На свежую голову лучше думается. Вид у тебя какой-то уставший. Или это побочный эффект таблеток. Интересно, откуда ты узнал? А! Стакан воды. Раньше ты у нас кофе пил. Иди домой, Миша. Согласно списка, который Данилов с базы СОБРа получил, ни один боец с базы более чем на 20 минут не отключался. Да, и действительно все были в мучениях. Ага. Кроме один после операции в больнице, второй с семьей уехал в Болгарию. Это нам о чем говорит? Значит, если это не СОБРовцы, то кто бы это мог быть? Белов, ну ты, слушай, ну ты своим телефоном-то уже кому опять строчишь? Очередной Мальвине своей? Марине. Вот кто о чем? О Белов, о Марине. Забавно. Давай лучше подумаем, кто бы это мог быть? Серега, ну кто бы это мог быть? Ну откуда я знаю? Может быть это эти, морские котики? А может быть эти, морские свинки? Может и свинки. Слушай, Андрюх, вот честно тебе говорю, как друг, дефицит общения с предположенным полом очень сильно влияет на твою умственные способности. Да ладно, Серега. Так, все, заканчиваем с работой, а то еще немного и мозги вскипят. Хотя чему тут кипят, я не понимаю вообще. Не ворошиловский стрелок. Вот. 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 Воскресенье. Вот. Так, так, так. Поехали. Нарой там на него что-нибудь. Любой компромат. Не мне тебя учить, ты ж знаешь, на любого можно нарыть компромат. У каждого свой скелет в шкафу. Ага. И прижми, чтоб до суда он изменил свои показания. Я тебя перезвоню. Сын, ты это куда? В поход собрался? Я нашел квартиру поближе к работе и буду жить отдельно. Это что за дела? Я не хочу, чтоб за меня вот так несли ответственность. И я не хочу этой твоей системы, о которой ты мне говорил. Хочешь жить честно? Понимаю. Я тоже в твои годы хотел жить честно. Еще в наши годы можно было жить честно. А сейчас жить честно – это жить не в такой квартире, как я, а в халупе. Жрать, что придется. И пить дешевый портвень с синяками. И спиться в конце жизни. От одиночества и тоски. Вот это жить честно. Так уж лучше спиться в халупе, чем быть таким, как ты, пап. Сын, ну что ты? Что за бабские истерики, сын? Ты же у меня мужик, ну? Пап, ты меня сам когда-то учил, что мужчина должен уметь принимать решение. Так вот я свое решение принял. Все, пока. Сын, сын. Ну что? Я правда, честно говоря, удивлен, что вы обратились именно к нам. Ну, у вас же ведомственная поликлиника, а я знаю, там очень хорошие специалисты. Я там уже был, мне прописали таблетки и, в общем, они не помогли. Понимаю, понимаю. Я так думаю, что они вам и не помогут. Ваша проблема, скорее, носит психологический характер. У вас проблем на службе не было? Нет. Хорошо. Ты кто? Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто? Я? Ну, в всяком случае, Михаил Николаевич, я советую обратиться вам к психиатру. К психиатру? То есть вы считаете? Я ничего не считаю. Я просто советую. Обратитесь к врачу, проконсультируйтесь. По моей части у вас все в порядке. Я понял. И, пожалуйста, не затягивайте. Тут главное вовремя определить природу вашей проблемы. И в зависимости от этого принимать тот или иной вид лечения. Хорошо. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Ну, вижу, что что-то есть. Рассказывайте. Да. Проверили телефон этих отморозков и вот что нарыли. Так. Когда они захватили салон, Куценко получал только эсмски, только с одного номера. Кто-то им давал инструкцию. Читаю. Дождись, когда будет побольше ментов. Вторая. Тяните время. Нам нужно еще полчаса. Третья. Дальше уходите через черный ход с губой. А, то есть, а с губой действуй по обстоятельствам. Так. Теперь понятно, почему он своего подельника завалил. Побоялся, что тот сможет что-то рассказать о тех, кто эту комбинацию придумал. Так, а телефон пробили, откуда сообщения приходили? Да пробили, но он отключен, а определить местоположение невозможно. Ага. А на кого номер зарегистрирован? На Куценко. Он в один день две сим-карты оформил. Значит, через телефон нам их не найти. Вот что еще интересно. С этого номера приходили только смски и ни одного вызова. Володя, привет. Привет, Миша. Как самочувствие? Был у врача? Да, был. Но я сейчас по другому поводу. Слушай, те грабители из букмекерской конторы, их жесты похожи на язык глухонемых. Глухонемых? Ну, конечно. Да, документы положил, стол все в порядке. Да, да понял я. Здравствуйте. 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 Глеб, слушай, есть версия. Грабители были глухонемые. Именно поэтому они убили охранников. Они же не могут говорить, поэтому они общались жестами. Если бы охранники остались живы, они обязательно бы об этом рассказали. Ну, да. Еще. Помнишь, мы все время думали, что это за жесты? Ну, когда они показывают, иди вперед в комнату, назад. Это жесты глухонемых. А ты раньше не мог сказать, что я тут перед тобой распинаюсь? Ну, ты же не любишь, когда тебя перебивают. Я не люблю, когда меня перебивают. Ну, если вы сами догадались, значит, вы знаете, где их искать. Стой. У тебя есть мысли, где их искать? Есть. Пойдем, я расскажу. Только ты не обижайся, Володь. Договорились? Ну, я тебя слушаю, Володь. Давай представим, что они могли бы сделать после ограбления. Ну, если это гастролеры, они попытались бы выехать из города. Точно. Но я считаю, что они этого сделать не успели. И решили где-то отсидеться. Откуда у тебя такие выводы? Я изучил дорожную обстановку на момент ограбления. Представь себе, центр города, начало рабочего дня, везде пробки. От этой букмекерской конторы во всех направлениях движение не быстрее десяти километров в час. То есть, до выезда из города они могли добраться часа за четыре. В лучшем случае, за три. Но на этот момент уже разосланы ориентировки на машину. А ее так и не нашли. Значит, им все-таки удалось вырваться из города. Или где-то ее спрятать. Ну, бросили где-нибудь в какой-нибудь промзоне. В промзоне навряд ли, потому что ты поставил на уши всех участковых. В промзоне они бы ее нашли. Ну, хорошо. У тебя есть какие-нибудь другие варианты? Что, если они ее спрятали в другой машине, в фуре? Да. То есть, нам нужно проверить все стоянки дальнобойщиков в черте города. Володь, ты представляешь, сколько нам надо проверить стоянок? И сколько времени это займет? Глеб, я тебя уверяю, не на каждой стоянке дальнобойщиков можно встретить трех глухонемых мужчин. Серега, бери Пиловой на выезд. Оружие возьмите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здесь где-то должна быть стоянка для дальнобойщиков? Так ее как пару месяцев перенесли. Куда? Туда, дальше по шоссе. Там и мотель, они построили и стоянка новая. А здесь теперь площадка для обучения вождению. Ясно, хорошо, спасибо. Ищи теперь этот мотель. Это вы называется убрались, да? Надо каждые полчаса в каждом углу убираться. Хожу за всеми, подбираю, потому что пыль летит с дороги. Здесь убрать, там, хожу и вот как будто я здесь за вас должна работать за всех. А я тут причем? Потому что это ваша работа, а не моя. Здравствуйте. Администратор гостиницы где? Я администратор. Заселятся? Нет. У вас останавливались глухонемые жильцы? Ну, были. Трое мужчин. С Петрозаводской? Да. Почему были? Они что, уехали? Комнату минут пятнадцать назад освободили и к фуре пошли свои. А фура где? Там. Где там? Там. Ну, ты понял? Там. 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 Зря мы СОБР не вызвали. Ну, щас-то чё об этом говорить-то? Давай сюда? Ну, давай. Белов! Белов! Эй, мужики, давайте по-хорошему! Если садитесь, мы вам явку оформим! Слышишь, Белов, теперь то же самое, ты им на пальцы-то покажи. Забыл. Давай в конец фуры. Быстро! Стоять! Руки! Стоять! ЕМИ СТОred ЗА С� Harп ГЛАЙ СТОР СТОР ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищ подполковник. Привет, Илья. Как там у вас дела? Нормально все. Глеб Сергеич. Я хочу вас попросить оставить меня на службе. Если вы еще, конечно, мой рапорт не передали в отдел кадров. Нет, не передал. Аккуратненько. Да, Серега, что у вас? Глеб, ну, у нас все нормально. А среди этих один убит, так как оказалось сопротивление, но двоих взяли. Аккуратненько, да, с нами-то все хорошо. Ага, давай. Чего, Андрюх, может, посидим сегодня вечером? Посидим? Нет, извини, у меня другие планы. Что? Ой, закадрил кого-то, что ли? Ну ты котяра. Не завидуй мне, ментяра. Чего? Романов Михаил Николаевич, проходите в кабинет. Извините, пожалуйста. Привет, Маргош. Привет, дорогой. Мне? Тебе? В каком парке с утра побывал? Да. Да. Сирень люблю. Ну, что пришел? Соскучился? Ну, можно сказать и так. Маргош, мне надо с тобой поговорить. Угу. Ну, пойдем в машину. Подожди, давай лучше прогуляемся. Слушай, я тебе даже хотела звонить. А Маринка-то твоя, а? Какая девчонка, смотри. Оказалось, я мне не ошиблась, не растерялась. Все сделала по инструкции, грамотно. Ну, умница. Вся в тебя. Так что пора на повышение. Зарплату ей подниму. Процентик. Набавлю. Ну, я, собственно, не хотел. Маргош, я очень хочу, чтобы ты ее уволила. Я? Маринку? Да. За что? Ну, как я и скажу… Ну, я не знаю, за что там увольняют. Ты сама придумай. Маргош, ну, я не знал, что у тебя так опасно. Так, прекрати. 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 Ты прекрасно знаешь, что на любой работе всегда бывают фосмажорные обстоятельства. – Тебе ли не знать? – Ну, да. Что да? И потом, в одну воронку, дважды, снаряд не падает. Да я… Что я? Что я? Данилов, ну ты что? Все будет хорошо. Все, давай, у меня через двадцать минут встреча. Слушай, ну не переживай ты так. Давай, дорогой. – Пока, Маргош. – Пока. Тебя. – Привет! – О, привет! Как дела? Хорошо. А как твои? Тоже хорошо. Ну, что? Куда пойдём? Не знаю. Может быть, в кино? Можно. Может, погуляем просто? Ну, такая хорошая погода. Ну, давай погуляем. Давай. Пойдём? Пойдём. Совсем забыл. Это тебе. Это мне, спасибо. Такие красивые. Да? Ты знаешь, мне никто даже цветов-то не дарил. Серьёзно? Ну, как-то так, на выпускном. Только. Ну, я постараюсь дарить тебе цветы почаще. Ну, а может, тогда в парк пойдём? Да, пойдём в парк. А там будет путь, а то недалеко.